почему объясните мне почему каждый раз когда мы запускаемся в эфир у всегда корчить какие-то глупые рожи у нас потому что почему бы не почему это вот и дальше стали как прикольно просто давно себя не чувствуешь качестве зрителя потому что например мы вчера соли сидели короче смотрели всякие ролики на ю тубе я так и смотрю раз выскочил новый завтра каст короче его нажимаю он прямо с первой секунды и там вас макса такие сидим это выглядит забавно а ты смотришь на все на это как типа ведущий как монтажер как участник этого процесса а надо под чуть-чуть себя поставить на место зрителя и вот лишь ты только начинаешь смотреть а там тебе уже красивые не я понимаю мы когда с тобой писали один там проект один отдельный там нам девочка сказала что горит я горит очень люблю когда какие-нибудь булперы вылазят наш на на съемках ты потом микрофон в кадр попал или там или backstage какой-то видно там камера установлен там свет какой-нибудь там и так далее но типа очень это разнообразие разноображивает ну типа в рутину что называется и всегда было интересно как это сделано я вспоминаю совершенно гениальный скетч от эта картинка что там же картинка господи отвратительно мем мем отвратительно мне не нравится говно переделывай переделывай ну ладно тебе переделывай ничего знаю я убил смысле давай сейчас ты сделаешь файл ту ретвит что значит файл ту ретвит хренель что все в твиттере своем нет я ничего не делал нормально все закрою все вот только что все сделал все все сделал а дальше чем файл 3 то что я уже ретвит перед виднул перед видишь без меня короче backstage когда попадает в кадр это очень круто типа там камеру видно там там оператор сидит носу ковыряет наш там типа но и там не знаю там лампа освещения упал на заднем плане я вспомнил тут совершенно гениальный скетч у фрайл лори если посмотрели я чувствую время от времени посматриваю шоу фрайл лори на английском потому что когда его спал в первый раз я его смотрел с русским переводом тоже не знал ни хера английского но ты мне казалось безумно тупым но местами смешным шоу так вот оказывается когда-то на одном британском это просто такая комедия ты просто похочешь с того что абсурдность той ситуации которую они попадают но ты у них есть скетч где они что-то обсуждают и скетч нихуя не смешно ну то есть вообще не смешной прям тупейший просто пиздец но и в этот самый момент встает мужик из зрителей такой а это вы украли у меня скетч камера на его поворачиваться показывать весь бэкстейдж там куча зрителей корси сидят с таким постными лицами но вот камера наводится на этого деда он стоит гитвы и у меня суки украли этот скетч это мой скетч я там типа придумал хер знает когда ну и дальше идет типа наш такая типа рефреном шутка через весь выпуск что типа мол скучи крадены когда когда скетч просто полное говно встает этот дед и говорит вы у меня украли скетчка чувствуешь что зрительская реакция а я напомню что те старые шоу скетч что они снимались при живой аудитории то есть живая аудитория сидела в зале и там типа хохотала или там не хохотал да если там типа было не смешно и вот когда не смешно у них вставался дед и такой типа украли этот скетч и народ там типа в повалку лег это вот было очень прикольно нам нужен такой знаешь какой-нибудь как-нибудь перебивка где бегает смешной персонаж типа вот этого страшного соника или вот пожалуйста и чебурашки страшно что им такое были на самом деле я уже подумал о том что каком-нибудь анимированного смешного персонажа который пробегает сквозь весь экран было бы прикольно сделать или например этот персонаж будет так начать медленно-медленно аккуратно короче так тихонечко идти по всем трем нашим лицам наш такой сверху по вот этой границы короче а потом такой раз и на димку какашечку почему почему на меня какашечку сразу потому что у тебя лицо сейчас было такое знаешь типа самодовольность отвратительная такая я заслужил какашечку признаю а кто не заслужил какашечку так это наши зрители здравствуйте доброе утро добрый день добрый вечер у нас сегодня запись завтра каста но прежде чем мы начнем у нас такой типа мини-разогрев я так понимаю да до того да народ потихонечку приходит мы всех приветствуем а вот все кого все кого понравилось смешная картинка мы вас тоже приветствуем для больше смешно не будет сегодня по крайней мере мы не обещаем долго делал в фотошопе лепил картинку долго быстро быстро очень быстро у меня и значит такой момент помнишь я рассказывал тебе в прошлом подкасте что есть вещи которые типа делаются очень быстро всякими там ход кеме там и прочими а мне вот привычно делать иногда может быть не очень очевидно но как бы вот я привык к этому идет какие-то действия мышка и прочее я например иногда когда смотрю всякие туториалы фотошопе типа как сделать там какие-то трехмерные буквы там ли ты там еще чуть-чуть такой или как там наложить какую-нибудь там поебень на фотографии и там типа ну легко обтравим человека там типа какой-то хуйней берут человека так делать как раз он все сам само все обтравливается само все делается само все вырезается а ты по старинке сидишь и лассо да все круче а я не ну не не лассо я делаю полигональным лассо я так типа вырезаю отрезочками такими я такой блин как у них получается я пытаюсь сделать ровно один в один как они делают мне не получается что вырезается все что нужно все что не нужно а вот то что нужно не вырезается там уже настраивается типа жесткость это вырезание по маске вырезание ластиком это прям иногда странно не умею этого делать расскажу давным-давно лет десять назад на одной из моих работ короче меня дернул в коридоре босс такой говорит блин там короче у главного самая дочка его приехала я говорю и чё развлеки ее чем-нибудь займи ее чем-нибудь я говорю чем ее займу он играет но пойти ее дам за компьютером научить чего там делать в вашем отделе хуй знает чё вы в чем-то занимаетесь блять ебанутые люди сердце он дядя за компьютерами но иди короче блять развлеки ее чем-нибудь там блять научили на фотошопу научи и я говорю но я ведь не умеете короче блять все иди короче научи фотошоп я прихожу там сидит девчонка лет двенадцати наверно такая вот мне сказали что тут вот вот можно посидеть вот и учиться фотошопу я такой ну давай попробуем короче кровь фотошоп но и думаю ну вот какая логичная задача да вот для чего тебе нужен фотошоп ну то есть вот весь так подумать да там какой-нибудь калаш там типа с фотками например сделать или какой-нибудь там типа как ты сказал там буковки там и за открытку оформить помножить на то что это надо условно говоря школьницы и это надо было 10 лет назад ну то есть какие-то мобильных каких-нибудь приложений которые все это делают автоматически тогда еще не было и вот надо было сидеть учить фотошоп но так не такой ну ладно допустим вот тебе две фотографии есть вот давайте по вот лицо вот с этой фотографии возьмем перенесем на эту фотографию типа чтобы было смешно ну давай да вот как у макс сейчас автоматически это произошло фон поменялся а вот тогда приходилось руками сидел на и чё-то я и сижу короче рассказываю про маски блять про про обтравку блять про то что волосы очень сложно там типа обтравить на фотографии короче все это рассказываю рассказываю прям спустя полчаса я понимаю что у нее в глазах просто пустота она не понимает чё я хочу вот и чё мы пытаемся с ней сделать это клана к чё посидеть на части сделаю короче сижу 10 минут там редактируйте фотографии но сделал ей на фотографии поменял лица местами он к блин а можно мне так я говорю даешь ты только что показал я ничего не поняла и откуда блять короче так продолжалось полтора часа и в итоге заходит босс в чё ты делаешь я говорю вот типа учу ребенка фотошопа он такой а ну понятно все пойдем короче хватит учиться фотошоп пойдем но и все они ушли так вот блять я за этот урок пока я блять я ее блять учил фотошопу я выяснил про фотошоп больше чем за все это время предыдущие когда им пользовался понимаешь потому что внезапно оказалось что когда ты что-то делаешь руками и там типа пытаешься чё-то вставить это гораздо лучше получается я тебе могу сказать та же история произошла у меня когда я студентом начал готовить именно лекционный материал пока ну то есть вот у меня capture ван с которым я работаю вообще-то программа которую я должен знать да я такой лекционный материал надо вот это вот это вот это вот это вот это я значит сижу на занятии уже сижу на занятии рассказываю студентам показываю что куда жать и такой кстати вот здесь вот ох нифига себе как тут можно интересно это действительно когда с программой работаешь только такой способ в общем все освоить я смотрю все открыли для себя да я готов как вам я вчера я читал историю про людей в черном наш откуда делись или черном так откуда короче вот тот фильм который все видели это фильм который основан на комиксах а комикс основаны на как это сказать сельских верованиях по поводу этих людей в черном а значит на чем они основаны на скп нет короче был такой мужик который пятидесятых американских писал статейки в какую-то местную газету там типа местного какого-то города и он рассказывал про то что типа упал летающая тарелка и эту летающую тарелку забирали некие люди в черном прикол в том что тогда вот эти все фбр-овцы там царушники они не ассоциировались людьми в костюмах вот скорее если ты представляешь себе например fallout 4 помнишь там самом начале к тебе приходит этот чувак из этого из волтека и он только в шляпе и в пальто таком вот они примерно хоть и по приличным костюме ходил да вот они и скорее ассоциировались то есть у тебя должен быть хэмфри богродский плащ шляпу обязательно и так далее а костюмы значима сервис костюмы черные с белой сорочкой как ты думаешь чем если не с фбр с чем похоронный бюро до с похоронами исключительно ассоциировались чувак писал постоянно эти пасквили в газеты и народ такой блин что-то здесь такую а в 60-х мужик другой решил эту тему подхватить и начал писать про то что это вот на самом деле тайные там правительственная организация которая забирает там пришельцев и старелок и так далее это такое ухты ни хера себе то есть получается два чувака создали моно миф который передается там условно говоря через какие-то сельские верования и слухи да и в итоге породил целую комиксную а потом и кинофраншизу прикинь ну а почему бы эффект мандела просто забавно что народ вот настолько думает об этом слушайте пацаны давайте потихонечку начнем да вот я не несмотря на то что на самом деле подкаст теперь у нас выходит немножко пораньше из-за меня потому что у меня на три часа больше времени чем у димки с максом вот но сейчас в общем-то москве еще даже нету 20 часов вот но так как многие из наших слушателей теперь тоже находятся других часовых зонах кто-то на там час больше от москвы тот на 2 тот на 3 вчера мы на стриме когда сидели морден ворфор второй стриме ли выяснилось у нас есть зрители которых сидят на плюс 10 часов ну вот и мы такие блин ну конечно надо эти почеты как-то пытаться организовывать стримы что я теперь начинаю 67 то есть у меня принципиальная позиция раньше все было в девять то есть такое по москве да ну в любом случае короче чё давайте начинать димка да добрый вечер дома начинаем завтракать номер 268 нас на патреоне на бусте поддержать попросим я сегодня так решил начать и сегодня с вами как всегда наши бессмертные ведущие меня зовут дмитрий зомбак сегодня со мной в виртуальной студии максим зарезки здравствуй максимка здрасте и конечно же тимур сиффельбука здрасте морщик здравствуйте это я то станете такое спортивным эхом так как знаете как вот есть послевкусие вот выпили не очень приятную микстуру короче так на чуть на языке остается вот там в горле такой запах и вот когда тимур разговаривает у него тоже такой типа послевкусие от голоса хорошо что вы это не слышите на ревер до записанной версии смотрите это на youtube версии я вчера специально посмотрел как и вот на ю тубе мы звучим через телевизор и понял что конечно все равно эхо немножко есть поэтому уже же наклоняться сейчас как только появится у меня первые денежки ближайшие там типа дни какие-то как бы я очень надеюсь что у меня все-таки получится пойти во-первых купить себе блин странный кольцевой свет чтобы мое лицо было равномерно освещено а во-вторых пойду куплю трю этих треугольничков уйти как это ромбиков которые это называется акустический поролон акустический поролон короче куплю себе по развешу тут по стенам вот и будем надеяться что ситуация с эхом станет чуть получше ну или смешная история для вас у нас был заблокирован twitter заблокирован был потому что компания activision blizzard пыталась новая но его в нового героя в овервотч 2 показать это было персонаж кири не совсем правильно как бы рассказываешь так скажем с точки зрения хронометража хроники событий потому что она ничего не пыталась показать у нее спиздили видос в котором как бы соответственно была недоделанная короткометражка и соответственно были первые вообще как бы упоминание этого самого персонажа и мы как и периодически это делаем в наших новостных там твиттере телеграме там вк и так далее мы просто взяли и осветили что он слили там чё-то там короче да ну то есть или к слили assassin's creed слили там там какого-нибудь ведьмака слили это слили то слили то ну короче мы за 7 лет написали про сливы из игрового мира ну просто немеряное количество постов в социальных сетях и первый раз жизни первый раз жизни компания на нас обиделась короче и компания activision blizzard подала dmc и жалобу копирайт страйк кинула нам через twitter на то что типа мы якобы закопнула как бы нарушили копирайт компании activision blizzard запустив картиночку скриншот с этой самой кирика и ссылку на внешние сайты где есть этот видос то есть мы не засунули этот видос а вот то что ссылку мы запустили короче мы с ним бодались сколько два месяца почти получается мы не то что бодались смотри там же в чем прикол они по сути как бы когда тебе присылают такую dmc и жалобу через twitter тебе twitter говорит типа единственная возможность вас разблокировать это если вы пойдете и обратитесь соответственно копирайт правообладателю за правообладателю через контактные данные которые есть ваши dmc и жалоба ты такой так а где dmc и жалоба они где на наш приходил контактные данные они где а нету просто вот нету то есть она куда-то по теоретически должна была прийти но она никуда не пришла и поэтому долго рассказываешь история в том что два месяца мы с ними бодались в итоге писали знакомым писали разным службам том числе и самому твиттеру по поводу того что вот неплохо было бы нас обратно разблокировать мы же ничего плохого не сделали к тому же эту самую несчастную кирика активизм близок буквально через два дня показала вот поэтому как бы за давностью лет ты в общем то она и не нужно было но в общем в итоге никто нам ничего не разблокировал мы такие взгрустнули думаем ну чё делать у нас в твиттере было что-то 11 тысяч подписчиков принципе не очень много по меркам твиттера но тело довольно обидно их потерять но мы зарегистрировали новый аккаунт в твиттере сегодня писали его до вчера вписали в него в ровно один день а на следующий день фигак и у нас разблокирован старый твиттер я такой это получилось сделать почему потому что наш друг который работает в активизион blizzard в итоге у него добрались руки до того чтобы все-таки пропушить наше обращение к ним и он в итоге типа пошел и допушил чтобы это на чтобы наше обращение все-таки рассмотрела команду overwatch и они тоже осознавая абсурдной ситуации в первый в этот же момент нас от направили retraction соответственно отозвали эту жалобу дмс и и нас тут же твиттер разблокировал поэтому очень-очень странные истории честно сказать я не думаю что здесь виновата в чем-то активизит blizzard мне кажется виноват тот как это легальный чувак который как там какая-то легальная фирма аги 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 которая занималась понимаешь покупаться просто ковровой бомбардировкой прошлись по 100 твиттер аккаунта потому что мы просто почему знаем что 100 потому что конкретно в жалобе мы нашли нашу жалобу через сервисе есть такой сервис называется люмен это как раз сервис вот этих самых дмс и жалоб digital millenium copyright act и там можно посмотреть как бы по сути в числе жалобы что было и вот кроме нас было еще там 90 с херм аккаунтов на которые тоже пожаловались кроме нас и была это одна жалоба или их было 20 жалоб или 50 жалоб или 3 мы не знаем но мы знаем точно что в нашей жалобе был еще там почти 100 аккаунтов в твиттере на которые тоже пошли и забанили уверен что такие жалобы много но на фоне этого раз уж мы так рассказываем что типа вот у нас был сблокирован твиттер из овервотча вот нас разблокировали твиттер из овервотча тимур поиграл овервотч да как овервотч это давай рассказывай слушайте ну кроме овервотча и мы только по последнюю штуку хотели еще рассказать что обязательно подписывайтесь на нас на через бусти и через патреон и через apple подкаст потому что напоминаем вам что выходит кабинет лора уже пять выпусков вышло и ближайшее время выйдет сказки дядюшки зомбака и у нас не платно но скоро для всех выйдет еще один новый интересный проект он должен выйти на этой неделе но немножко все отложилось на следующую как только у нас будут новости мы обязательно вам про это расскажем а по поводу овервотча смотрите я уже рассказывал что поскольку в казахстан я уехал с довольно ограниченным возможностями поиграть ну как относительно потому что у меня с собой есть айпад айфон макбук и нинтендо свитч вот то есть в общем то как бы не так ты плохо все но про макбук я расскажу сегодня чуть попозже вот а по поводу свитча я периодически поигрываю в игры разные как бы но есть проблема она заключается вот чем что дело в том что я забыл с собой взять док для свитча и играю соответственно я только чист воды в режиме portable да есть извечная проблема они я уже вам говорил дело в том что большое количество разработчиков просто кладет огромный жирный хер на оптимизацию интерфейса в играх на свитча и они условно говоря оптимизируют примерно исходя из того что у тебя 32 дюймовый телевизор и там 1080p и вот все то же самое просто уменьшают до 7 дюймов то или сколько там у свитча там 6 дюймов 5 дюймов я забыл короче короче ну условно до 7 дюймов уменьшают да и думают да и так сойдет и и вот ты сидишь на свитча и играешь bioshock infinite в котором количество патронов твоей винтовки размером миллиметр просто в высоту и ты такой такой просто блять сколько же у меня там патронов хотя бы трехзначное число значит 100 и потом ты говоришь ну соответственно там не очень удобных стиках у я взял свой pro контроллер беру ставлю перед собой на подставочку этот свитч но не очень удобно играть и я такой подумал блин ну ладно похуй в свитч будут поменьше играть и тут короче все начинают бомбить дичайше от overwatch 2 бомбе там типа монетизация говно игра говно это то все пятое-десятое короче я вспомнил что я наиграл в общем-то у и ручь довольно много и подумал блин ну надо мне тоже как-то поиграть и я все думал блин ну как его запустить на параллелся нельзя потому что там не запускается античит блин ну как бы может быть там на playstation через remote play поиграть или еще как-нибудь и мне вчера написали у нас в комментариях на ютубе о том что типа чувака поиграй на свитчей я такой бля точно свитча же вышел overwatch и типа по сути беру такой захожу еще overwatch нажимаю скачать и там типа иконочку overwatch это к думаю бля я может перепутал я же вроде overwatch 2 скачиваю написано нет скачиваешь overwatch и иконка из первого overwatch а тебе кстати должны были какой-то дать какой-то персонаж кирика кирика должны были за которую нас забавили сейчас я сейчас я про это тоже расскажу быстренько короче смысл в том что ты буквально качаешь overwatch один из стора когда он ставится то он меняет иконку overwatch 2 скачивая патч сверху и соответственно когда ты его запускаешь он такой да реально overwatch 2 и он тебе говорит типа бро у нас теперь там в общем-то все заебись присоединить свой аккаунт blizzard а и мы сейчас там типа все сделаем тебе классно я такой отлично хорошо короче захожу соединить аккаунт blizzard а и он будет типа бро сорян твой пароль не подходит я такую ледь мой пароль сто процентов подходит я делал восстановить пароль и меня просто посылает и просто кнопка восстановить пароль нажимаешь ничего не происходит короче я мучил веб-интерфейс battle.net а ну наверное часа полтора чтобы как-то пробиться сквозь неработающий интерфейс чтобы просто восстановить свой пароль типа езди ну и все сделать потом я еще полчаса привязывал запись нинтендо соответственно их соединил потом я зашел соответственно в overwatch и он не говорит бро у нас теперь короче поскольку объединен весь прогресс ты примешь смерджить все свои аккаунты и типа весь свой прогресс все свою косметику все 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 получить у меня сам раскачанок он был естественно playstation ну я такого заебись короче сделаю мёрджик и такой думал так ну чё смерть же вас на такой нет чувак ты стоишь в очереди на мерч аккаунтом а это типа долго я такой это типа долго а почему короче он не говорит что типа ты стоишь 1300 в очереди на типа мерджинг аккаунт а вот где аккаунт заводили на тот сервер типа того да и я такой ладно хорошо такой сижу жду тыкаю там 1300 1200 900 850 540 450 1200 900 тысяча 900 1300 900 800 400 300 1900 я такой сука блядская хуйня почему ты не работаешь короче в общем мне через час он в итоге смерчил него аккаунт я зашел вижу меня все мои скины остались короче там все классно куча новых персонажей посмотрел что это за персонажи такие думаю ну надо поиграть вот захожу я в общем то туда и чё вижу ну сейчас попушится история с пве играми дело в том что пве они же обещали на самом старте когда говорит ну только анонсировали игру говорили что теперь эта игра на стыке между пвп и пве и теперь пве станет по сути как бы полноценной частью игры так вот они наебали ничего нету на самом деле это все тот же самый overwatch 1 где пве на данный момент существует только в виде по сути как бы сезонных событий которые как и в overwatch 1 иногда появлялись потом уходили и появлялись уходили сейчас то же самое хэллоуиновское событие причем как бы там есть соответственно событие которое является продолжением события из overwatch 1 ну то есть по сути ты бегаешь по пвп карте тебя по сюжету типа ведет периодически появляются боссы это просто такие же персонажи в костюмах хэллоуина и ты бишь с ними сражаешься в там в четвером в копе звучит очень скучно и я вот во все это поиграл зашел короче в пвп поиграл чуть-чуть в пвп я могу тебе сказать что я не увидел никаких отличий с полосовой рочем 1 вообще ну 6 человека было 5 вот тебе основное это на наоборот теперь 5 получать никакого значения не имеет и играешь что ту же самую абсолютно игру который чуть-чуть поменяли интерфейс это по идее сильно влияет это просто вы сейчас обсуждаете вот точнее то что дима говорит я такой хороший патч на торгов когда вышел ну в общем смысл то что я могу сказать что димка в некоторых дополнениях дистане было больше изменений чем между у врач-1 и у врач-2 я просто к тому что вот тоже торгов да там выкатывают патч он реально перехерачивает всю игру прям вообще всю это это даже история даже натянута нельзя назвать как бы ну там изменением как что типа была одна часть стала вторая часть это полная хуйня следующий момент опять же оптимизация под switch в целом играть терпимо я поставил перед собой switch опять же вот буквально перед самым лицом играю на pro контроллере более-менее настроил там сенситивити aim assist убрал почти полностью ну терпимо играть возможно но 30 фпс графон не очень экранчик маленький и есть опять же проблема димка ну это просто пиздец я сегодня специально пошел достал линейку и померил половина шрифтов в игре размером миллиметр или меньше в высоте у тебя со зрением плохо а ну да ты же очки носишь блин бля чего сказал дима которого на самое хуёвое зрение в этом подкасте ну ты понимаешь насколько им было похуй на оптимизацию да что вот они просто типа ну условно у тебя есть ну я они могли бы они могли бы взять и сделать тем более что нинтендо позволяет это делать я не согласен я считаю что они могли сделать портативном режиме такой интерфейс как на пока в возникает там 800 на 600 я считаю что если игра на свече запустилась игроки на свече должны просто в ножке кланить с разработчиком и говорить какие вам не молодцы а у все остальное прихлопается брата ну господи ну не видишь вообще есть из оксана нужен сильно что ли даже если забить на это то есть момент просто с аксессабильте я могу сказать что например у меня тесть у него просто плохое зрение но ему в очках не очень комфортно сидеть за пока он геймер да и я почему это говорю потому что я просто впервые эту перспективу узнал потому что зрение у него начало портится относительно недавно и он во всех играх где можно скалировать юай он скалирует юай хотя у него большой 27 дюймовый монитор почему ему так комфортно он без очков может играть нормально и при этом не впритык монитору и с этой позиции тот факт что мы свече на это забивают хер это очень странно вот серьезно не знаю мне кажется активная база урочи на пока может быть на playstation и но не на свече явно ну ты знаешь в общем я хочу сказать что как бы в целом несмотря на то что нам тут все пишут о том что ты чего чувак динамика поменялась то все были ребята знаете ну когда очень сильно перехерачивают мету в любой pvp игре она все игры меняются там дэста не менялась радуга менялась там голову дюйти менялись battlefield и менялись там типа это убрали то поставили так сделали с каждым сезоном не иногда прям бывает сильно меняется мета как бы и ты такой типа плевать прям всю игру все поменяли и ты объясняешь каком-нибудь чуваку который мало играет в эти игры что типа чувак ты чё там теперь дробаны вообще не роляю теперь только с пульсом с пульсами все бегают чувак только что вся игра поменялась вообще полностью ощущается по-другому ты такой ну смотришь на человека типа как на больного просто как бы хотя ты понимаешь ну его аргументы имеют место быть но я просто к все это к чему веду что в целом ощущение для такого стороннего игрока как бы ну это просто ну это не это ни в коем случае не вторая часть игры можно еще дожди последний момент который хотел очень важно сказать ну собственно от чего все бомбят от монетизации дело в том что таким образом раньше работала же монетизация ты у тебя были лутбоксы в лутбоксах ты короче получал соответственно ну там эмоуты всякие там play of the game анимейшны получал соответственно эти раскрасочки получал скины и там голосовые вот эти реплики да и иногда ты получал денежку вот как в call of duty call of duty поринс на которой ты можешь по сути купить себе то чего тебе не выпало а тебе очень хочется так сделано теперь никаких лутбоксов нет и теперь у тебя есть по сути единственный путь все это разблокировать это через battle pass или тупо покупать это за и ту же самую внутриигровую валюту но внутриигровая валюта не падает через battle pass никак и она не падает через прогрессию тоже не никак то есть если ты вдруг захотел купить скин который тебе не выпал по той или иной причине случайно или не случайно ты обязан занести денег в принципе то есть они буквально могли взять вот соседнюю игру просто call of duty взять вот просто взять ее или там фортнайт какой-нибудь перетащить и сделать все то же самое но они зачем-то этого не сделали и это очень тупо потому что опять же как бы ну окей там скины да похуй на них ты такой думаешь ну хорошо окей давайте посмотрим battle pass battle pass на самом деле стоит дешево например на свече у меня поскольку польский ершоп получается плюс-минус 500 рублей стоит battle pass ну как бы окей я такой думаю ну хорошо допустим я заплачу за 500 рублей и вот и меня будут эти самые тиры падать чем не за них будет я пролистал наверное штук 30 или 40 этих уровней battle пасса или а чувак там просто одна хуйня там эти граффити но давай давай вот без этого смотри там вот граффити на стеночку какой-нибудь знаешь эмоут где персонаж сидит просто или там типа виктори полуска какой-нибудь совершенно простейший какая-нибудь говно реплика короче голосовая это то чем 90 процентов людей игроков во рот просто не пользуются им похуй на это одну чем что людям интересно реально интересно это play of the game animation это чтобы к если ты победил тебя показывают это как мы там красиво вылетаешь всем все показываешь какие-нибудь очень красивые эмоут где ты приходишь там типа перед людьми как мы танцуешь светишься там салюты пускаешь ну и очевидно это скины так вот их там просто единицы ну то есть типа там по пальцам но сделать не успели маленькой инди студии что-то сразу начал но я к тому что короче battle pass я просто посмотрел понял что ну даже за 500 рублей я не буду покупать это говно как бы нахера мне этот battle pass если там одно говно там вообще ничего нет интересного ну я такой так окей давайте посмотрим сколько стоят эти самые монетки так монетки дохера стоят я посмотрел что чтобы купить себе там какой-нибудь пиздатый скин нужно вообще по 2000 рублей блин заложить алло ну и чё это нормально покупаешь один скин и бегаешь с ним раньше у тебя было много скин чувак нет это это полный буллшип то что раньше я например шел и покупал там за две-три тысячи рублей огромную пачку себе этих короче лутбоксов и они мне выдавали просто тонну контента ну просто тонну этого всего а теперь за эти же самые деньги я могу купить там пару скинув ну как бы это просто настолько отвратительно анальные просто просто настолько всратая монетизация при том что у них есть буквально все игры которые только существуют от pbg call of duty и фортнайта до блин вообще чего угодно да и они все равно этого не делают и они все равно оттуда не взяли ну то есть они сейчас так говна поедят что я просто тебе уверяю что они на следующем сезоне в итоге сделают нормальный battle pass извиняться и как бы еще и персонажи кирика которого они сейчас закрыли за 55 левелом battle pass а они его таки 7 расплатно я тебе уверяю что так будет стоп ну или будет как схема инфинит он тихий в инфинит что не братан и вы забываете о том что overwatch во первых бесплатная во вторых это игра в которую играет огромное количество людей чё люди потом сидят в очередях потому что не хотят не играть нет потому что хотят ну то есть как бы какое бы количество скандалов с blizzard не происходило какое бы количество там скандалов с overwatch им не происходило люди не перестанут не играть потому что замена team fortress понимаешь инфорс с людьми до сих пор но есть проблему в overwatch как раз очень мало в последнее время людей и они очень рассчитывали с помощью overwatch 2 полностью оживить дисциплину оживить игру и все мало последний откуда ты взял вообще откуда взялось какая-то статистика есть потому что я постоянно читаю на ради так что прошло там хер знает сколько времени с момента запуска и вдруг внезапно выясняется что до сих пор очереди на вход или ты хочешь сказать что компания blizzard такая почесал тыковку такой давай выключим половину серверов зачем они нужны да я напоминаю тебе дима что у дьявол 3 которая сдохла просто моментально несмотря на им приходилось выпускать целый огромный патч вместе с консольной версии чтобы игру вообще хоть кто-то вернулся говорю как фанатик дьявол у них у них очереди были все это время потому что говеные сервера ничего нам не говорят о количестве людей в данном случае но вообще говорят что overwatch и сейчас дела хорошо действительно после выпуска overwatch 2 после освежения потому что сейчас якобы конкурент плееров у них там почти где-то сто шестьдесят тире сто восемьдесят тысяч человек а в среднем за день сейчас играют якобы порядка 600 тире девятьсот тысяч человек но это много поэтому это очень хороший результат когда просто я просто к тому что типа люди просто привыкли в своей голове умерить пока игры стимом хотя огромное количество игр которые выходят вне стима у них количество игроков типа надо в 10 раз больше чем я просто могу сказать что большая часть самых популярных пока игр в стиме не представлено какой нибудь яншин и импакт league of legends тоже торгов они все в стиме не присутствует что абсолютно никак не мешает им быть самыми популярными ну короче ты не прав по поводу того что они испытывают проблемы да какой сейчас все хорошо сейчас количество пользователей просто играть но он мне кажется всегда просто ровно когда первый рот был тоже народ постоянно бомбил с того что учет поменяли и так далее мне кажется что ты мне скажи другое я вот как человек который играл только в первый овервотч я не запускал второй ни разу и наверное вряд ли его запущу я смотрю на всю эту историю вот просто сейчас вот щелкаю по разным видосам на ютубе которые у нас там фоном играют и а там есть еще новые карты то что такое ощущение что там все старое есть есть несколько карт я сегодня буквально играл на карте эшперанса эшперанша я забыл как это произносится ну в общем короче да вот играл на новой карте она мне не очень понравился но все равно да поэтому дошли не от overwatch смешанная броня типа смешанный но я все равно буду поигрывать потому что это вот одна из немногих игр у которых я более-менее хорошо играю мультиплеерных которые могу поиграть нативно тем более я очень надеюсь что у меня появится буквально через неделю уже док я смогу поиграть на своем замечательном телевизоре 2006 года 720p а у меня есть переключалка такая канала нет нет я тебе говорю это это samsung 1366 на 768 нормально получше чем на свече то так-то так-то ладно короче в любом случае я поиграю как бы нормально на телике все как надо с bluetooth наушниками все нормально все будет давай ладно короче про overwatch все понятно давайте двигаться дальше у нас смотрите у нас на самом деле очень крутая интеграция дело в том что мы уже говорили что у нас есть довольно большое количество классных компаний друзей которые с ну с которым мы давно дружим давно сотрудничаем в том числе и эта компания selectel и дело в том что мы хотели рассказать про невероятно на самом деле актуальную услугу для практически вообще всего сегмента веба на данный момент и дело в том что во первых не все вообще знают как работает современный ну там интернета вообще так скажем там вообще веб да там мобильные или там приложение например и смотрите ну вообще вы все знаете что современный интернет там 2022 году это огромное количество видосиков картиночек всяких там скриптов и всего-всего такого и вообще это все довольно тяжеловесное и вообще история про тяжело так скажем про большие нагрузки как бы уже давно ну ни для кого не секрет все отлично понимают что когда у тебя там допустим 100 тысяч человек начинает качать какие-нибудь видосики там или в каком тик токе или там в инстаграме или еще в чем угодно или в любом другом твоем сервисе например там по доставке еды или каком магазине и у тебя огромное количество народу все это качает то конечно нагрузки ну так скажем немаленькие такое для того чтобы все это нормально работало уже практически весь интернет используют так называемые cdm контент delivery network да это так называемые сети доставки контента из чего почему сети это как бы огромное количество разветвленных так скажем сетей серверов которые между друг другом синхронизируются и они стоят в разных регионах и они кэшируют и дублируют соответственно контента в основном как раз таки это в первую очередь как раз вот медийный контент типа видео картинки аудио например и как бы ну часто это сайты часто это скрипты ну и так скажем не очень часто обновляемый контент вот в основном по большей части вот и они позволяют с максимально возможной скоростью и с минимальной задержкой давать этот контент пользователю где бы он не находился ну то есть типа если вы сидите где-нибудь там в германии то вам будет отдавать этот же самый контент соответственно в немецкий сервер а если сидите там в москве то вам будет московский сервер этот же самый контент раздавать вот ну и то же вы могли видеть какой-нибудь стиме например когда тоже там типа вы заходите качаете игру и он вам отдает с русского сервера вот и смысл в том что как раз таки я хотел быстренько рассказать историю про завтра каст потому что мы когда в свое время очень давно на 19-20 выпуске где-то захотели переехать на свой собственный хостинг мы димка тогда как раз развернул шерф хостинг у нас мы положили туда выпуски подкаста и мы очень быстро столкнулись большой проблем потому что это даже знаешь как бы это было не просто большая проблема это планерешаемая проблема understatement это называется легкий да потому что в любой момент когда димка выкладывал выпуск подкаста например там какой-нибудь условный 20 там или 21 завтра каст нам все начали описать типа что выпуск не грузится типа почему не грузится все просто упало вот почему дело в том что оказывается к нашему серваку просто десятки тысяч устройств начинали ломиться буквально там в один час и начинали пытаться скачать соответственно новый выпуск и соответственно просто десятки гигабайт трафика начали сваливаться на сервак и он просто падал ну и это было невозможно никак эту проблему решить поэтому нам пришлось тогда тоже задуматься о сидении и вот в общем то мы с того времени как раз по используем сидены ровно для того чтобы как раз таки убрать всю эту львиную долю нагрузки с наших серверов вот и соответственно эти самые наши замечательные подкасты раздаются с нужных серваков людям которые там в сша в европе в россии в азии где бы вы ни жили вам выбирается ближайший сервак и вам он отдается вот и смысл в том что ну опять же любой диджитал проект сейчас вообще тяжело представить без сиден и вот мы опять же возвращаемся к тому что наши друзья и selectel у них тоже есть свой собственный сиден и он тоже очень круто работает и причем у него есть солидный такой жирный плюс по отношению ко многим другим сиденам во первых он довольно доступный дело в том что стоит примерно 35 копеек за гигабайт трафика что ну по меркам там типа любых конкурентов это очень доступная цена и еще он хорошо очень работает международной аудитории вот дело в том что у них есть партнерское соглашение с ну там одно из крупнейших сиден сетей акамай это используется кстати в санях в xbox их и так далее за много при используются по моему приятно тоже используют в стиме акамай да ну короче акамай очень популярный очень известен и по сути у вас есть возможность через selectel хоститься как бы ну то есть если вдруг ваш контент или там ваше приложение ваш сервис будут использовать люди которые живут там например там сша или там в азии или в европе они будут качать все из соответственно камаевской сети а если они живут там в россии в снг то есть selectel с к сетей вот примерно так это работает вот ну и соответственно из всего вышесказанного как бы следует что что во первых ну вообще сидена очень сильно разгрузит ваши собственные сервера или там вашу инфраструктуру развернутую во-вторых вы становитесь менее зависимым соответственно от собственно вот этой самой инфраструктуры ну то есть если вдруг у вас где-то что-то упало или там что-то стало недоступным то вас вывезет как раз таки этот самый сиден который будет отдавать все закэшированное и даст вам возможность довольно быстро без ущерба там для вашего сла ну то есть так скажем чтобы сервис не падал соответственно вам починить пока сиден отдает то что надо вот ну и опять же очевидно что это ускорение загрузки которое позволит в том числе очень хорошо повысить свою выдачу в поисковиках потому что напомню что тот же самый google и сейчас и яндекс очень активно смотрит на ваш сайт или ваш сервис как он работает с точки зрения скорости загрузки данных там типа минификации скриптов соответственно как у вас быстро грузятся картинки индексная страница соответственно как быстро подгрузились хэдеры там и прочее прочее если все это будет круто закэшировано и круто быстро отдаваться через сиден то google тот же самый вас очень сильно поднимет выдачи вот ну и опять же как бы очень крутая штука дело в том что селектово сейчас работает хорошее предложение дело в том что если вы сейчас подключите себе пакет акамая как раз таки то до конца ноября у вас есть возможность получить 50 процентов скидку на стоимость трафика на ближайшие шесть месяцев вот ну то есть на ближайшие полгода у вас будет трафик стоить в два раза дешевле вот такие дела и как бы опять же мы говорили уже о том что очень круто то что можно довольно таки легко все это интегрировать потому что вообще selectel славится тем что они очень сильно помогают что они довольно легко интегрирует вообще все свои решения и опять же даже если у вас что-то у самих там не получается у них есть люди которые вам помогут и там помогут интегрировать их решение в ваш сервис там сайт приложение там и так далее в общем selectel крутые ребята и мы про них много раз рассказывали так что переходите по ссылочке и регистрируйтесь соответственно подключайте акамая сидя на selectel до конца ноября со скидкой да вот так что переходите по ссылочке да она у нас есть в описании подкаста подсоединяйтесь регистрируйтесь и попробуйте потестируйте вполне возможно что их сидя на решение тем более блин это камай который так всем известен в общем-то это очень крутое решение и опять же очень недорого и опять же на полгода скидок двора так что прям думать не о чем вот такие дела так макс новость прям твоя вообще да слушайте тут очень интересная новость поступила из в общем-то близкого мне лично шаттер стока шаттер сток это очень крупная компания которая занимается тем что выступает площадкой для продажи стоковых фотографий они не так давно купили он сплэш на котором я очень часто фичерюсь из которого кстати иногда тимур забирает мои фотки на обложке стоковые фотографии это вот эти из которых потом мемы делают где-то парень повернулся в сторону другой девушки на самом деле стоковая фотография бывает очень разная есть стоковая фотография такая вот сратая когда прям снимают специально под сток есть стоковая фотография когда тебе надо ну реально высококачественные фотки получить на какую-то конкретную узконаправленную тему и тут недавно была очень интересная история что в каком-то в голливудском фильме там знаешь там типа показывали америка в депрессии финансовой там какой-то план типа небоскребов это москва сити была ну потому что они просто стоковый футаж взяли даже история была кстати с этим с опенингом тру детектива где помнишь там всякие фотки такие перемежали с головами и часть этих фоток купили в стоках в том числе там российский фотограф попал нет и история в том что не всегда стоки отвечают вашим требованиям не всегда получается найти те картинки которые хочется поэтому стоки они проводят какие-то акции они просят снимать по каким-то тегам по каким-то сюжетом кому-то еще доплачивают и мы очень давно в подкастах говорили что проблему скорее всего сможет решить искусственный интеллект когда он будет достаточно развит и вот момент настал шаттер сток заявил что теперь сам шаттер сток саму админа админ панель шаттер стока для клиента ну то есть вот вы клиент шаттер стока и вы хотите получить фотографию на какую-нибудь идиотскую тему ну фури там я не знаю для материала про то что геймеры дебилы и вы вместо того чтобы искать фурей по базе вы идете в специальную админку куда встроена уже нейросеть дали 2 и она нагенерит вам фотку фурей ну вот все это создается вместе с компанией open и ай которая собственно разработала эту самую дальнюю в которую вложился недавно microsoft и что-то вбухал в нее огромное количество бабла да 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 и там это не самая интересная часть потому что ой здравствуй лев вы потому что сами бы обязательно к этому пришли интересно тут вот что во первых то что шаттер сток теперь запрещает абсолютно всем авторам выкладывать сгенерированные нейросетью изображения в принципе у себя то есть если нейросетка только наши дали внутри идите в жопу все остальные как они определяют этот момент мне интересно ну я думаю просто будут как-то методату смотреть хрен его знает а второй момент и вот он куда как более важный но самый скользкий в этой истории это то что как как вы знаете далее вообще обучена на массивах в том числе шаттер стока то есть open и я покупал шаттер стока фотографии ансплэш на котором собственно есть висят мои фотки мои фотки тоже участвуют в процессе машинного обучения кстати прекрасно понимаю когда гружу свои работы на сплэш и шаттер сток вот я не знаю как они это будут делать у меня очень много вопросов говорит что создать специальный контрибьютор с фонд который будет типа отчисления платить авторам изображений которые будут ну собственно использоваться в обучении нейросети мне просто интересно как как они это себе представляют то есть условно у тебя у тебя нейросеть обучалась на пяти миллионах фотографий да и ты такой типа каждому заплатишь по по одному проценту ну да типа того на самом деле стоки в целом не очень выгодная история поэтому я размещаюсь на бесплатном потому что мне циферки которые ну знаешь там той фотку посмотрел 5 миллионов человек я несу это заказчику и мне гораздо проще ему продать свою съемку и свои услуги да тогда как если бы я размещался допустим на шаттер стоке может у меня красивые классные фотографии но я с них буду получать вот примерно так же так что в данном случае контрибьютор с фонд конечно выглядит немножко как издевательство но просить этой истории ты знаешь меня веселит вот что помнишь жидав я роботе но сможет ли андроид написать симфонию нарисовать картину сможет а вот дверь открыть он не сможет сможет это для этого bosn dynamics работает чтобы собака там за тебя дверь открывал все нормально потому что ну это груз на самом деле давайте я пока считаю донат это у нас очень много да астрах занялся на 500 рублей приятного вечера ребятки рад вас видеть спасибо братишка си фо в пусть и джу занялся на 150 рублей пацаны ура вы как чувствовали что мне нужен новый застракас во время похода в зал буду чувствовать себя в своей тарелке в батуми в ходе тренировочной сессии спасибо спасибо тебе братишка табакерич врослова занялся на 180 рублей ура стрим а я вот психанул распродал все из схорона в торгове где был забит под завязку и кроме гранат их рассказал на заводе очень было весело так какой-то игре даже фан есть держитесь мужики я все никак не могу понять в чем такого клевого и фанового в торгове ульность тактикульности мне в радуге не понял ты можешь я не знаю там зарядить магазин разными типами боеприпасов то есть опять бы приспал слишком задротство на мой взгляд ну для этого это людей нет собственно как я понял да окей так это как симулятор автомеханика знаешь например то же самое то есть если ты в теме то тебя прет если ты не в теме такое дни удалите грейкор занялся на 150 рублей при этом мужчина я на вас завис уже год как сейчас просто смотрю весь плейлист это когда вы просто нечто спасибо не по-гейски спасибо тебе братан спасибо ажо занялся на 300 рублей огромное спасибо за подкаст слушаю вас с первого выпуска столько всего пережил за это время и вот очередной новый этап жизни новая страна новой связи новое начинание но есть стабильность это есть дефтракаст посвятить проживку спасибо мистер вазере занес нам 302 рубля витая ушел на панста то любит руси на все доброе спасибо спасибо ёжик тян занесла на 1000 рублей занес 1000 рублей очень рад что все живы здорово всех люблю чмоки в щечку но ухова мэйби спасибо мэйби мэйби мне старый телевизор с там 150 рублей как вам samsung с 95 б лучше ли чем лжи си серии я был джибром с 95 б это вообще что такое это лет а это лет не знаю я какой лет если выбирать у самсунга появился лет у них написано лет у них этот qn лет или как он там 65 львов класса нет смотри-ка лет у них да смотри-ка реально лет сделали наконец-то самсунг допер я бы взял lg просто потому что операционку лучше это говорю как человеку который до это был топовый самсунг пускай летовский и мне тизом вообще не нравился что я хотел бы сказать еще что кроме всего прочего у лжи очень солидный такой послужной список того как надо оптимизировать эти самые свои олед и потому что выгорание от прочего потому что например у sony их вот эти как бы как я забыл как называется серия а которые тоже олед и я могу сказать что они местами всратенькие а еще android tv и в общем-то как бы многие жалуются на эти самые соники поэтому например в некоторых случаях становится преимуществом тимур может быть но когда у тебя есть приставка apple ты вот и тебе андроид то есть приставка салли на али за это дополнительные денежки так-то так тефтельки все строят нафанил занес нам 150 рублей привет давно на вас подписан на ютубе больше года подписчик на пусть и правда с небольшим платежом 400 рублей если у меня шанс попасть новый чатик завтра каст мы добавляем в новый чатик только тех кого знаем лично либо с кем встречались лично на наших скотках или мы по крайней мере как бы знаем этих людей давно намного ну там типа больше года как минимум вот поэтому как бы если мы вас к сожалению не знаем то не знал как бы так получается как на всякий случай напиши нам на нашу почту завтрака собачка gmail.com мы посмотрим но как бы учти что скорее всего нет отзади у тебя нашему частному детективу за скринит и проверь частный детектив тимур всех проверить она часто сдал анонимы завтра чат из нас там 400 рублей при этом и солнечной анталии смотрю вас играю в бэна 3 слава сшитому свечу и конторе пидорас спасибо дт занесла 90 рублей при этом из люксембурга рад вас снова видеть в эфире спасибо тишка спасибо сахалинец занят 600 рублей мужчины всех вам благ димки здоровья максиму чипсинку покрепче а тимуру салам спасибо спасибо мур тоже мешало бы чипсинку покрепче и здоровья ну ладно раз только мне пердунчик за нас там 400 рублей как хорошо снова видеть три ваших лиц спасибо тебе большое пердунчик звучит очень смешно да я же говорю я я каждый раз угораю от того что мне жене приходится буквально даже объяснять все эти мемы и игру когда она узнала про чили пиздрику я просто мир перевернулся он реально ходил и спрашивал почему вот картошка почему чили пиздрик почему это смешно почему это смешно почему кот картошка и да спущая она спрашивает она спрашивает в чем смысл кот картошка в чем цель кота картошки в чем цель мыши которая типа или в чем колбаса родился сыр да то есть как бы в чем объясняет приходится объяснять это шурма 2222 за ислам 100 рублей парня дэр подкаст отмечать не будем нет я думаю что нет в или году точно нет или будем но в казахстане играй корзин 150 рублей дмитрий у нас зомбак тимур душнила красавчик макс в ахуе и вы красавчики спасибо спасибо брал александр за 100 рублей добрый вечер подскажите какие взять тебе с наушники сейчас я пользуюсь sony vf 1000 xm 3 уже два года и право наушник стал работать максимум один час если я не ошибаюсь то у макса были такие это переходить на airpods pro прежде чем ты будешь куда-то переходить я тебе открою страшный секрет который людей шокирует у нас просто есть знакомый наш который мы давно знаем ему продал свои xm 3 и он проделал эту операцию вполне успешно короче xm 3 собраны не на клее они очень легко разбираются на защелках и там абсолютно стандартная ватровская таблетка аккумулятор который можно за 600 рублей купить на алиэкспресс и там все меняется то есть тупо покупаешь вот эту ватра батарейку так и пишешь 1000 xm 3 battery и на алихе заказываешь и тебе в любом сервисе прямо рукам абсолютно без проблем меняют за 10 минут потому что там нет клея там нет каких-то жестких фиксаторов они полностью сервисами сервисы бельны это главный плюс что нравится xm 4 сервисы бельны но это это важно потому что например на разом практически на то есть это это минус очень серьезно я вот боюсь сломать apple watch реально боюсь потому что это все новые часы по факту автоматику по поводу перехода на airpods pro я могу сказать так у них есть один большой недостаток по крайней мере вот с теми с которыми я пользовался это тот который у меня лежит которыми от тимур достались который там у знакомых парочки брал могу сказать что с ними как повезет иногда бывают истории что они начинают хрустеть и это слышно и это раздражает неимоверно просто просто невероятно бесит но зато шумодав ничего не слышно тимур все вырезал за зубы тебе нужно вырезать из ушей свои волосы с помощью воска специального или триммер и тогда у тебя перестанет все дребезжать потому что дребезжат волосы в ушах микрофоны у них между прочим не там где вставляются волосы в уши да нет же я говорю что волосы в ушах дребезжат и за это тебе кажется что ты бежит там все ты можешь посмотреть вон пожалуйста в гугле просто набери трещат искал и дребезжа большая разница слышу меня тоже трещали я могу сказать что я менял их не давали абсолютно новый наушник и он в этот же день дребезжал это контроль качества от apple или или как бы это физические особенности ухо но поскольку я терпеть не могу твс наушники не твс просто твс а вот эти именно патроны которые вот обязательники вставляются в уши я просто вот прям не могу и поэтому более с обычными ирпоцами и соответственно или накладными или накладными за борьбу с на 208 рублей немного на тимуровском селами ты здесь бежит и ржак си агасы бар мен берин к ты клуб же тим от rd неправильно считает селами сизма же держался осы бар на наберем потеку вжить и портал дым я что это означает неправильно прочитал потому что татарское произношение должно на казахское уложить у меня у меня была хреновая тройка по татарскому но мне всегда хвалил учиться говорила вот зарезки ни хрена не знаешь язык ну какой у тебя произношение какое у тебя произношение хорошая перевод можно вдруг мы там демонов вызвали кей-то нет просто с тобой зарываются говорят что все в порядке и типа я тут здравствуйте у вас хороший поток я все так сильно ты гонял видимо стрим вместо потоками это мне яндекс только что перевел спасибо большое яндексу грейкур за 150 рублей накидал с пивком сделайте в телек соусе бешамель сижу смотрю вас и не ем бля бро давай иди пожуй ты чё как бы на самом деле круто вот он пишет нас комментариях тоже ура я в донатах а вас люблю мужики не по-гейски ну вот чуть-чуть ну ничего бро спасибо тебе большое что с нами иди поешьте в телек а то остынет да сергей онлеза 150 рублей привет салматы с первого выпуска с вами из москвы но вот обстоятельства нашел работу тут переживем тяжелые времена вместе парни спасибо вам спасибо тебе братишка спасибо тебе бро и желаем тебе удачи да и наконец чили пиздрик на 300 рублей мужики спасибо вам за все а вот если в lg oled выгорели пиксели и очистка через меню не помогает то все пора выкидывать нет не пора тебе надо договориться с чуваком например в своем городе стопудово у тебя есть какой-нибудь сервис ман который этим занимается тебе нужен сервисный пульт который вызывает сервисное меню у каждого телека lg есть сервисное меню и иногда когда не прокатывает вот это вот сброс пиксель рефрешер пиксель рефрешер он бывает тупит в консюмерском меню есть очень глубокий пиксель рефреш который вызывается через сервисный пульт и он сильно помогает очень многим вот это не байка какая-то я знаю несколько людей которые так вызывали мастера им делали собственно с чистку через сервис меню то есть поищи просто сервис мастера в своем городе вот и все ну или как у вадима елистратова придется менять всю матрицу можно эту новый тиранте у макса что жили менялся меня менялась у меня были битые пиксели это большая разница не застрявшие не выигрывшие именно битые они просто тупо вырубаться начали классно мне нам бы 8 повезло я вот сейчас когда уезжал сколько им пользовался с 2019 20 21 почти там половина двадцать второго года у меня реально не было вообще никакого выгорания как бы поэтому я прям тьфу 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 очень порадовался а теперь у меня никакого телевизора нет я печальки пишет что какой-то геморрой на ваша лет да нет на самом деле это это с любым телевизором бывает и я вам скажу страшно тайны леды выгорают там убирает подсветкой менять надо что есть круче история например у моей бабушки мы когда она переезжала у нас не так давно мы ей купили специальные телевизоры тоже samsung они не samsung lg я запомнил мантру что типа из дешевых телевизоров lg никогда блять не покупайте сука просто вот если покупать дешевый над samsung если дорогой то вот и ну типа они взаимозаменяемые и в этом плане дешевый lg конечно просто пиздец короче мы купили телевизор который вроде хороший вроде все было нормально он у нее прожил полгода через полгода знаете что случилось у него сломалась подсветка так что она начала светить сзади синим цветом и соответственно все изображение на телике было синим и мы сходили к мастерам говорит типа чувак но это все это типа все ну то есть типа поменять цветом канада полностью весь контроллер все по цвету все переделывать но это новый теле я недавно читал на хабре статью где у мужика была точно такая же ситуация абсолютно один в у нас что сделал он он смотрел на этом телике только фильмы с компа ну то есть запускал условно vlc и смотрел фильмы так он написал специальный шейдер для vlc который ему цвет меня и у него теле условно компьютер у него показывает на мониторе там с уклоном там в зеленый например да а когда ты выводишь на вот этот вот телек сломанный до который синим цветом играет идет наложение цветов и конечно получается не очень классно но в целом намного лучше чем просто смотреть синим цветом там целая там блять статья по поводу эту я жду были но это кофе люди только не придумывают лишь бы не ремонтировать вещи это какие-то конечно это прямо супер костыль но вообще я хочу сказать что опять же дешевый lg вот вы спрашиваете сколько это был трясти двухдюймовый телевизор который стоил 18 тысяч рублей ну то есть как бы это типа реально дешевый телевизор вот и на тот момент это был когда-то год 2000 где-то 19 что ли короче после этого мы купили ей samsung как раз таки 37 дюймов уже и он тоже был не очень дорогой но чуть подороже тысяч двадцать пять стоил лет так он отлично работает вообще шикарно короче и вот опять же могут проблемы случиться с любым телеком какие угодно с опять же солидами последние лет и последних поколений которые вот после двадцатого года выходит у них вообще почти проблем никаких с выгораниями поэтому но но могут случиться проблемы как у вадима когда просто тупо некачественный конкретно один экземпляр когда он просто начинает расслаиваться там матрица у меня тоже история была то есть ну вот даже не повезло то что давайте вернемся к подкасту у нас тут в общем-то продолжается драма связано точнее не продолжается заканчивается драма связанная с тем что евросоюз наконец-то принял единый стандарт зарядки названием юсбиси но и поэтому в новых айфонах с 2024 года этот стандарт зарядки собственно должен появиться и прикол в том что apple сама неожиданно вышла то есть никто от apple этого не ждал она такая вышла на сцену сказала да новые айфоны будут с юсбиси об этом заявил собственно грег джо свяк это их директор по маркетингу и не очень понятно две вещи в данной истории во-первых это будет уже следующий айфон с этой зарядкой но то есть уже будет айфон который только для евросоюза или это будет вот региональная история то есть везде будет lightning а в евросоюз будет usbc что я как человек который работает маркетинге скажу вам но в том числе как бы в бизнеса образование как бы потом продуктов и всего скажу вам что скорее всего с большой долей вероятности usbc сделают во всех телефонов это связано первую очередь чем что они так уже к этому идут через айпады через макбуки через вот это все а во вторых это связано с тем что им просто выгоднее ну вместо того чтобы эти в одной модели делать lightning а в другой делать usbc это утяжеление производства как-то ну который делается на одном заводе буквально и ну дополнительно увеличивать комплексность производства этот бессмысленно зачем они подавать что будут они будут подавать это опять защитой от окружающей среды нет это будет подаваться с как защита окружающей среды и уменьшение карбонов след то есть смотри следи за логикой ты покупаешь iphone с usbc так ты покупаешь ipad с usbc поешь ipad pro с usbc где везде usbc а кабинок один и зарядка 1 знаешь чего от макбука и таким образом экономишь на проводе на зарядочке и в итоге у тебя как бы уменьшается карбоновый след вот стоп удал так будут подавать потому что признаться честно что типа мы прогнулись под закон творчества они никогда так не сделал чувак они тебе скажут по-другому они тебе скажут что мы долго шли к тому чтобы полностью унифицировать всю нашу экосистему помните мы одни из первых usbc поставили типа в маке и типа вот у нас они были в айпадах и вот теперь будут на телефонах везде будет одинаковый провод все для вас для консумеров мы сделали так чтобы все было максимально удобно а еще помните на лайтнинге у нас был там usb 2.0 проклятые кто-то там непонятно кто делал так что вот было на usb 2.0 да а теперь знаете какая скорость будет по проводу для вас профессионалов знаете какая да вот вот и вот теперь все для вас профессионалов даришь скорость будет посмотрим то есть я жду будут смотри будет обычный кабель и будет кабель с приставкой про да но насчет кстати ну кто знает то чтобы как вы знаете и зоопарки usbc устройств вообще нереальный вот но все же жалуются на самом деле что когда они берут и там рассказывают что вот вы там на промо и можете снять себе там в долбе vision нереальный невъебенный ролик 8 там 8 к хуйка вот это все это такой да да ролик на 40 гигабайт сколько передается по проводу они такие еще вопрос большое спасибо большое спасибо за вопрос дальше да они такие говорят вообще надо все передавать через iCloud так сколько 40 гигабайт будут заливать свой клад еще вопрос этот типа а по и по airdrop можно скачать и не таким можно но следующий вопрос следующий вопрос да слушайте если уж мы говорим про повода потому что с apple все понятно тут на самом деле очень крутая новость тоже из ес это же прогрели тоже про скорости это же про скорости до связано с тем что специальная экспериментальная трасса для передачи данных которая основана на принципе передачи данных через лазер а через оптический чип но от ей удалось экспериментально передать 1 и 8 петабит данных в секунду чтобы вы понимали да это бит и петабит не петабайт петабит то есть 8 раз меньше чем я сказал до 1 и 8 петабит данных секунд чтобы вы понимали это трафло всего интернета если что ну чуть по побольше я бы сказал тоже 18 столько 18 петабайт столько генерирует мировой интернет в секунду я так понимаю да они передали это все на расстояние какое это кстати если что 225 терабайт я посчитал смысле ну это байт . ты терабайта потом к узкую что после воды сначала загугли да потом посчитай пожалуйста раздали это все на на 8 километров то есть это не какая-то история которая там типа 20 сантиметров с одного комплектора на другой мы передали 18 петабайт нет на самом деле это как парк практически в боевых условиях это все правильно я тебе сказал короче что в одном трабайте 1000 точнее в одном петабайте 1000 трабайт ну а 1 и 8 разделена на 1800 условно терабайт 1800 терабайт если разделить на 8 короче то получается 225 опять 225 чего 225 терабайт только что сказал что в одном петабайт что в одном петабайте 1000 терабайт ну а тыщу а в 1800 соответственно подава терабайт где ты короче 1 и 8 петабайт это 1800 терабайт ну делишь на 8 чем-то делишь на 8 объясни чтобы получить в байтах не в битах а байтах здесь к работе в одном петабайте я вас слушаю мне вспоминается та прекрасная картинка где врач и постепенно у врача увеличивается размеры там терапевт гигапевт мегапевт вот это вот короче ты хотел сказать что в одном петабайте да 1000 терабайт а в одном петабите соответственно это соответственно 1800 петабит это 1800 петабит да 1000 терабит 1800 терабит делим на 8 и получается 1800 1 и 8 1.8 петабита алё это сколько терабитов но 1800 терабитов до делим на 8 сколько получается терабайт вот теперь ты правильно сказал да я иду это также не не заставь терабайт нет блять сейчас тебе так сейчас тебе посмотрят люди скажут что это был неправо 225 терабайт секунду звучит уже не так классно как 1.8 петабит 1.8 петабит давайте на этом остановимся нет я хотел сказать важную штуку что на самом деле подумайте 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 о том что это же очень круто с точки зрения такой корпоративный около около консумерской около корпоративной как бы вообще формата передачи данных представьте себе что всю эту историю там условно через десять лет раскат ну там через пять лет допустим или до через десять раскатают вообще везде там на серваки на дата-центры на там типа по городам там соответственно квартиры вы посмотрите какие скорости нас ждут и самое главное что опять же вот этого и ждет microsoft когда говорит о том что ну xcloud вообще все будут пользоваться я согласен что это найдет решение там корпоративной среде даже может быть в домашней какой-то локальной сети условно говоря у тебя будет там петабитный роутер который будет тебе передавать со скоростью несколько петабит к твоему компьютеру даже один это бит присолишь но скажем честно на стриминг это никак не повлияет то что всегда стоит вопрос последней миле ну то есть он же как бы я не решила собираю что маршрутизатор циска в сраильном ведре который плавает где-то в шкафу подмосковье на чердаке там знаешь или в подвале он никак абсолютно не ему питабит терабит вообще насрать он будет сраильным ведре у него все очень просто обработает столько сколько обрала сможет все остальное просто отбрасывается на ты можешь сделать ты можешь хоть экзобайты информации на ее передавать социально будет просто срезаны куя в этом плане я хотел пожаловаться в очередной раз на свой казахстанский интернет потому что когда ты привык уже что у тебя там 500 мегабит дома что у тебя минимальные задержки что у тебя все хорошо ты приходишь и тебе говорят бро 100 мегабит ты такой типа серьезно потом захочешь типа на спид-тест он естественно убирает ближайший сервак а ближайший сервак это у местного провайдера такой зуб дает 100 мегабит реально короче заходишь там типа в этом же спид-тесте типа в любой другой сервак типа там в берлине в америке в россии какой угодно 20 мегабит 30 25 45 нормально ну я к тому что типа как бы вот эти все истории о том что как бы ты привык одному интернет а потом спускаешься на уровень ниже а там сральное ведро а там сральное ведро реально и вообще ты такой типа думаешь что бля сейчас я тут буду вообще все качать все играть и я могу сказать что ветерком когда свободный интернет у меня получается выжимать 8 мегабайт в секунду и я радуюсь реально что вот вчера там я про овервотч скачивал до из этого из ешопа и он мне реально скачивал со скоростью 8 мегабайт в секунду и скачался всего за два там или три часа в отлично было я вспоминаю как у меня дома просто начну 40 гигабайт скачивались просто так вот понимаешь легко я такой м сет немножко взгрустнул по этому поводу поэтому конечно когда мы дождемся петопитных роутеров ну не знаю может быть лет через десять но я буду очень рад этому на самом деле может быть и в казахстане они тоже появятся через какое-то время это подумал о том что петобит это идеальное название для чувака в косплей фуре о господи очень многослойная дальше переходим кстати к вопросу о чуваках и о чем еще кто советует смотрите дело в том что я тут посмотрел фильм который вышел вот совсем совсем недавно в apple tv plus кстати у него русская озвучка если кому-то интересно это нужно apple tv кстати до сих пор все везде озвучивает я думаю что это сделано в том числе для огромного количества русскоязычных людей которые живут вне россии в том числе и там в сша в европе там в казахстане и даже люди там в украине в армении там куча людей живет соответственно на руку с русским языком и как бы ну переводить на принормянский там на грузинский ну сложновато вот то что не так много народа а вот по-русски нормально и фильм который вышел совсем совсем недавно и я ничего от него не ожидал но мы с женой хотели посмотреть вечерком что-то такое то знаете такое не супер напряжное но интересно и в общем-то оказалось что написано ну вроде комедия как называется ну как бы комедии комедии называется рей и реймонд реймонд и рей реймонд и рей рей и реймонд то вы найдете и так и так его в общем то смысл в том что это фильм в главных ролях где играет соответственно у нас итан хоук и эван макгрегор и там еще играет куча других прекрасных шикарнейших актеров и это фильм знаете давно я вот не смотрел за последнее время что-то такое подобное когда хорошая трагикомедия где тебе поднимаются большое количество смыслов но они поддаются под таким с одной стороны хорошим каким-то очень интересным подтекстом знаете как говорится со смыслом с триггерами которые заставляют тебя все-таки подумать об отношениях между людьми о том какими они бывают комплексными что не бывает черного и белого что многим многие вещи надо воспринимать с разных сторон попытаться эмпатичную как-то воспринять но все это с одной стороны очень серьезно а с другой стороны так аккуратно сдавливается интересными хорошими классическими шутками которые я уже очень давно не видел комедии потому что сейчас тебе или вот прям в лицо тебе сортирный юмор да дается или какие-то шутки знаешь бывают такие типа очень специфические а здесь как-то все настолько универсально настолько аккуратно настолько хорошо подмешано что мне прям очень понравилось но это в итоге что что такое смотри трагикомедия или что это хорошая такая трагикомедия которая заключается в следующем ну то есть такая завязка сюжета что есть два брата сводных один приезжает к другому соответственно делаю в сша такой глубинке условный и приезжает к другому прямо с порога говорит ты знаешь наш отец умер и тут же выясняется что типа в общем-то отца они не очень-то любили потому что отец вел по отношению к ним и себя довольно хуёво и буквально начинают они с того что типа блин ну вы знаете как бы чет как-то не очень хочу ехать на похуй ну блин ну бро ну надо как бы ну ты чего типа и вообще мы давно не виделись там вот это все такой блин у наш отец такой гондон ну просто вот-вот не надо он говорит ну вот ночь просили там такая ситуация ну давай закроем этот гешталь ну давай такой ну хуй с тобой он говорит ты знаешь у меня права отняли как бы я бухой сел такой в ты бухой а там чувак такой прям супер правильный ну такой первый раз жизни я сел бы а кто его играет иван макгрегор и самого типа супер правильный такой чувак атакой разбит но такой раз так разбит но это объясню я просто когда смотрю на это на холка он если что вот сейчас на видео версии он справа да я всегда вспоминаю сериал который назывался good lord bird это типа птичка господа милосердного про тысячи там какой-то 800-ый год там типа гражданскую войну в сша и это вся история плашет штат него мальчик не кретенок которого там типа этот холк спасает и это на холк там играет абсолютно на хрен отбитого чувака который типа весь из себя ну такой типа за церковь за там типа бога за там ну ты понял да идею весь из себя проповедник ну вот и он там настолько отбитый что каждый раз когда я вижу это на холка я думаю о том что он идеально настолько вписался в роль что во всех его ролях я вижу этого чувака только он может сыграть поэтому когда ты говоришь типа он такой правильный такой но его точно нет нет на самом деле ровно наоборот то что это на холк здесь играет совершенно отбитого такого чувака я про это и говорю ну он здесь играть знаешь такого прям неудачника по жизни но при этом с идеалами с какими-то своими но немножко потерявшийся и там потом есть несколько вот это поворотов в сюжете которые ты совершенно не ожидаешь но они очень забавные и очень классные опять же говорю что это настолько вот давно потерянный жанр трагикомедии в который у тебя шутки так аккуратно приправлены что они не вызывают отторжение и они всегда к месту но ты при этом ты все понимаешь всю серьезность происходящего на экране что со смыслом что нужно подумать что нужно оценить что как бы каждый воспримет по-своему но при этом вот баланс между серьезностью момента и как бы иногда некоторыми шутками которые разбавляют эту серьезность настолько идеально подобран что я давно не видел такого кино мне прям очень понравился фильм и если вот вы ждете какого-то такого не супер напряженного но и не тупого фильма с со смыслом то как бы я крайне вам советую на вечерок как раз таки там под венцо очень хорошо подойдет вот я прям очень сильно советую слушайте а я посмотрел драму как выяснилось фильм называется за пивом the greatest beer run ever в английской версии и история следующем мне как мне про него рассказывали ну то есть мне сказали что посмотри отличный фильм прямо тебе очень понравится много актуального я такой окей это очень смешная комедия типа про то как чувак поехал во вьетнам пиво отвозить своим типа дружбанам я такой ну раз про вьетнам и раз там типа поехал пиво отвозить то наверное это что-то вроде не за тропического грому да ну какая-то такая вот у меня в голове сложилось мнение что это типа какая-то комедия но прикол в том что это оказалось не комедия довольно жестокая драма как раз про войну как раз про многие скажем так довольно хуёвые решения американского правительства ну и соответственно история в следующем чувак такой очень скажем так наивный работает моряком торгового флота он в баре со своими дружбанами однажды напивается и они в это время смотрят телевизор и по телевизору там естественно рассказывать что вот в вьетнаме там война все плохо там и так далее тому подобное и у них начинается вот это вот праведное американское возмущение значит как они так могут эти сми проклятые там говорить о том что мы там занимаемся ерундой какой-то нет на самом деле наши парни там заниматься важным делом я поеду к нашим парням просто завезу им пивка напомнить о себе о том что типа вот нас дома их ждут там и так далее и тому подобное я привезу им типа стандартного американского пива чтобы они поняли что про них не забыли и что их тут не хуй сосят на всяких разных там демонстрациях где всякие хипари и коммунисты собираются ну и чувак просто устраивается на ближайший корабль который может поехать в ханой и соответственно едет во вьетнам и комедия заканчивается где-то через минут 30 фильма поскольку дальше начинается фильм про войну и он довольно жесткий и местами ну прям ну очень актуальный я бы так сказал и нихуя не комедия как бы вы не хотели бы его воспринимать но при этом как ни странно это звучит это довольно довольно добрый фильм ну то есть если абстрагироваться от того что там происходит да и там играет русал кроу русал кроу я очень давно не видел и он здесь играет журналист который сидит соответственно во вьетнаме и там типа снимает всякую всякую чернуху ну короче я бы сказал что да наверное фильм актуальный он местами довольно мрачный и когда понимаешь что персонаж наивный но он попал в такой замес который никому бы в жизни не хотелось бы оказаться вот ты понимаешь в такие моменты что наверное фильм реально хороший то есть знаешь это как сравнивать то есть есть прям драматический драматический фильм да где прям драма ради драмы там не знаю там какой-нибудь тонкой красной линии там да или что-нибудь в этом подобное там даже тот же самый спасти рядового района а это такой фильм в которой после того как он заканчивается оставляет скорее такую светлую грусть ну то есть как бы да грустно что такое было но господи как же хорошо что все это закончилось так что наверное в моем понимании это хороший фильм не могу сказать что я всем его советую но наверное в такое время стоит наверно таких фильмов поберечься ну так на всякий случай вот но в целом мне очень понравилось вот такие у меня стоит в ушлисте и я прям очень хочу тоже посмотреть и вот вот твой твоя ремарка о том что на самом-то деле он совсем нифига не комедия мне наоборот очень импонирует и я прям хочу да я тоже наверное подкаст допишем иду его смотреть давайте вернемся к новость хорошую новость подожди перешим это сделаем дайте я зачитаю донат который там были если их открою к воровчанин занято 300 рублей стою в аэропорту алматы жду рейса в вьетнам буду слушать вас самолете как попало спасибо там надеюсь тебя получится быстренько скачать потому что мы часа через два наверное выложим записи на patreon так что как есть получится будем будет хорошо грекор за 150 рублей смотрю 69 выпусках еще 68 кайф это смысле дткд ведь имеется ввиду видимо скорее всего наверное да 2d каза за за 150 рублей даешь подкаста за границей айда в казахстан ну или квасеньки в турцию если документы будут посмотрим на это слушайте казахстан было бы круто но вытащить ребят сложно но как бы у нас есть еще как говорится полтора месяца так что нибудь что нибудь придумаем конечно да табакерыч взрослого занес нам 181 рубль между прочим какой вот тип вегетарианства когда человек ест из животного только соус баланьеза у сына четырех лет очень странные пищевые привычки это это нормально у меня например лев максимович сейчас что делает он приходит кушать макарошки по-флотски ест макарошки и аккуратно оставляет абсолютно все что не макарошки то есть это лук это фарш макарошки противные невкусные его интересует только макарошки это нормально у всех детей такое есть определенном возрасте так что в порядке 4 года моему 3 как бы близко фрактальный конь до 150 рублей до 150 рублей при этом ребята солны что казахстан разменял недавно тут месяц жаль не смог добраться сходки в основе отмечаю сейчас под ваш стрим 33 годика всем добра и ровесничек поздравили мы постараемся может быть сделать в астане соответственно сходку я не знаю может быть вдруг или на этих выходных получится сделать там через выходные получится у меня там 10 ряд дел вот но может быть на этих выходных мы попробуем сделать мы сейчас если между собой там как-то договоримся просто везде напишем типа в соцсетях и так далее мы выберем какой-нибудь папы и опять все вместе соберемся и соответственно если кто-то захочет там приехать потусить все вместе собраться как бы опять в каком-нибудь пабе то можно это будет сделать серж отправил нам семь с половиной евро при этом мы сталина очень рада что вы снова в эфире пасим твердишко спасибо рады спасибо тебе большое слушайте давайте вы вернем новость just in что называется да сейчас погоди я нацепил максимка нацепил ведьмач видальон в виде волка чтобы что это откуда у тебя такой кстати это из коллекционки третьего ведьмака серьезно коллекционки третьего ведьмака шла очень пиздатая реплика медальона герой я кстати могу сказать что вот этот медальон мне нравится гораздо больше чем тот который они сделали для кэвилла в сериале ага ага если ты помнишь новости по поводу кэвилла в сериале что тут выяснилось что в общем-то не все авторы не все сценаристы а их там было много кто работал над этим сериалом в общем-то там один из шоураннеров сказал вы знаете у меня было впечатление что некоторые сценаристы недолюбливали изначальный материал сапковского и даже смеялись над ним и вообще принципе и игр они не любили и в общем-то короче какого хуя они вообще этим занимались непонятно ну вот и как бы многие такие бля тогда теперь все понятно как так получилось что в сериале про ведьмака такая хуйня полная я думаю блин все так хуесосятся сериал по ведьмака он в общем-то не такой плохой оказался за сен колец понравился прежде чем мы начнем про новость можно я маленькую ремарочку полосылин колец я посмотрел в сен колец до конца и могу сказать что в конце сезона ну такой типа смотришь ну окей ладно неплохо может быть даже через два года река он там выйдет я посмотрю следующий сезон ну потому что они там типа раскачегались разогнались а потом я посмотрел игру престолов которая тоже последняя серия вышла не игру престолов пардона этот дом дракон короче игру престолов игра престолов да но я такой то есть вот сейчас будет вот такой вот замес тоже следующем сезоне я такой нет наверное я все-таки все-таки я буду смотреть лучше игру престолов что-то как-то к хоббиту и к властелину колецами как-то не тянет возвращаться вот серьезно там вообще я я я ладно пофиг слушайте тут сиди проект рэд рассказал наконец что за слайда она показала месяцем ранее точнее начала про это рассказывать если помните месяцем ранее неожиданно абсолютно ничто не предвещало беды на своей конференции для инвесторов сиди проект выкатили огромное количество слайдов что они делают кодовый проект такой четыре игры они там делали кодовый проект секой и один из этих кодовых проектов это была игра от студии сторонней по ведьмаку у нее было кодовое имя project канис majoris канис majoris это у нас в общем-то созвездие вот и его его якобы делает студия false theory эта студия состоит полностью из ветеранов ведьмака то есть это люди которые уже до этого работали сиди проекта и делали для нее игры но если тогда пошутил что типа ты такой типа закончил работа ведьмаком 3 тебе все заебало просто для невероятных ушел делать громко хлопнул дверью сделал инди-студию основанную из ветеранов ведьмака 3 и такой типа окей замечательный наконец-то мы сможем сделать игру своей мечты ремейк первого ведьмака именно над этим они работают это собственно называется канис majoris никаких подробностей кроме того что игру будут делать на unreal engine 5 мне лично кажется что это абсолютно ненужный ремейк и сейчас я поясню как фанат ведьмака которым очень нравятся игры и фильмы у меня огромная библиотека он у меня там даже герл где-то стоит вот так нет проблема в том что первый ведьмак это пересказ рассказов то есть принципе если его полностью убрать из канона третий ведьмак никак не пострадает от этого факта вообще я не согласен во-первых не полностью пересказ рассказов во вторых там уже была история с этими орденами а пылающей розы или как он там назывался где которые фист штех пробел и в общем то и на этом все и заканчивалось да вся история про этих чуваков типа ты приходишь к ордену пылающей розы и типа пытаешься победить их главного магистра мне сюжет первой части но история не в этом мне вот интересно как человеку которого очень нравился первый ведьмак давным-давно они оставят эти сексуальные карточки которые там были где на каждую вторую крестьянку трахнуть на завидом что называется я думаю оставят потому что конкретно на тему секса у сиди пиар все в порядке судя по киберпанку но ты знаешь меня другое никак сказать не другое хочется понять потому что понятно что сейчас игра в супер ранней версии вот на самом деле первого ведьмака скорее всего серьезно перепишут это будет не дословный ремейк с новыми ассетами явно как это по мосту вас какой-нибудь да нет а это будет все же ну ремейк ремейк как это например resident evil 2 или там четвертый потому что сюжет оставит точно такой же я не сказал что я скажу да это базовый сюжет они могут его оставить но им придется его как-то сильнее привязать потому что к ведьмаку третьему третьему да потому что на самом деле существует ведьма где-то вакууме вот серьезно я помню меня поразил свое время что в первом ведьмаке там есть момент где кажется какой-то из злодеев он типа звонит по вот этой штуке как она называлась магический шар да 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 я понял и он звали коп до мегаскоп точно и он звонит по нему типа королю дикой охоты и король дикой охоты выглядит в ней как призрак такой типа с костями скелета всей истории я тебя напоминаю что король дикой охоты в 3 маке это эльф в броне у которого ранятые выглядела как скелет да она выглядит броня а здесь вы как призрак на самом деле еще не до конца определились куча сюжетных а знаешь почему так тимур знаешь почему так потому что когда они делали первого ведьмака то ли книжек сапковского не было последних то ли еще какой-то ерунды не было и помню почему-то только то ли они долго строй долгую долгую долгой истории история история в том что они тогда не знали что король дикой охоты это тупо эльф и поэтому они его восприняли так как рассказывают байки что типа по небу бежит там типа огромная толпа всадников там типа это типа дикая охота и они подумали что еще по-другому призраков да можно сказать что эридин просто проецировал специально такой образ чтобы тимур все проще можно можно тупо нахуй переделать и не париться я просто прямо сейчас набрал вечер один эридин да вот и вот как он выглядел ну он выглядит как такой личкинг я же говорю что похож да да и к тому же в первом ведьмаке еще к тому же первый ведьмак вот дима правильно сказал что это долгострой потому что изначально сиди пиар игру не делали группу ведьмаку делала студия сити которая потом ушла ее разработчики ушли основали студию people can fly вот и усите там что-то не задалось и разработчики ведьмака хотели сделать игра игру где ведьмака ты мог генерировать ну то есть выбирать там пол все такое вот поэтому они взяли у своих друзей из байуэр игры которых они издавали в польше они договорились что им дадут движок аврора энджин на котором сделаны в интернете который вот как раз с этой целью что генерация персонажей генерация подземелья и в итоге они сделали линейную сюжетную игру за геральта потому что они заебались просто вселенную ведьмака подстраивать очень многие вещи сделали в последний момент там куча вещей которые никак нахуй не бьются с книгами и скорее всего их поправит за что самое тупое было в первом ведьмаке прям вот самое блять невыносимое там где-то в середине игры ты приходишь на болото и это болото это вот самое блять мерзкое что можно было придумать потому что это просто скучно сука дни до невозможности и ты ходишь по этим болотистым местности там огромное количество квестов и пропустить их нихера нельзя потому что они типа ну для этого для так сказать для сюжета важных да или такой господи боже мой можно пожалуйста нет мне кажется это было прямо ну короче посмотрим я не против мне первая часть очень нравится у нее особая такая клёвая атмосфера посмотрим что получится вот но им действительно надо будет ее сильнее завязать стройка поэтому я думаю они и достаточно сильно переделывают то что у меня есть ведьмак один на маке слушай запусти я думаю будет у тебя работать хорошо за счет и динка ты же есть пока мы не убежали от темы сидя проекта ты что-то джанерс посмотрел да я посмотрел аниме которое вернуло людей в киберпанк она называется киберпанк бегущий по краю cyberpunk этж раннерс и я могу сказать так вот если бы я был тимуром я бы сейчас сказал что идите смотрите там такая еба происходит в каждой проблему в том что я не помню даже как блять главного героя зовут настолько для меня это вот наш generic action то есть я посмотрел все что там происходит даже просто не запомнил ничего помню что это было ну нормально но прям чтобы бежать и после этого перепроходить киберпанк у меня не возникло такое такого импульса то есть я не понимаю почему люди внезапно так к этому относятся да можно можно мнение сюжет не впечатляющий сюжет я просто тоже посмотрел и поскольку у нас был такой по объективным причинам перерыв как-то оно потерялось и сюжет объективно о хорошо вписан во вселенную киберпанк именно на столке даже не игры но у него есть проблема это явно задумывался сериал на 24 серии вот тимур поймет о чем я так называю и курса да корс 1 корс 2 есть в аниме понятие когда 12 или 12 серий разделяют 26 2 25 26 да но где-то 25 серий 24 серии называется два корса и в определенный момент видимо из-за того что игра полетела не так как хотела сиди пиара не сократили сюжет 12 серий явно чтобы сэкономить на продакшене и на всем остальном типа урезать косты чтобы если что не так сильно проебаться это заметно он реально урывками сюжет идет он развивается неравномерно куча персонажей недораскрытые тогда но есть один плюс очень серьезно я понимаю почему люди хуйнули в игру хотя для меня это тоже не сказать что прям охуеть какое впечатление произвело это рисовала студия триггер студия триггер это чуваки которые рисовали кучу ярких очень таких экспрессивных необычных по визуалу аниме и edge runners реально очень яркий и визуально он оставляет очень сильное впечатление особенно если ты очень много смотришь аниме у тебя есть все-таки какой-то переключатель как оно должно выглядеть edge runners выглядит не так он очень сильно запоминается и поэтому люди идут в игру мне кажется дело исключительно в том что он реально выглядит не это это заслуга мне кажется даже не создатели аниме и не cdbr это заслуга исключительно понтсмит и который придумал такой сеттинг нет я имею ввиду палитру дизайн персонажа сейчас можно то есть я сейчас про визуальный стиль самого анима говорит по и что консмит охуенный я могу сказать что идите почитайте книжку которая идет к настолке она охуительная мы вот сыграли одну партию буквально напротив выходных шикарно получается я теперь понимаю почему киберпанку так тащится на стольчике он реально клёвый но но аниме она реально ну очень неровно но при этом я могу понять чё чё так зашло людям вот серьезно кстати они сказали что второго сезона не будет потому что задумался он вроде как сандалон до 1 сезон но при этом самое смешное что в некоторых интервью они говорят что ну столкнулись типа с огромным фанатским типу хайпом так что скорее всего может быть возможно мы точно не знаем но наверное может быть мы сделаем еще один сезон это будет блять да что там еще можно рассказать но как бы ну кому а я думаю бесконечное количество персонажей разве что смотри джанерс да у него не будет второго сезона будет просто другая стандалон история чуваки вы забываете что если вы ходите читаете всякие замечательные записочки в киберпанке то вам расскажут про борьбу в других регионах а не только в найду же да там ровно про них на марта сложно кучу там можно вообще до хера всего рассказать дим целевую вселенная бескрайняя на самом деле кроме шуток ну короче у меня впечатления никакие вот честно я ничего бы не потерял если бы не посмотрел мне кажется что это ерунда максу я так понял что понравилось тимур ты не смотрел пока нет но он у меня стоит уже потихонечку тоже потому что я сейчас начал смотреть из аниме довольно интересный соответственно человеку бензопилу мне он действительно очень понравился прям реально крутой но я посмотрел пока вот только те сеть которые вышли там может быть все что угодно но сюжет действительно очень интригует и выглядит круто но я думаю что его стоит обсудить тогда когда выйдет еще да надо на самом деле дождаться пока он вообще целиком выйдет потому что зная мапу они найдут где бастаться слушайте говоря тоже как вариант про впечатление я тут на стриме полностью прошел если вам лень в это играть игру маленькую такую игру по вархаммеру 40 тысяч а называется шута с бладен тиф и она необычно тем что это metal slug про орков да это буквально это вот шикарное описание самой игры вы играете за большого орка у вас на вас нападают всякие танки титаны и прочая техника империума и самое прикольное в игре чего не передавали ролики чего не передавали вообще в целом промо материалы которые к слову были абсолютно отвратительны поскольку игра оказалась гораздо веселее и милее чем она была в трейлерах это то что у нее пародийный тон это очень освежает то есть ты играешь такую игру по гримдарковой вселенной и на тебя выходит такая большая меха так называемый имперский рыцарь и пафосной озвучки такой я имперский рыцарь дома императора там значит клауна такого-то и он четыре минуты читает примерно свою должность по счет внизу появляется семиэтажный субтитр кто он такой я могу искать на чем он не напоминает она похожа на игру про мафию разработчики а да да это делали те же чуваки она очень анимация похожа у неё клёвая музыка она классно выглядит не огромное количество пасхалка она очень недорогая нас по моим 400 рублей в стиме если захотелось поиграть самим обязательно возьмите поиграйте если вы не хотите поиграть но хотите просто окунуться в это безумие вот нас есть стрим она проходится ровно за три часа как в аптеке просто но это очень клёвая милая игрушка на один вечер да я играл на изи но она и на изи там тебя поёбывает в этом плане все хорошо плюс в игре есть кого это важно в игре можно поиграть в коопе и несколькими орками ходить разъёбывать бейн блейды короче увлекательно по вахе сейчас выходит не так много хороших игр вон дарктайд ждем так что скоротать вечерок если вы фанат если слушаете кабинет лора очень советую прикольно тоже димка давай вот главных игровое впечатление ли ты единственный кто у нас поиграл я поиграл в call of duty модерн арфер 2 и я сделал большую ошибку я поиграл мне два раза дело в том что я ее прошел без стримов ну то есть вот просто как на это в свое удовольствие за несколько дней так спокойненько на нормале пробежал и у меня сложилось такое впечатление что типа ну некоторые моменты конечно сделаны через жопу но в целом в целом наверное норм ничего такого там типа нету особого но но потом я прошел я на стриме еще раз уже на изи в этот раз и могу сказать так конечно второй раз это был просто невыносимо сейчас объясню почему дело в том что где-то летом этого года я купил в турции первую часть модерн афр который 2019 года и неспешно пробежал одиночную кампанию потому что я напомню что мы играли когда в девятнадцатом году в нем и хохотали над постановкой дом бегали от в урзикстане да там в бегали от пьяного русского спецназа и хохотали над клюквой могу сказать что в 2022 от нихуя не клюква и это воспринимается довольно тяжело и поэтому я играл в первую часть такой знаешь ну типа как как вот без глумления над над игрой да ну то есть типа как вот она хочет чтобы я в нее играл то есть игра хочешь ты пошел туда я пойду туда они будут стоять там в углу и или там делать что хочу и так далее то что я понимаю что call of duty это такой типу шутер на рельсах да то есть шаг лево шаг вправо нельзя потому что разработчики так не придумали еще так так чтобы это было но и когда ты играешь первую часть ты понимаешь насколько они хорошую большую работу проделали то есть они действительно перезапустили сюжетку modern warfare 1 они действительно это сделали довольно неплохо некоторые моменты прям отлично сделаны некоторые моменты прям такой вау эффект да то есть и такой думаешь ну блин абсолютно заслуженно игра должна была получить сиквел и она его получила спустя три года вышел modern warfare 2 и здесь начинается грустная часть дело в том что с каких-то хуёв они решили что надо тон игры я напоминаю что call of duty это всегда такой техно триллер да то есть это игра которая типа как бы реалистичная но не слишком да ну то есть как бы вот вот без без прям совсем адской реалистичности они решили здесь ее как-то занизить что ли то есть по убирать всю вот эту движуху который может только в call of duty происходить и вернуть туда такие типы типичные боевые действия которые там военные ведут против там других военных или например там полицейские ведут против наркокартеля или еще что-то и в этом плане call of duty modern warfare 2 слишком на мой взгляд реалистичны в ней нет вау моментов то есть их можно там пересчитать по пальцам одной руки да то есть их не очень много в ней нет каких-то таких моментов которых ты просто охуеваешь там не знаю там в ней не падает эйфелева башня там знаешь там разъебывая половину города в ней там нету атомного взрыва ядерного взрыва каких-нибудь там взрывающихся вертолетов нет здесь все очень приземленно и ты смотришь на все эти истории думаешь блин но это же как бы с одной стороны может быть и круто но с другой стороны это очень скучно и в какой-то момент ты понимаешь что в игре буквально есть всего пара моментов от которых ты охуеваешь там от графона от постановки от всего остального этот момент когда-то вы высаживаетесь нам там нефтяной вышки он прикольно сделан и как ни странно момент с погоней а здесь они попытались повторить uncharted и с повторением uncharted а есть одна большая проблема то что компания как она там типа infinity world да она к сожалению не ноти-дог и у них не получилось сделать эту замечательную погоню именно таким образом как она сделала было в uncharted то есть вся погоня которая там есть мало того что глючная до ужаса так она еще и пиздец какая скучная потому что вы персонаж буквально перепрыгивает с машины на машину и делает это раз 30 наверное завести эту тянущуюся медленно и отвратительно миссию и у меня сложились очень смешанные впечатления по поводу компании то есть смотри ты играешь в первую половину игры она в принципе тебе нравится в ней прикольная постановка даже относительно неплохой сюжет по меркам call of duty это важно да ну то есть потому что же блять call of duty камон всем важен сюжет и потом началась вот эта погоня и после этого игра начинает скатываться вот просто в банальщину и скукоту ну то есть это реально просто грустно если в первой части например были моменты где ваш отряд там этих бравых спецназовцев защищает помещение если помните там была миссия в лондоне например где прайс там и все остальные в доме заходят там типа выключают свет они значит прибора ночного видения они заходят на что в первое помещение там раз там террорист метнулся там из из одной комнаты там в другую да и ты там типа его пытаешься найти раз там другой шкаф и выбернул у тебя да то есть это было во первых свежо во вторых это было неожиданно во вторых это было сделано круто знаете сколько раз повторяется вот именно этот классический момент когда ты защищаешь помещение блять в этом call of duty раза три четыре да раз десять наверное если 15 к этому моменту когда ты защищаешь эти помещения просто заебывает этот момент но дальше там происходит очень странные моменты там с местным скажем так геймплеем который сделан следующим образом в какой-то момент игры у тебя отбирают вообще все оружие и тебе надо шкериться между местных там спецназов которые там ходят ну типа по стелсу надо пройти казалось бы ничего сложного но они с каким-то хером добавили туда крафт о боже я так понимаю что крафт они добавили как типа обучалку для того режима который будет в варзоне новый потому что с этой call of duty выходит новая обновленная варзона варзон 2.0 как он там называется смысл в том что это будет не только варзона но и еще новый режим который называется dmz этот как бы типа и то и другое выйдет короче это выглядит знаешь как вот лично для меня как это выглядит это так как в battlefield 2042 добавили вот этот режим с battle royale extraction да и тебя прям обучают этому этого этой истории и тебе прямо показывать историю но никто блять в это говно играть не будет вот я практически уверен что в school of duty примерно такая же ситуация получится они позиционируют этот режим типа как торгов ну то есть ты там типа крафте что-то мародеришь там не знаю еще какие-то там не за банки склянки в мусорных баках и так далее для того чтобы типа выжать на заметь что там буквально в ящиках лежат аттачменты для оружия и я думаю что это все еще в пбг же тянется тоже к том числе и вот в зоне это тоже есть как бы то есть это типа из говна и палок должен себе сделать еба персонажа да и потенциально я так понимаю что я просто не играл это в торгове у тебя правильно я понимаю что этот лут он у тебя в целом остается как бы то есть он как бы ну то есть ты можешь вытащить его из игры конкретно нет конкретно в как он называется конкретно в компании это происходит два раза за всю игру то есть я говорю про тарков вот как как артарков на тарков да ты можешь вытащить там типа в себя прюкзак напихать всякую ерунду и так то в следующий раз когда ты рис понесешься как бы в следующей катке у тебя есть это с собой его из более крутым если с собой возьмешь туда но как бы все люди которые играют торгов они боятся то что они проебут эти вещи поэтому берут да там надо надо менеджерить потому что могут обобрать и даже за страхованные вещи не всегда возвращаются ну да ну то есть идея в этом то есть ты выбил какой-нибудь супер-пупер там оружие ты вряд ли с ним пойдешь потому что ты слышишь ты его потеряешь лещей катки понимаешь то есть вот такая история но здесь не так здесь в этой колде тебе явно это обучают это вот зачатки явно того что будет в варзоне далее они добавили в эту колду моменты из конкретно варзона например там ты надеваешь на себя бронепластины то точно так же как ты делал это в варзоне то есть нашел бронепластины вот нажал треугольник воткнул себе эти бронепластины как это было в всех последних в этом режиме нет в том-то и дело что не это буквально было последний колледжи даже мультик лавана броня которая ты мог засунуть в себя зажав кнопку это было последних даже три нескольких частях 3 слота для брони да а с собой ты скажешь 5 я не помню сколько с собой но ты типа прямо зажимаешь и по одной прямо в себя вталкиваешь это было последних частях знаешь откуда появилась откуда появилась откуда это появилось вот доллар зоны было батл роялях назывался blackout или как это назывался за короче везде карасу секом по короче это это механика который не спиздили из батл рояля это вот они взяли и за каким-то хером запихнули ее в компанию но прикол не в этом знаешь скольки миссиях компаний этот момент встречается в одной то есть у тебя нету консистенции такого знаешь что там типа тебя самого начала этому учат и всю игру ты этим этим занимаешься нет ни хера подобного только блять в одной из самых последних компаний ты начинаешь находить эти арбор тебе блять никто не объясняет что арбор можно вставлять и когда это обнаружил я такой типа а чё нельзя было какой-то там блять туториану ладно типа игроки в call of duty не дураки разберутся сами да ну то есть такая была логика это блять очень странный момент второй момент зрелищность то есть как бы смотри для чего нужна вообще компания в call of duty она должна и бошить графикой в принципе местами и бошит они реально постарались в этот раз второй момент она должна и бошить какими-то событиями которые от которых ты там типа вау уж тем круто сделала до конца и нет ну типа как знаешь как в анчарте на период эти вот записи когда там типа мост обваливатель там пояса ходит средства только более кашка сделала да там тогда вы в call of duty должна быть такая же история блять у тебя весь вся эта колда она занимается тем что ты блять методично очень медленно защищаешь блять одно здание до другого здания и проходишь по этому зданию блять там не знаю от парковки до следующего здания и так далее и как бы это звучит может быть весело но на самом деле это блять пиздец как скучно и в какой-то момент ты понимаешь что вангард был говном да вот предыдущая компания call of duty ну то есть он был при реально скучный пиздец black ops cold war был классным но вот modern warfare 1 которые они сделали вам чем это было сделать вам надо было сделать сиквел в котором все то же самое только больше круче и замечательный а в итоге блять ты проходишь и цикл думаешь господи наконец-то это говно закончилось вот такое вот ощущение у тебя от новой компании в колды и это блять бесит потому что я честно ожидал что эта компания будет очень крутой потому что я тебе напомню но предыдущая modern warfare от которой в 2009 году вышла да ну которая вот была и скажем так игрой которую они в этот раз ремейкают данте переосмысляют она была самой продаваемой игрой на xbox 360 и 3 модерн ворфер прости меня ебашил так что если вы хотите ну если вдруг вы не играли потому что сейчас мы уже подошли к тому моменту когда вы могли не играть все что может описать модерн ворфер 2 именно на или боксе дождь из ебаных вертолетов да 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 то есть нету таких вот эффектов вау дальше когда смотришь думаешь блин как классно поставлен как круто сделал нет вместо этого у тебя просто достаточно скучные перестрелки мне понравилось но я карио дома такой да да кстати вот реально похоже местами на сикарио потому что они с каким за каким-то хером вели в сюжет этого call of duty наркокартель и как я читал по слухам ну то есть еще до того как игра вышла история с наркокартелем была довольно такой типа комплексной и эту историю они должны были в call of duty запихнуть и она была полностью вот именно по конкретно про эту часть калты то есть только наркокартель только с ним разборки и там показывают там типа зверства наркокартеля показывает там всю эту историю с там в интернет врей будущем в какой-то момент на них дошло что наркокартель по меркам местных спецназов это слишком как-то мало да а давай-ка мы сюда добавим военных а давай мы сюда добавим там типа угрозу в очередной раз ядерной войны а давай мы все и то добавим и в итоге у них получился сюжет который вот белыми нитками пришит к этому наркокартелю несчастному. Ну, то есть, нахера иранским террористам сотрудничать с наркокартелем это, блядь, странно просто. Ну, то есть, это с точки зрения просто логики не поддается. Ну, возьмите, не знаю, какие-нибудь там ближайшие к себе наркокартели, которые там же в вашем Иране с Радом находятся. Ну, то есть, сделайте так. Нет, вместо этого мы катаемся по всему миру, а для чего это происходит, это просто бессмысленно. Короче, ты не очень советуешь. Я уж молчу про сюжетные повороты, когда, знаешь, там, типа, мы гонялись за там, страшным террористом, типа, не знаю, там, три миссии подряд, разъебали половину города, там, мексиканского, и в итоге нашли этого страшного террориста. Ах, да, мы же находимся не в собственной юрисдикции, поэтому давайте его отпустим, он придет к нам в конце игры. Это такой, блядь, ну вы серьезно? Ну, то есть, это очень тупо, и я могу сказать так, как ни странно, первая часть Modern Warfare мне понравилась гораздо больше, в разы просто. Вторая часть, ну, может быть, только графоном поражает, ну, то есть, графон реально улучшили, да, и так далее. Но вот эти вот сетписы, которые должны тебя в Call of Duty, как бы, развлекать, они здесь не бьются. Потому что для меня конкретно Call of Duty, это что такое? Это шутер на рельсах, но это прикольный шутер на рельсах, в которых тебя развлекают постоянно, который состоит из взрывающихся вертолетов и разъебанных подводных лодок, да, и так далее. Здесь я вижу скучную игру, да. Кстати, правильно сказали на стриме, что это похоже на Battlefield Hardline. Ты знаешь, при этом, да. Ты знаешь, меня в первую очередь удивило вот что, что они, по сути, взяли все локации и основные идеи Modern Warfare 2 оригинального, ну, типа, было в море и на вышке, как бы, да, там, на этой, на нефтяной, здесь делали тоже, ну, типа, больше на корабле, но вышка тоже. Может быть, ты помнишь? Павелы есть? Есть, как бы. Знаешь, там, типа, вот куча вот этих мест, а в пустыне есть? Есть, как бы. И, то есть, вот, все вот эти вот места, которые в основном были в той части, ну, кроме снегоходов, это, конечно, упущение, они почти все, типа, как-то попытались воспроизвести. Ну, есть момент. Да. Они все сделали скучнее. Да, гораздо скучнее. Там все было прям, гораздо скучнее. Там все было прям, вау, просто ебашилово было. Даже предательство было намного круче сделано в компании, в оригинальном Modern Warfare 2, чем здесь. Здесь прям, ну, какая-то такая скукота прям. Я вчера сидел, и прям, мне было грустно прямо на стриме. Я просто в очереди в больнице, у меня сейчас такие вот, извините, сеттинги, да, я в очереди в больнице с телефона смотрел, собственно, стрим Димы и Тимура. И такой, может, просто сетпис неудачный, сейчас ебашить начнет. Очередь двигается, не ебашит. Очередь двигается, все еще не ебашит. Наша очередь уже прошла, а мы сходили-вышли, все еще не ебашит. И тут, и тут, ты знаешь, я не так давно, ну, год назад это было, мы с Димой как-то синхронно напоролись, мы перепрошли Infinite Warfare. Вот, который считается не самым удачным Call of Duty. Он считается не самым удачным, потому что народ его за хуесоса, за мультиплеер. Да. А мы про компанию исключительно говорим. Блядь, компания там просто охуительная до сих пор. Просто вот от старта до финиша ебашит. Немного смазанная концовка, это не отменяет того факта, что там 10 разных механик, они постоянно перемежаются, там постоянно меняются декорации. Ну и просто, я бы сказал, что мы с тобой любим sci-fi. Ну, я не спорю, но просто, когда огромный крейсер падает в залив, цунами накрывает город, после чего ты по улицам Швейцарии сражаешься с роботами, чтобы взять космический лифт. Это немножко отличается от прыжка между пикапами, нет? Прыжок между пикапами? Хуй с ним, Макс. Ну, то есть, как бы эту миссию ты переживешь. А как тебе, блядь, вот это постоянное шныряние, блядь, в поисках, блядь, не знаю, разъебанного вентилятора в помойке лежащего. Ребят, оборона Бургер Кинга. Where? Понимаете, где моя оборона Бургер Кинга? Насчет обороны Бургер Кинга, потому что в оригинальной Modern Warfare 2, я напоминаю, история была в том, что русские напали на Америку и захватили ее, типа, за три дня. Что в контексте сегодняшнего мира звучит очень смешно, но неважно. Короче, вот это... И там была прям целая миссия, где, типа, браво, американские солдаты обороняют, ну, типичный, типичный Макдональдс, такой, типа, забегаловку с бургерами. Вот. И это очень прикольно было и очень свежо выглядело тогда, в 2009 году. И я думал, что, блин, как они этот момент обыграют, как они этот момент обыграют. Очень просто они его обыгрывают. Знаешь как? После титров Call of Duty Modern Warfare 2 нового те показывают буквально миссию с чуваком, который Макаров, помнишь, Макаров, который, типа... Ну, примерно, ну, допустим. Если помнишь, была миссия в оригинальном Modern Warfare, типа, No Russian называлась, и, да, ну, типа, надо было расстреливать гражданских в аэропорту. Но... И эту миссию вырезали, я помню, что в русской версии она была вообще вырезана херам, её буквы вырезала, по-моему. Но... И история была в том, что, типа, как же вот они этот момент обыграют? Так очень просто. Они взяли и этого Макарова по сути выкинули нахуй сценарий. Его нету во второй части игры. А чё вы тогда ремейкали? Простите, пожалуйста. То есть вы как бы полностью переосмыслили сюжет? То есть он вообще не похож на оригинальную игру? Зато у тебя есть Гастасоуп. Зато у меня есть Гастасоуп, да, и у меня есть... И цена капитана. И замечательные есть миссии, типа, с крафтингом, которые, ну, честно, в Call of Duty смотрятся как на перше, пизде, руках. Ну, серьёзно. Главное, что есть цена капитана, всё нормально. Короче, всё это они перенесли явно на третью часть, которая выйдет там через три года. Делси через год. Делси в следующем году будет. То есть не выйдет, не выйдет новой части игры, а выйдет DLC. Сюжетный DLC решёт. Сюжетный DLC решёт. Делают за деньги, да. Ну, может быть. Вместе с сезоном. То есть, грубо говоря, выйдет новый сезон и выйдет, соответственно, DLC. Ну, так как к Вальгалу сделали, как бы, и сейчас к Вальгале, по сути, будет выходить сюжетный DLC. Делси уже не будут, я думаю, что... А, точно, его же переделали под отдельную игру. Там уже всё, да. Там всё закончено. Ну, короче, понятно, почему мы так сделали. Всё это понятно. Но почему меня это так расстраивает? Потому что я покупал в Call of Duty всегда не ради мультиплеера. Я играл в него, конечно. И в Warzone играл, и во все эти там миссии. Даже в зомби мы когда-то играли, знаешь, там, типа, бегали. Интересный был режим. Но я всегда покупал колду ради сингла, и мне всегда казалось, что вот сингл в Call of Duty это развлечение на 6 часов, но зато эти 6 часов тебе прям классно, да? Ты так прям показывают ёбу какую-то, и ты такой, блин, как круто. Последний раз так было, когда был Black Ops Cold War в 2020 году. И больше классно не было, это правда. Вангард был полным говном, и вот этот мод на FF2 мне вообще не понравился. При этом я хочу похвалить, что они сделали несколько вещей, которые классные. Во-первых, они переделали стрельбу, она намного лучше сделана, чем в предыдущих играх. То есть мне прям очень нравится, как они сделали это. Я с нетерпением жду, когда там они откроют мультиплеер, можно будет хотя бы попробовать, да, там, как это работает. Уверен, что меня будут нагибать и дальше, как во всех этих в Call of Duty. А в второй момент они сделали графон. Микрофон классный, но всё остальное меня, блядь, расстроило пиздец. Я такой, типа, ну, значит, в этот раз Call of Duty проходной. Ну ладно, хуй с ним. Вот так. Идти по игре в обербочек. Такое вот у меня впечатление от Call of Duty. Вот так. Слушайте, мы тут очень много ещё упоминали Uncharted одной строкой. Давайте упоминём непосредственно Uncharted Uncharted. Тут Uncharted Legacy Collection вышла, точнее, в общем, четвёртая часть её дополнения вышли в Steam'е, наконец. Они очень долго шли к этому релизу, задержались, их планировали выпустить ещё летом. И стартовали, но пока они очень неважны. Это худший эксклюзив PlayStation, который стартовал на платформе. То есть, его 10 тысяч человек играло на запуске. Для сравнения, в God of War играло 90. В Days Gone играло 100 тысяч. Даже в Days Gone играло больше, да. И почему так? Тут, как ни странно, мнение 2, они скорее не противоречат, а дополняют друг друга. Мне кажется, это оба правильных мнения. Первое, это то, что, во-первых, все, кто хотел поиграть в Uncharted 4, это уже сделал. Это чуть ли не самая играемая вообще игра на PlayStation. А, то есть, такие у тебя оправдания, да? 40 или 50... Звучит жиденько, Макс. Да, 40 или 50 миллионов человек поиграл он на PS4 в игру. Ну да, звучит так себе. Вторая теория, и мне она кажется куда как достоверной, это то, что в отрыве от первых трех четвертая часть с дополнением особо никому пока не нужны. Им надо было выпускать именно... Все части. Все части. Я согласен. То есть, может быть разными разными юнитами, то есть, не обязательно это все в один пак объединять, но выпустить сразу первую, вторую, третью, учитывая, что у них есть полностью ремастер на PlayStation 4, уже x86, что называется, порт произведен. А в вакууме четверка классная игра. И вот с Legacy классная игра, но чтобы, что называется, вкатиться, вы не покупаете, я не знаю, там персону, фу, персону, плохой пример, вы не покупаете условную какую-нибудь очень долгую серию, которая сюжетно завязана друг с другом, просто вот так рандомно из ниоткуда, да, без предыдущих частей. Я тебе могу сказать, что почему твой поинт хороший, но полное говно? На самом деле, все поинты Макса были дико жиденькими, сейчас мы их разъебем просто. Смотри, почему этот поинт полное говно? Потому что Uncharted 4, когда он делался исключительно для PlayStation 4, в каком году? В 15-м, они тоже столкнулись с этой историей, что вот условный ты консольщик, для тебя PlayStation 4 первая консоль, у тебя не было PlayStation 3. Так они потому что перед этим выпустили предыдущие? И ты делаешь... Нет, они не выпустили предыдущие, предыдущие еще после Uncharted 4. Ну вот, и как это сделать так, чтобы игра и продавалась одновременно, и не расстраивала игроков, которые в душе не будут такой Нейтан Дрейк? Очень просто. Мы делаем историю, которая, по сути, начинается так, что тебе не надо знать, что происходило в предыдущих частях. Ты просто знаешь, что вот был чувак, искатель приключений, у него есть жена Елена, у него был когда-то брат, про которого, кстати, в предыдущих играх ни разу никто не упоминал. И вот, типа, у тебя вот такая история с ним происходит, и ты моментально втягиваешься в сюжет. Пацаны, тебе не нужны предыдущие части, но предыдущие части вышли за год до 4-го Uncharted, на PS4. Замечательно, прекрасно. Что-то ты, Макс, уверен? В 15-м году, 7-го октября, вышел Нейтан Дрейк Коллекшн, 10 мая 16-го года. ну что за... Вот можно, пожалуйста, я понимаю, что ты хочешь доказать свой поинт, но ты сейчас звучишь максимально глупо, потому что Uncharted 4 и Legacy Collection, между ними разница в 2 года, Uncharted 4 вышел, практически почти на релизе PlayStation 4. Ты не прав, Тимур, он вышел в 2016-м году, а в 2015-м вышла коллекция, если тебе лень спросить Google... Сейчас я буду пиздить, ладно, в 2016-м году. Я обосрался. Смотри, Макс, объясню, объясню смысл. Legacy Collection никто, блядь, не покупал, все покупали четвертую плойку вместе с бандлом на, там, типа, Uncharted 4, либо просто отдельно Uncharted 4, потому что это была графонистая, пиздатая по тем временам игра, которая, ну, типа, ты видно, что ты покупаешь Next Gen, да, для PlayStation 4 вышел, классный. А когда ты видишь, как выглядела Legacy Collection, ну, такой, типа, ну, типа, игра старая, с PS3, нахуй она мне нужна. Поэтому Naughty Dog сделали вполне логичную историю. Они сделали четвертую часть вполне себе стандалон истории, которая отлично и замечательно играется, даже если ты не знаешь, что такое Nathan Drake. И вот именно этот твой поинт, что, типа, на ПК надо было сначала объяснить людям первую, вторую, третью часть, это хуёвый поинт. Потому что, ну, никто не будет играть в первую, вторую, третью часть, они слишком уже устарели. Да даже Uncharted 4, который сейчас на ПК вышел, ну, по современным меркам это, ну, такая себе игра. Она, конечно, классная и замечательная, но это не та игра, ради которой ты бежишь покупать. К тому же, все те ПК, которые давным-давно слышали про Uncharted, они наверняка уже видели его и на Ютубе, и на стримах там всяких стримеров, и когда она вышла на PS4, и когда вышла обновлённая версия на PS5, все уже 10 раз видели, как выглядит Uncharted. Именно поэтому у неё такие достаточно скромные продажи. И вот так вот Дима Витиевата объясняет мой тезис. Все, кто хотел в неё поиграть или увидеть, давно это сделали. Да. Ну, на самом деле... Слушайте, на самом деле важный момент здесь заключается немножко в другом. Дело в том, что, во-первых, релиз игры нацелен был в период, когда она ни в коем случае не должна была выходить. То есть Uncharted 4 должен был на ПК выйти зимою, или летом, или ещё что-то. Но не в горячий сезон. Но не, блядь, в Call of Duty одновременно и другими сериями. Ну, то есть, это максимально тупо. Второй момент. Маркетинг настолько хуёвый, что огромное количество людей просто не знает, что Uncharted 4 уже вышел на ПК. Я скажу даже больше, что в момент, когда вы сейчас заходите в Steam или в Epic Games Store, вам на первых местах показывается всё, что угодно, кроме Uncharted. А все вот эти как бы листинги, соответственно, которые вам могут показываться во всех этих сторах, они все в основном делаются по договорённостям с создателями. И, соответственно, PlayStation не пришла, не занесла денег, не договорилась о партнершипе ни со Steam'ом, ни с Epic'ом, чтобы прям ебашило, вот прям зашёл, блядь, Uncharted, 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 письмо отдельное про Uncharted, типа wishlist Uncharted, там, типа, реклама везде Uncharted, потому что они воспринимают этот релиз как гипер-второстепенный, ну, типа, вышел и вышел. И опять же, то, о чём говорит Макс, типа, что игра вышла очень давно и, типа, в неё все поиграли, это самый, блядь, старый релиз PlayStation'у на ПК. Это игра, которой 8 лет, понимаете? Ну, там, окей, не 8 лет, 2016-е. Очень важно, что это не нишевая игра, которая 8 лет, это федлайнер, платформа, которые вкладывали вообще везде, то есть во всё, нахуй. Ну, то есть, смысл в том, что у тебя, там, Spider-Man вышел, как бы, не очень большой разрыв, God of War не очень большой был разрыв. Days Gone очень маленький. Days Gone вообще маленький разрыв, как бы, ну, то есть, между всеми этими играми разрыв с ПК был маленький, поэтому количество людей, которые такие, типа, о, бля, знаете, потирают ручки, типа, там, вот, PlayStation теряет эксклюзивы, ха-ха-ха, ну, потому что это было реально, типа, когда Days Gone вышел спустя, ну, маленький промежуток времени. Ну, год, год там где-то был. Все такие, типа, ха-ха-ха, как бы, вот угарно смешно, да, когда на Чарте 4 вышел, ну, блядь, он уже, ну, очень много лет есть на PlayStation, и это, знаете, это Сирен Су сейчас возьмут и выпустят Infamous, там, Second Son, и, как бы, ну, даже шутить не надо, потому что это очень старая игра, хоть и очень крутая, очень красивая, очень классная, но это старая игра, понимаете? Если, как бы, сейчас возьмут и выпустят, вот, например, там, новый Dark Souls, да, который вот только-только, не Dark Souls, а Demon's Souls, который вот только-только вышел на PS5, и тут же сейчас его выпустят на ПК, вот опять все такие ха-ха-ха, и в него реально играть будет до худища народа, просто. Я просто напомню, что Demon's Souls вышел два года назад. Да, ну, то есть я имею в виду, что если его сейчас выпустить, как бы, на ПК, то все будут просто там обсираться, играть в него, там будет 100 тысяч человек, вообще в Steam'е будет просто супер-купер-успех. Но при этом, опять же говорю, вот Infamous Second Son не будет, Killzone Shadow Fall и сейчас выпустить тоже не будет супер-купер-успеха. или Until Dawn даже выпустить, и чё. Да, ну, то есть супер-успеха не будет, потому что, ну, игра реально уже вышла очень давно, поэтому я думаю, что такого супер-успеха не будет. Короче, очень спорная история, опять же, я думаю, что если бы он вышел зимою, и если бы была бы нормальная рекламная кампания, если бы нормально всем сообщили, блядь, он вышел, эй, вышел, куча народа бы хотя бы об этом вспомнили, потому что, я уверен, что много людей прямо сейчас из нашего подкаста, из наших слушателей, узнают, что, блин, реально, он же вышел, его анонсировали, все ждали, но про это никто не знал, что он уже вышел, да, вот теперь вы знаете, что он уже вышел, идите, поиграйте в Steam'е, купите себя. Слушайте, говоря про еще сюжетные игры, я часто вижу упоминания, просто мы идем в прямом эфире, и нам пишут комментарии, что типа, я вот тут поиграл в Uncharted, он летает, а запустил я Plucktail Requiem, и вот это вот слайдшоу, в итоге я играю в Uncharted. Слушайте, я тут тоже, у меня короткий отзыв, на самом деле, про Plucktail, я в нее, наконец, нашел время нормально понажимать вчера, и что я могу сказать с Plucktail'ом, значит, с Plucktail'ом такая история, она заключается в том, что игра, это Plucktail'ом, это вторая часть. Да, вторая часть, она, конечно, очень красивая, она, конечно, местами очень интересная, но это самый итеративный сиквел, что я видел вообще, то есть, вот есть первая игра, да, у нее есть недостатки, у нее есть проблемы, вторая игра, это абсолютно то же самое с новыми локациями, новым сюжетом, ну и новым графоном местами, вот, потому что, поскольку это Double A, не надо себе тут голову пудрить, что это какая-то Triple A, но выглядит она очень круто. Качество графики неровное, местами она выглядит потрясающе, местами она выглядит очень странно, особенно там, знаешь, где бюджет на анимацию заканчивается, а заканчивается он очень быстро. Второй момент, у нее какие-то абсолютно неподъемные для своей картинки системные требования. А ты на ПК играл, да? Да, я играл на ПК, у меня 3080, у меня 5800X процессор разогнанный, то есть, нормальная, хорошая машина, я с Рэда сейчас футер считаю почти один к одному. Проблема в том, что Плактейл идет отвратительно. Он может идти в 60, может в 80, а может в 20. Никогда не угадаешь, что ему захочется. Поскольку этот движок от Flight Simulator, у меня такое ощущение, что он все небо над Францией просчитывает. Иного объяснения у меня нет. Но, окей, у Плактейла та же проблема. Если вам не нравилась первая часть, потому что она такая головоломка с очень странным стелсом, с очень странным пейсингом, не покупайте Requiem, потому что это то же самое. Ты знаешь, я сижу и думаю, нахера вообще было делать сиквел, в котором вся та же самая история рассказывается, там как бы сделайте так, чтобы у тебя прошло хотя бы пару лет, или там, не знаю, играть не уже не за эту, амиссию, или как ее там зовут, а за этого Хьюга повзрослевшего. Ну, то есть, как бы сделайте логичный поворот до сиквела. А здесь я так понимаю, что история продолжается спустя пару месяцев после оригинальной игры. Да, да. Я ничего пока не могу сказать про историю, потому что где-то пол игры прошел, может поменьше. Но, если вы любите нарративные игры, и вам не так важно цепляться именно за геймплей, то очень красивая, хорошая, интересная, нарративная игра. Если же вы ждали, что тут сейчас пофиксят кривой стелс, систему, или там дизайн локации сделают такой, чтобы тут не ходить вокруг бочки три минуты, это вам другую игру все-таки. Так что Plagtail, вот у первой части Метакритик 81, у второй, по-моему, 84. В принципе, это действительно разница на три балла. Вот, примерно так по ощущениям. Писали на почту, пожалуйста, не говорите Plagtail, а говорите Plagtail. Я буду говорить, я как хочу. У меня вообще плохая на это. Ну, ты же неправильно говоришь. Блядь, у нас, ты постоянно говоришь, блин, это самое, Blizzard вместо Blizzard, ты чё? Да в смысле, я уже давно, уже лет пять как так не говорю. Да какая хуй разница, всем похуй, блядь. VR Russian Podcast, and we will talk as we wanted. Короче, прикол в том, что, в принципе, я игру советую, но вот с этой ремаркой, понравилась первая часть? Вообще не думаю. Не понравилась первая часть? и вторая вам тоже не зайдёт. Примерно так. Я в итоге осилил чуть больше половины Plagtail'а первого. Он у меня всё ещё лежит на PlayStation. Специально сейчас выговаривал Plagtail, специально это делал. Да, я буду теперь всегда говорить так теперь, чтобы тебя бесить. Прогнулся. Бля, чувак, я тебе поправлял с Xbox Live'ом. Я всегда буду говорить Xbox Live. Очень долго. Всегда буду говорить после специальности бесило. Это просто. Всегда вот так делал. Давай, давай. Правда, не на твоей стороне. Plagtail'а. 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 Плак, плак, плак. Пусть, ну, в общем, короче, смысл в том, что я первую часть так и не смог дотошнить. Она была хорошая местами, но там какой-то был иногда такой кривой геймплей, такой прям, знаете, деревянный иногда он был. Когда... Добро пожаловать в W-A. Но есть даблы и хорошие. У нас все плохо, да, но ты привыкешь. Понимаешь, просто они сделали такой крутой графон, что ты и так, типа, классных персонажей, там, клевую атмосферу, что ты ожидаешь как-то, ну, побольше. Вот. А там, типа, вот если бы они сделали бы игру, знаешь, такую в лоу-поле, то все было бы идеально. Ты вообще ничего бы не ожидал от них и получилось бы круто. И ты такой, бля, в лоу-поле такую игру сделали. То есть тебе не нравится то, что ты видишь игру с уровнем, типа, Uncharted, да, но не с уровнем проработки Uncharted, да? Да. То есть ты такой, типа, видишь, что... Я говорю, что вот ты бы ожидал от нее меньше, если бы это была бы такая игра нарисованная как такая, типа, типичная индюша. Очень просто этот момент поменять. Ты играл на английском? Да. Ставишь французский язык. Нихо я не понимаешь. Как это фиксит анимацию? Сейчас объясню. Ставишь французский язык... И смотришь все время на субтитры. Смотришь на субтитры, да. То есть как бы... В тот момент, когда не надо смотреть на субтитры, убегаешь, и тебе надо буквально влево-вправо пиздить. Пять лет ты не успеваешь читать буквы, что ли? В чем у тебя, блядь, проблема с субтитрами? Я не могу. Ты еще скажи, что ты японский, блядь, на слух, понимаешь, когда свою аниму ебучую смотришь. Уже, уже да. Да не пизди. Блядь, запомнишь замечательно, как будет крыса, блядь, по-французски. Рато. Ле Рет. Рато. Рато. Понимаешь? Ле Рет. Да и все. Ле Рет. Ле Анимисия. Ле Гу Гу Гу. Все. Что тебе еще, блядь, надо? Включаешь французский. Объясню, почему это влияет на анимацию. Включаешь французский язык. И ты сразу такой, игру у тебя французский, блядь, делали. И у тебя сразу планочка прям падает, прям очень-очень низко. Потому что ты не знаешь ни одной французской игры, которая не была бы, блядь, глючным куском говна. Ну, серьезно? Ну, Юбисофт, да. Не, ну, Юбисофт, ладно, это международный издатель, но я имею в виду конкретно, чисто от французских разработчиков, блядь, я не знаю ни одной игры, которая не была бы глючной. Вот серьезно тебе говорю. И ты такой, а, ну, француз сделал. Ну, ладно. Ну, че ж там, нормаль. Прихлопают. Это, знаешь, какая-нибудь там Пежо. Хорошая машина, красивая, классная, но не куплю себе никогда. Это вот, ну, примерно такой еще. И когда ты так делаешь, у тебя пропадают все претензии к игре, ты спокойно проходишь это все. Я так первую часть прошел с удовольствием большим, на французском. Мне очень понравилось. Надо потом попробовать. Я, кстати, играл на французском. Можешь поставить русские субтитры на французскую речь? Вообще не паришься. Ну, зачем? Какая разница, чтобы это самое, не успевать еще переводить с английского. Ой, уже на Кабране, тупо, Дмитрия. Ле рато. Ладно, короче, пацаны, раз уж мы говорим про, в общем-то, особие о Бибе и Бобе, я забил его все время, как это называется. Особую студию. Бибе и Бобе студию. Бибе и Бобе, да. Особая студия. Лупа и Пупа продакшн, да. Да-да-да, короче, ну, нельзя не поговорить про Майкрософт. Дело в том, что тут, в общем-то, продолжается борьба двух титанов игровой индустрии. И одну из интересных вещей стоит, в общем-то, осветить. Дело в том, что тут Майкрософт, ну, вообще сейчас идет вообще период того, когда крупные компании отчитываются о своих различных финансовых результатах. Да, все об этом говорят. И вот, знаете, у кого-то хорошо, у кого-то плохо, у кого-то среднее. И вот, например, Майкрософт тут внезапно говорит о том, что у них очень смешанные результаты. Ну вот, кстати, по-моему, Макс ты у нас добавлял в общую историю. Да, я ее, собственно, у нас писал даже в канал. Слушайте, Майкрософт отчиталась о квартале, в котором, в общем-то, достаточно, ну, не грустно все, но очень разнонаправленно. Давайте с хорошего начнем, да, а потом уже будем к плохому переключаться. Во-первых, у Майкрософта очень хорошо растет облако. Год от года, то есть на 24% растет офис, потому что люди начинают возвращаться в офис, и, соответственно, IEM лицензии начинают компании продлять. Подрос LinkedIn, потому что, опять же, люди начинают менять работу, искать какие-то вещи, которые у них стояли на паузе, ревоцироваться и так далее. И выросли доходы, как ни странно, от поисковой рекламы в Bing, потому что, опять же, Bing начинают как-то пользоваться, по крайней мере, в США, и это тоже приносит свои деньги. Конечно, потому что у тебя в браузере Edge поставить Google вместо Bing крайне тяжело. Да, я знаю, это чистой воды Dark Pattern, а Windows 11 так тем более. Но при этом вообще есть очень серьезные проседания. Во-первых, у них очень сильно упала, в общем-то, выручка с IEM лицензии, выручка вообще. Точнее, не выручка вообще. У них, смотрите как, у них выручка выросла. То есть выручка это, если что, не прибыль. Очень важно. Эти журналисты до сих пор это не выучили. Конечно, бабла, которые получили. Это, которые крутятся в вашей бухгалтерии. Сколько вы из этого заработали, сколько вы из этого заработали, это уже прибыль. И вот прибыль снизилась на 14%, несмотря на рост выручки. И здесь главными, в общем-то, виновниками стали IEM лицензии винды, которые продавали с новыми компьютерами. Потому что люди просто перестали покупать ПК, они выходят на работу, садятся за офисные машины, им дома не нужен ПК. Мы уже в прошлом подкасте говорили, что ПК рынок сильно просел. И поэтому IEM лицензии... Кроме того производителя, да. Да, Apple. И, собственно, IEM лицензии просели, поэтому, на 15%. При этом Microsoft не очень оптимистично смотрит в будущее. В следующем квартале они планируют 30% проседания в этом сегменте. То есть винда будет еще падать и падать. И еще пока есть куда падать. С Xbox, вот, наконец-то мы добрались до Xbox, с Xbox тоже стандартный, как это в... Выйдешь и есть такое слово, оно называется гешефтмахер. Это, короче, человек, который пытается какими-то махинациями сделать вид, что на самом деле гешефт есть, даже когда его нет. Типа прибыль есть. Да, ну, типа гешефтмахерство. Это когда ты берешься и не украсишь, и говоришь, что это, на самом деле, первая красавица. Вот, например, такая же история с отчетом у Xbox. У них, с одной стороны, на 13% выросли продажи железа. Но это просто потому, что консоли в магазинах, наконец, появились по сравнению с прошлым годом. То есть консоли, наконец-то, появились, люди стали их покупать, естественно, продажи железа выросли, потому что их начали производить. Проблема в другом. В прошлом выпуске, опять же, советую к нему вернуться, Тимур очень здорово разложил экономику геймпасса. И что типа геймпассу надо очень серьезно расти, чтобы экономика сошлась. А если мы еще сюда сделку с Activision Blizzard включим, то там вообще отумба, там вообще непонятно, как это будет окупаться. Так вот, сервисы и контент падают второй квартал подряд. То есть... Ты имеешь в виду геймпасс? Да. Нет, смотри, тут довольно интересная, очень комментарий. Он заключается в следующем, что на 3% упал продажи Xbox, соответственно, контента и сервисов. Что это означает? Они говорят, что в первую очередь, во-первых, упали деньги за first-party контент. То есть это, грубо говоря, продажи своих собственных игр, потому что их, ну, в общем-то, Microsoft довольно мало. И, соответственно, это внутриигровые продажи тоже внутри этих самых собственных игр. Ну, то есть, грубо говоря, то, что идет Microsoft вот прям вот в лапу. Ну, есть еще один момент. Дело в том, что туда же, в эти же деньги, засчитывается, знаешь что? Комиссия от продаж, соответственно, всяких... Сверд-партия. Сверд-партия, да, то есть это игры, и это, собственно, как раз-таки всякие фортнайтовые вот эти шмоточки, батл пассов и баксов и прочее. От них же тоже комиссия идет Microsoft. И это в первую очередь означает то, что народ... Ну, во-первых, эта тенденция всем известна, что после пандемии народ выходит из дома и, в общем-то, играет сейчас поменьше. В целом, вообще, engagement метрики у всех людей, которые занимаются играми, сейчас поменьше, чем были в 2021 году. они потихонечку падают. Поэтому в этом нет ничего такого. Но они говорят, что все вот эти падения были митигированы, то есть так-то они были бы намного больше, но они митигированы ростом геймпасса. Так что у геймпасса как раз-таки рост есть, и он довольно хороший. Поэтому про него ничего не сказали. Но это крайне пугающая тенденция для всех людей в игровой индустрии, потому что когда ты условно выпускал какую-нибудь дрочильню, шутирочек или еще что-нибудь в этом роде, где у тебя были микротранзакции, и у тебя потихонечку все это падает, и единственное, что более-менее растет, это подписка, от которой ты имеешь крайне маленький процент денег или какую-то единовременную сумму, то, что тебе Microsoft заплатил за то, чтобы твоя игра попала в геймпасс, ну там типа 500 тысяч долларов или там миллион долларов, короче. вот они тебе заплатили, и все, идешь нахуй. Ну максимум, что может быть у тебя внутри какие-то микротранзакции, тебе повезет, и люди будут еще что-то тебе там заносить. Это крайне пугающая тенденция, потому что, опять же, потребители будут говорить, что все заебись, все круто, но когда игр, так скажем, сингловых, интересных, клевых или комплексных будет все меньше и все больше будет дрочилин, которые будут тебе даваться, конечно, бесплатно по подписке, но будут из тебя буквально требовать выплату денег за то, за все, за каждый чих, ну или играя в какую-то некую очень базовую часть, как бы, за все остальное плати, но я боюсь, что это наше будущее, к чему мы потихонечку будем двигаться. Это, кстати, твои слова косвенно подтвердила на неделе сама Microsoft, потому что тут боссы Xbox, они где-то поделились информацией о том, что очень жалеют, что когда-то ухустили контракт с Genshin Impact, и он уплыл Sony, то есть, когда-то никому неизвестная китайская студия Михаё искала партнеров для своей новой игры, и это была игра, собственно, Genshin Impact, они до этого делали Ханкай, и были не очень известны за пределами Азии, и они, как ни странно, сначала пришли к Microsoft, и у них были какие-то переговоры, они там на чем-то не сошлись, и в итоге полностью все уплыло к Sony, настолько полностью, что сейчас Genshin Impact доступен на всем, кроме консолей Ninki, хотя якобы Switch-версию все еще делают, и Xbox, но Xbox вообще глухо, скорее всего, игра там вообще не выйдет. При этом Genshin, чтобы вы понимали, его объем в индустрии гигантский, это одна из самых прибыльных игр вообще, не только там на какой-то платформе, да, он зарабатывает огромное количество бабула. Каждый раз думал о том, что надо поиграть в Genshin. Вот, и при этом, при этом в Genshin, я говорю, как человек, который играет в Genshin, не очень-то скотская монетизация, то есть она там вполне умеренная, и в нее можно вполне комфортно играть, чисто как фри-игроку, не сильно заморачиваюсь. Вот, Genshin в данном случае это пример того, как Microsoft искала китайский рынок для себя, они поставили на игру Naraka Blade Point, это такая чисто китайская дрочильня, вот, и не прокатило, потому что за пределы Китая Naraka так и не выбралась, а Genshin стал мировым феноменом. В данном случае Sony угадала, проклятая, опять. Тут еще такой момент, они же открыли показатели на столбах Xbox'а, и там не так все радужно, как принято было думать, ну, то есть смотри, в очередном раунде... Там все было вполне логично, то есть то, о чем мы говорили, в общем-то, все как мы говорили, так все и сбылось. В очередном раунде прибеднение перед британскими, кажется, регуляторами, они сказали о том, что типа, ну, вот у нас вот такое вот количество людей, у PlayStation такое, у этого свеча такое вот. И самый смешной момент, то, что по данным Microsoft, PlayStation'ов продали четверку, там, и пятерку на 151 миллион зениц. Что не совсем верно, потому что, да, в реальности посчитали и говорят, что на самом деле они там, 134, они там, да, 134 и 4 миллиона вроде как, как бы, а 17 миллионов они накинули якобы всяких остальных устройств, куда тоже, как бы, типа, ну, то есть возможно там PSVR и возможно еще другие устройства, которые тоже... Короче, везде, где используется аккаунт PlayStation, скажем так, давайте так. Дальше по свечу они сказали, что якобы 103,5 миллиона, мы уже знаем, что эта цифра наоборот занижена, потому что у свеча больше, чем 103 миллиона проданных единиц. А у самого Xbox'а, причем Microsoft читал не только Xbox Series, но и, собственно, Xbox One, Xbox Series S, Xbox One X, короче, все Xbox'ы, которые вот у них вообще все были. За два поколения. за два поколения. 63,7 миллиона. То есть по сравнению с Sony типа якобы там чуть ли не в три раза меньше, чем PlayStation'ов. 105, 150, 63, как бы. Ну, давай, давайте по-честному, 130 и 63. 2 миллиона. Вовсе, в два раза. И у меня возникает вопрос. А это вообще правдивые данные или они специально прибедняются перед британскими регуляторами? они вполне могут и правдивые данные давать. Но смотри, во-первых, это шипт. То есть это не то, что на руках у людей они говорят вот эту цифру, а это то, что они отгрузили коробки в магазины, которые, как мы знаем, у Xbox в магазинах лежат без проблем. Второй момент, это очень интересную картину рисует о юзер-базе Xbox'а, нового. Потому что по оценкам Nica Partners, собственно, Дэниел Ахмат к нам из этой компании приходил когда-то очень давно в один из наших выпусков, они прикидывали, что Xbox и именно One продали где-то миллионов 55 за все поколение. Так. 63 миллиона. То есть на самом деле у инсталл-базы Xbox'ов новых она вообще поменьше 10 миллионов. Это как-то грустно, что ли? Ну, всего получается разница в два раза. То есть, условно говоря, у PlayStation 5 там типа 17 лямов или сколько они там отчитывались буквально недавно, а у Xbox получается там ну около 10, то есть плюс-минус почти два раза разница. Мне кажется, ничего не поменялось в этом плане, то есть Microsoft вполне, наверное, адекватные цифры дал, но нафига было завышать цифры конкурента, вот этот странный момент. Ну, естественно, показывает, что он большой, злой конкурент, он нас давит. Ну, что, понимаете, вот смотрите, конкуренты же наверняка тоже покупали огромное количество издателей и таким образом как раз-таки победили на рынке. Ах, нет, каким-то другим образом, неведомым, непонятным, как бы, и мы, поскольку вот такая маленькая инди-компания, мы не способны повторить практики конкурентов в виде разработать нормальные игры, вот, поэтому, что мы делаем? Ну, мы идем и за 63, блядь, миллиарда долларов покупаем себе Activision Blizzard одного крупнейшего, ну, одного из крупных издателей, да. То есть, никого даже не смущает вообще как бы в этом логическом паттерне ничего, да, и все люди такие, типа, вот там Sony выебывается туда, все, ты такой, типа, блядь, понимаете, как бы, давайте попробуем развернуть клубочек событий, как бы, с места, вот, где мы сейчас находимся, в обратную сторону, да, почему у Sony как бы все вот так вот, почему у Nintendo вот так вот, а почему у Microsoft вот так вот, зачем Microsoft? А почему он может сделать Call of Duty? Ну, вообще-то они сейчас делают потихонечку, я тебе напоминаю, что Sony купила себе Bungie, ровно, в общем-то, да, они сделают кусок говна, я тебе уверяю, в этом просто. Я напоминаю, что Bungie сейчас делает новый шутан, который не во вселенной Destiny, якобы марафон. Марафон они делают, да. Я вам советую просто, прежде чем хайпить марафон, просто пойти и посмотреть ролик про лор оригинальной игры марафон. Я играл в марафоны, Дима. Просто там есть лор вот обычный, а есть такой, так называемый, глубинный лор, да, который на самом деле... Глубинный лор это тупо Halo. С трех игр, да, и ты поймешь, насколько оттуда все перекочевало в Halo, настолько все перекочевало в ту же самую Destiny. Взять себе марафон, сделать игру вообще другую и сказать, что это перезапуск серии и все пока. Вообще все другое сделать. Никакого отношения к первой игре не будет иметь. Потому что это сайфай. Понимаешь, сайфай? Только будет шутан такой. Для чего люди играют в Halo, дюйте, по-твоему? Думаю, сайфай с AR-15 или нет, да, давай так, типа не ради сайфая, скажу так. Скоп, прыгаешь и типа, да, и стрельни ради сайфая, братан, потому что инфинит ворфер самый провальный Halo, дюйте, так-то в этом поколении. Ну, то есть, на мочи были довольно-таки популярными, где-то прыгал по стенам с обилками, там, и вот это все. Ну, ладно, хорошо, окей, убедил, смотря как сделают. Ну, вот я к тому, что, типа, Microsoft не смогла повторить успех Sony, пусть Sony повторит успех Call of Duty, если они такие классные, в чем проблема? Я вспомнил то видео, где чувак зашел, типа, в World War 2 и вот он сюда был джаб и сделал. Да, 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 да. И его отстреляют, и он такой, ууу, и такая музычка грустная играет. Да, 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 точно. И ладно, короче, пацаны, в общем, смысл в том, что, как бы, вся эта история нам еще привнесет очень большое количество лулзов, вот, ничего не поменялось, потому что мы все об этом говорили много раз, что Microsoft отстает в два раза от PlayStation, что, в общем-то, Microsoft и нужно каким-то образом наращивать инсталл-базу, если помните, мы много раз говорили о том, что для того, чтобы экономика Game Pass'а сходилась, им нужно, чтобы Game Pass'а работала на любом, блядь, утюги, то есть он должен вообще в любом смарт-телике, в любой смарт-приставке, он должен на любом планшете, где угодно он должен работать. Знаешь, что нужно не в категории игр, а вот в категории вот обычного консюмерского ПК? Знаешь, что нужно Microsoft? Я не очень понял, что ты имеешь в виду, ну давай. Идти в сторону ARM-процессоров, потому что внезапно выяснилось, что десктопные процессоры типа что-то как-то стали меньше покупать и компьютеры стали меньше собирать, а давайте мы вспомним, к чему же пришли конкуренты за все это время? Apple сделала свой собственный процессор и он типа на ARM-е, да? А может быть мы что-то похожее сделаем? И Microsoft выкатывает DevKit для Windows с 32 гигабайтами оперативки. У тебя опять страдает хронология, у тебя опять хронология событий страдает, смотри. Microsoft берет и выпускает на ARM Surface с Windows Surface и он проваливается. И казалось бы, ну как бы очевидный, у тебя есть компания, которая может научиться на своем собственном опыте. Мы взяли и сделали мобильную платформу, сделали на ней телефоны, они провалились. Почему? Потому что не было приложений, даже Инстаграм не сделали для нашего замечательного телефона. Мне очень понравилось, как сейчас Zoom глюканул, он такой почему? Да, да, да. Ну так вот, короче, почему собственно все провалилось? Потому что они делали приложений, и вот ты такой берешь и делаешь себе серфа из, короче, на ARM и на нем приложений. Нет, нихуя, ну как бы компании не учатся вообще ничему. И тут они такие подчесали репу и думают, блядь, а как же сделать так, чтобы разработчики написали приложение для нашего компьютера, для нашей системы на ARM? как же вообще, какая есть практика в мире? Вообще не доходит, не доходит. Блядь, DevKit может выпустить? Такие, знаешь, типа премию этому чуваку, блядь, DevKit же надо же, блядь, выпустить, а че ж мы не догадались-то? Да хуй знает, вообще непонятно. Ты заметил, что это DevKit, он стал похож на Mac Mini? Ну вот, то есть он такой же маленький, плоский, такая штучечка, которая ты подключаешь. А помнишь, какой DevKit выпустила Apple, когда сказали, что первая Mac OS Big Sur выйдет специально для этого, типа, на нашем собственном процессоре, короче, поэтому вот вам DevKit, который можете себе заказать, он построен на базе айпадовского процессора A12Z, и выглядит он как как Mac Mini, как Mac Mini. Microsoft такая сидит, такая, бля, как надо сделать? Но самое прикол не в этом, а там же не Microsoft-овский никакой процессор, там Snapdragon, то есть как бы по сути... А у тебя нет выбора, если ты не Apple, ты покупаешь Snapdragon, или... все как бы... Мне это интересно, Microsoft когда-нибудь сделает свой собственный процессор? Да, они уже его пытаются сделать. Они пилят какой-то свой силикон, у них есть, да, подразделения. У них уже куча специалистов, они уже сидят этим занимаются, это уже, ну как бы, уже даже не слухи. Нам сейчас пишут... Напишут шикарное, ну не душните, будет отличная машинка для домашнего сервера. На Linux. Ребята... все последние рязани, которые вот они делали, они мало жрали, была более-менее нормальная батарейка, и ну как бы вот... Мы даже говорили вот с Максом тоже, что типа в принципе сейчас все более-менее такие адекватные какие-то процессоры в спайке, когда у тебя одновременно есть рязань какой-нибудь 5800H, например, или что-нибудь вроде, и например, какой-нибудь там 3070, там местные, вот порезанные, соответственно, как бы... Это в принципе, ну такая хорошая машинка. Только у тебя устаревшая информация, Intel уже выпустил процессор, который уделывает твои рязани, и по цене... Не в ноутбуках. Ну да, я про десктоп, наоборот, конечно. А кого ебут десктопа, мы сейчас по ноуты? Чувак, это как бы единичные люди делают, как бы нужно же смотреть в сторону ноутбука, потому что они же составляют львиную долю продаж, и поэтому, как бы, ну тебе важно смотреть в эту сторону. Смотри, я объясню... Чувак, подожди, ну дай договорить, как бы, да? Просто-просто дай договорить, ну дай договорить, дай договорить, пожалуйста. Ну ты не дал мне сказать самый важный поинт, и берешь меня, перебиваешь, да? Я пытаюсь тебе объяснить, что, как бы, когда сейчас все думают о ноутбуках, и думают, в первую очередь, о чем? Об энергопотреблении. Когда у тебя есть, блядь, компьютер на рынке, который стоит относительно недорого, ну то есть, условно, тысячу долларов, который живет, блин, три дня без подзарядки, и тут ты говоришь, типа, а у нас живет целых пять часов там в нагрузке, ты такой, ну охуительно, как бы, блин, ребят, да? Вот, и, ну, ты должен, как бы, как-то что-то соответствовать, и поэтому все начали смотреть в сторону ARM, потому что у тебя Rezanne никогда не даст такого энергопотребления, как дает M1, у тебя не даст Intel, ну, это невозможно, просто, физически, поэтому они все смотрят теперь вот в сторону ARM, но и все начинают пытаться делать свои собственные процессоры, потому что, напомню вам, что собственный Chromebook на собственном процессоре Tesora пытается сейчас сделать, соответственно, Google, соответственно, свои собственные процессоры якобы, якобы делает Amazon, и хотят якобы, сделать свой собственный ноутбук тоже на своем собственном процессоре, якобы, якобы хотят сделать Samsung на своем собственном процессоре тоже, короче, целый парад своих собственных процессоров, которые плюс-минус все будут на ARM и плюс-минус все будут и интер заменяемые то есть это будет винда android linux ну и соответственно макос я очень сомневаюсь что они будут заменяемые братан я очень сомневаюсь мне кажется каждый оставит его внутри своей экосистемы учитывая что на моем армавском м1 макси прямо сейчас совершенно спокойно пусть и в так скажем в некоторой выделенной среде работает соответственно windows 11 арм это виртуальная машина это вообще отношение к делу не имеет но есть проблема димка она совершенно спокойно может крутиться на этом самом маке вообще легко но у нее заглочен bootloader понимаешь apple а вот на других армовских компьютерах которые сейчас потихонечку делают там никто ничего не лочит и вот там у тебя легко крутится армовский и linux и windows 11 и android и все что хочешь google запи за запрет свои костями но это же google просто блять я я уверен что как-нибудь ее взломают да но конечно я уверен что они будут держать в своих собственных системе а по поводу по ноутбуках вот при сессии обычно ноутбук да вот тебе пожалуйста мак макбук да вот руки держу вот он допустим предположим это ноутбук на винде вместе с процессором ant intel просто вот тут будет вот небольшая блямба такая в которой будет размещаться куклер и все и проблема блять решена охлаждение ему не нравится энергопотребление ему нравится батарейку побольше поставил и ничего прихлопается мне тут пишут комментариях что amazon давно свои он процессоры да я это знаю но много ли ноутбуков на амазоновских армпроцессоров вы знаете а назовите пожалуйста я первые слышу о том что amazon что-то делает честно у них есть армпроцессор но они их не используют пока в консумерской технике а есть слухи о том что у них будет консумерская техника напоминает что в россии ноутбуки планшета на процессор хоть бы русбут ну да то пишут что загрузчик на м1 не залочен и может грузить сторонние ядра если такие есть и совместимы но на данный момент я насколько я знаю на м1 их пытаются загрузить там есть кривые косы попытки запустить как бы и винду и linux но винду точно пока еще не получилось ни у кого запустить нормально соответственно на и мадиновских компьютерах я кстати не понимаю почему apple так важно чтобы винду ни в коем случае не допускали то есть во времена bootcamp внезапно было неважно а тут внезапно стало важно или они просто не делают потому что не приоритете ну чувак тебя во времена тогда когда тебе было нужно чтобы твои компьютеры покупали в любом случае пользуясь хоть чем-нибудь на них это одно а во времена когда тебе нужно пушить свои собственные сервисы свой собственный appstore свои собственные подписки бля чувак но это немножко другое как бы как разуме железо году не 2018 железо продаешь все равно ты видел какой рост выручки в сервисах у apple там просто ебанистический рост и все потому что они эти сервисы грамотно пропушивают и грамотно покупают я понял короче жопу продали по три раза твою не совсем конечно как бы да но в любом в любом случае короче довольно интересный момент давайте будем ждать что там microsoft своя и но опять же могу сказать что вот я сейчас пользуюсь windows 11 арм на майке у меня в целом довольно хорошее впечатление у меня есть там как бы свои нарекания какие-то но в целом впечатления нормальные и как бы могу сказать что интерпретатор который там стоит вот и 3 ты соответственно x86 x64 он тоже довольно хороший и практически все игры практически все там приложения они учитывая что-то куча слоев виртуализации они идут довольно таки неплохо и в общем-то путь взят верный поэтому если вдруг выйдет какой-то хороший сервис там бук с windows 11 арм на каком-нибудь очень жирном снэп драгоне или на каком-нибудь собственном армовском хорошем процессоре от microsoft я считаю что это будет очень достойный крутой шаг у себя не винду сначала подарок допилят потом посмотрим но она уже хорошая да говно на на она не полноценная винда понимаешь потому что тебе нужна такая же история как с трансляцией вот у тебя в розетта условно вот когда там есть когда тебе не нужно будет перекомпилировать свой собственный код и он спокойно будет запускаться на винде с crm тогда да а когда ты присидишь и чешешь тыкову а ты разработчик понимаю что тебе надо тебе надо под конкретно подарок переделывать свое ничего не нужно вот я запускаю все старые приложения включая фулал 2 все работает это ты говоришь про свой про свою розету несчастную на м1 эти группа винду нет я тебе говорю про встроенную внутри винды интерпретатор который сам все интерпретирует он сам все работает она все и так уже работает понимаешь я тебе говорю я под виндой запускают древнющие игры и они все работают потому что там встроили свой вариант розетки который интерпретирует причем не только x64 как на майке это сделано но x86 32 битное говно тоже интерпретил на возможно моим сведения устарели давайте перейдем к следующей теме он дожить куда давай донат сначала да во-первых фрактальный конь звездом 150 рублей при это солнечного казахстана разминал недавно этот месяц жаль не смог добраться сходка станет меча и читал до сержа ясном 453 рубля при это стали на очень рад что вы снова эфире пасите серж я спасибо бро киндер за 122 рубля спасибо что помогаете не поехать кухонь чужбине пасите киндер денис занес на 750 рублей просто так спасибо денис спасибо денис бандаренко на 750 рублей пацаны как вы смотрите фильмы и аниме в мкв из домашнего проката на телевизоре если способы без подключения пока непосредственно в телеку два никого два способа первый если у тебя android tv ты можешь поставить vlc туда и он будет и прекрасным к вышки играть мой супер бюджетный дэк 32 дюйма ровно так и делает если же у тебя нету android то в эту ты просто покупаешь какую примитивную android приставочку вот и собственно туда ставишь влс и все играешь все проблема решена это я вот например все стримлю уже давно вообще ничего не скачиваю короче но если вдруг это требуется я беру ipad запускаю а в плеер запускаем в плеере соответственно мквшку и через airplay транслирую ее на телеку очень удобно также можешь и мак подключить к телеку могу и мак не так удобно сам простой способ этого если нет таких каких-то android stick они копейки стоят и в принципе вполне пристойны для этих целей не знаю мне кажется уже давно можно покупать все фильмы там типа в каком-то условном айтюнсе всякие там анимешки проще все можно давно уже стримить и гранжирована велич занес на 300 рублей купил я а4 на пока потому что прям хотел поиграть сам несмотря на то что я проходил ее на ютубе на rtx 2060 на высоких настройках только 12 fps и вылеты ну спасибо за оптимизацию это какая-то твоя адресная проблема братан копайся потому что я после этого доната полез на формы стима и скорее всего у тебя какой-то косяк либо с драйверами тебе надо начисто переставить драйвера либо у тебя какой-то косяк с этим как его звать с самим дистрибутивом перекачай игру потому что если бы проблема была массовой формы стима были бы этим говном завалить я читал что должна 1080 хорошо она очень хорошо оптимизирована по отзывам абсолютно всех а там настройки графики то есть может быть есть там выкрутить с ультры на медиу там даже там даже длсс есть что кстати на 2060 может очень хорошо помочь и наконец ёжик тян занят на 150 рублей в пятницу выходит dlc к резиденту виллач тимур может быть стримчик по ремонт play you я уже грошу с динкой сделать это то есть нужно будет не получится почему я не собираюсь покупать резидент ил второй раз на сей раз турции а в русском створе нельзя купить делся и так что а ты купи на пиках а купи на пк или купи на пк можно и так и так когда она выйдет я посмотрю можно ли и купить на пк как-то собирается по ремонт play в нее игра через дискорд будешь мне говорить какую кнопку нажимать не подожди-ка во первых же есть steam link я же могу типа не присоединиться я кстати вот не пробовал steam link на таких расстояниях вообще работы вообще говорят хорошо говорят даже хорошо работает даже хорошо вот так что в принципе вполне возможно что может попробовать короче мы попробуем что-нибудь придумать и может быть что-нибудь такое сделать а тебе есть желание играть как минимум можно до пройти для стрима принципе ремонт play у меня более или менее нормально работает на пока и мы можем сделать так что просто подсоединить мой пикак твоей playstation и как бы я к тебе зайду а ты будешь стримить разговаривать с тобой будем через типа дискорд антон корчевский занес нам 690 я не знаю что это за стимул это шекель шекель точно good luck have fun спасибо тебе брата спасибо у нас довольно интересно еще будет момент дело в том что у нас еще довольно крутой спонсор и дело в том что опять же я хотел кстати сказать очень важный момент я говорил его каждый год вот дело в том что сейчас потихонечку надвигается конец года огромное количество компаний спохватывается под конец года так случается всегда и к нам начинают приходить рекламодатели много и поэтому вас очень просим пожалуйста как бы ну воспринять это нормально мы это в прошлом году тоже говорили потому что так получается что ну многие рекламодатели затихают в итоге на январь там февраль март совершенно спокойно и вот они как раз таки супер активизируется под конец года это там ноябрь декабрь поэтому если вдруг у нас будет там побольше рекламных интеграций сейчас запасное время мы вас очень просим нас простить это не потому что мы жадные а потому что оставшуюся часть года сидим без рекламодателей мы сидим и сидим сосем бибу вот как бы но в данном случае нас на самом деле довольно крутая интеграция дело в том что мы к нам пришли ребята тех технологичные из авито из авито тех это но по сути это их авито тех это такой их собственный внутренний так скажем раздел где сидят все эти самые крутые там программисты и дата сатанисты где сидят там типа продакты project и где сидят там прям очень такие технично настроенные чуваки и соответственно они занимаются очень интересными крутыми задачами и вот в этот раз к нам соответственно тоже пришел чувак соответственно очень классный который рассказал много очень интересных крутых вещей и соответственно мы как раз таки хотели сказать что таких интеграций у нас будет несколько это несколько крутых интервью с очень классными ребятами и соответственно вот сейчас мы вам предлагаем послушать про то, как авито справляется со своими нагрузками, как они справляются с тем, что к ним приходит огромное количество народу, и как они имплементируют фичи, как они вообще к этой имплементации подходят, с учетом того, какое огромное количество народу пользуется сервисом, и как им приходится, соответственно, с этим, ну не то что бороться, а с этим справляться, когда, например, нужно что-то выкатить и что-то сделать, а у тебя там, блин, миллионы людей одновременно сидят на нем. Вот, такие дела. Выключите свой микрофон, спасибо. Поехали. Так, ну и, собственно, у нас очень крутая рекламная интеграция, дело в том, что мы периодически, знаете, приглашаем к себе крутых гостей, я напомню вам, что у нас часто бывают люди очень интересные, но мы всегда берем тех компаний и тех спикеров, которые действительно могут рассказать что-то необычно. Ну, то есть, если придет кто-то... Или могут рассказать об этом интересно. Да, потому что если кто-то придет и будет рассказывать, как он там увеличил там рекорд на двоев, вот, то, в общем-то, естественно, нашим слушателям и зрителям это будет не очень интересно. А у нас в этот раз, опять же, очень крутой и интересный гость, дело в том, что у нас сегодня пришел Паша Локосников. Паш, привет. Привет, ребят. И Паша у нас, соответственно, из компании Авито, причем из его конкретного подразделения, которое называется АвитоТек. Это, так скажем, вот та самая техническая часть Авито, которая делает так, чтобы, ну, по сути, наверное, один из самых популярных классифайдов вообще там, типа, в России, чтобы он вообще работал, чтобы работал хорошо, чтобы, как бы, соответственно, всякие эксперименты проводились, чтобы новые фичи пилились и так далее, и так далее. Потому что Паша, на самом деле, занимает, он, ну, team lead команды SLA. Это та самая команда, знаете, которая, как бы, отвечает за доступность, по сути, сервиса, чтобы, если вдруг, как вот Паша говорил нам до этого, до записи, что если вы не можете продать свой айфончик, что приходить надо и жаловаться ему. Ну, вот, Паш, привет. Как твои дела? Привет. Там, в целом, порядок. Ну, наверное, как у всех. Давай так аккуратнее скажу. Ну, это хорошая ремарка. Вот. Но, смотри, на самом деле, тут есть куча новостей интересных про Авито, что вот буквально только сейчас стало известно, что в России теперь Авито владеет не вездесуще известный там суперкуверхолдинг, Насперс, а теперь, соответственно, компания Кисмет. Но я думаю, что это не самая, наверное, интересная штука. Я так думаю, что для Авито, в общем-то, не особо чего поменяется, в общем-то, в этом плане. Вот. Но нам интересны технические точки зрения. Вот Авито, это, на самом деле, огромный сервис. То есть, ну, им пользуются, ну, без преувеличения, можно без всякой рекламы, без всего сказать, что, ну, им реально пользуется там почти там вся Россия, да, то есть огромное количество народа. Большой сервис. Я думал, ты приложение в телефончике, там, у тебя фляпа готова. Нет? Не так? Ну, как, что ты начинаешь-то? Ну, короче, смысл в том, что пользуются дофига народу, все пытаются, соответственно, ну, там, у тебя буквально практически такая прямая связь, тебе нужно продать там что-то или купить что-то, ты идешь в итоге на Авито. Вот. Такой огромный сервис, такая куча народу. Как вы с такой высоконагруженностью большой вообще справляетесь? У вас там, что, целых три сервера, а не один стоит? Да, у нас даже разработчиков штук пять. На самом деле, есть такой прям вот миф, он очень устойчив о том, что Авито делают три калеки за пирожок и булочек. На самом деле, не так. У нас до черта народу. У нас, по-моему, кажется, что в районе 1600 инженеров. Вот это именно технический департамент. Это вот инженерные специальности, туда же ходят ребята из отдела аналитики, тестирования, ну, в общем, технический департамент тот самый. И что-то в районе сотни различных команд, которые занимаются тем или иным аспектом Авито. На самом деле, реально, продукт дико сложный. И очень долгий период времени, какой-то, вернее, период времени, он влезал какую-то в одну голову. Были там ребята, которые с момента основания работали. И в целом они понимали, как работают продукты именно с точки зрения продукта. Что тут есть такие-то фичи, вот такие авторизации, вот здесь вот так работает. Сейчас же продукт, ну, я не уверен, что, в принципе, он влезает в одну голову в целом. А учитывая скорость и объем изменений, который идет постоянно, он просто не успеет влезть, даже если попытается. Я помню, тут была история от одной экстремистской компании теперь уже. Они говорили о том, что так получается, что их документация, это, по сути, есть код. И что он настолько комплексный, настолько большой, что нет ни одного инженера в компании, который бы знал, как работает весь сервис, соответственно, этот экстремистский сервис. И мне просто интересно, что как это у вас вообще реализовано. У вас тоже настолько громоздкие, огромные, что нет никого, кто бы знал бы все, некий такой систем-аркетер. Или все-таки, ну, как бы он не настолько комплексный? Нет, он очень комплексный, он реально сложный. У нас есть явное выделение нескольких вертикалей. Допустим, та же самая автошка или медвига, они, ну, там, авито в авито. У них свои правила всего, там, включая модерации, включая, там, не знаю, размещение, лимитов. Ну, не знаю, все, что можешь придумать, там, все свое. Вот, несмотря на то, что это все бежит на общих рельсах, то есть, там, продуктово оно очень выделяется. Вот, поэтому нет, такого царя-архитектора, такого вот на троне сидящего у нас нету. Вот, есть в плане документации разные, там, подходы с разной детализацией. Там, вот, можно посмотреть на, не знаю, взаимосвязь разных компонентов, модулей. Можно посмотреть на эту историю с позиции, там, продуктовых аспектов, что вот есть вот команда, которая отвечает за опыт покупателей, есть команда, которая отвечает за опыт продавцов, есть команда, которая качает непосредственно какую-то вертикаль. Вот, вот у них внутри есть экспертиза, ну, там, своего бизнес-домена, она у них полная. Вот, ну, какой-то вот общий, и боюсь, что нет. Ну, я про нее не знаю. Понятно. Чем так сильно отличаются? Ну, то есть, ну, мне кажется, что там, условно, продажа машины, она не должна чем-то сильно отличаться от продажи, там, айфона. Ну, то есть, плюс-минус. Ваша задача, как продукта, то есть, условно говоря, свести продавца и покупателя, или как? Ну, то есть, там какие-то сложности, или что? Размещаешь Mercedes, где приходит сообщение, меняю на гитару. Ну, да, да, и мне кажется, так везде, нет. Гитара – это не самый плохой способ обмена. Ты там некоторые стоимости гитар не видел. А может, наоборот, и нет. Ну, смотри, тут, ну, чисто с продуктовой точки зрения, у нас есть, допустим, проверка виновка у тачек. Прямо на сайте сразу же, про размещение. Да, 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 это отдельная история. У нас есть продукт с названием «Автотека», где ты можешь по вину пробить историю машины. Класс-то продукт, очень долго его делали, это очень сложный, больше, правда, сложный не с технической позиции, сколько с дата-сорсов. То есть, там, у тебя, наверное, это куда-то брать надо. А с айфоном проще. Айфон у тебя не требует винов. Пора пробивать в айфонах, знаешь, аймей. Не ворован ли, да, 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 да. Были попытки, по-моему, интеграции в этом плане с Самсунгом. Правда, по-моему, они в итоге заглохли. Я уж не помню, по какой причине. Это когда Самсунг свои телефоны в аренду давал. М-м, понятно. Господи, когда ты платил за первый месяц, а через год мог бесплатно телефончик обновить. А, ну, типа лизинг такой, своеобразный. Да, 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 вот точно. Ты как раз Самсунг свой лизинг делал тогда, и очень много объявлений на ВИТа появилось, когда там последние топовые Самсунги продавали за какие-то копейки. Они прям реально честный рабочий телефон. Ты его покупаешь, и через неделю получаешь сообщение. Сорян, внеси, пожалуйста, платеж в размере, не знаю, 30 тысяч сверху. Тебе еще нужно так каждый месяц платить. Думаешь, что я купил? Понятно. То есть, короче, вообще, правильно ли я понимаю, что вот эта история с какой-то проверкой данных, которые дают пользователи, она на самом деле имеет место быть, ну, то есть, вот, например, в машинах, понятное дело, вот там в телефонах тоже какие-то были такие попытки. А вот, например, там с квартирами, как бы, или там еще какими-то такими вещами. То есть, занимаетесь ли вы каким-то дополнительным лейером, вот этой вот такой слоем проверки данных того, что присылает пользователь? Слушай, тут вот прям хочется и много рассказать, а про много рассказать не могу физически, потому что, ну, вот есть такой термин security by obscurity, а о ряде проверок, которые проводят наши модерации, я физически не могу сказать. Ну, там элементы NDA, что ли. Вот, ну да, проверки есть. Тут мы пытаемся соблюсти вот такой баланс, как правильно Дим сказал, вот как раз где-то вот посередке между просто свести покупателя и продавца и вот помочь им все-таки не упороться, не попасть на злодея. Вот, то есть, какой-то вот такой баланс мы все-таки соблюдаем. Ну, то есть, абсолютно безопасная сделка какая-то, когда продавец отправит нам товар, у нас здесь сотни экспертов, он его проверит, а потом перешлет. Ну, очевидно, что это такая схема просто нерабочая. Там, блин, логистика перекроет стоимость большинства товаров, там, и услуги этих проверок. Вот. Ну, то есть, мы все, все действия, которые мы можем выполнить со своей стороны, мы их выполняем. Вы как-то тестируете эти истории? Ну, то есть, условно говоря, у вас проходит, там, допустим, на части пользователей, там, есть такие проверки, на части пользователей нет таких проверок, там, какие-то. АБ-тесты, грубо говоря, делаете? Слушай, АБ-тесты делаем постоянно, но, и для, в том числе, и на всяких модерациях и проверках. Ну, вот людей, у которых, не знаю, там, индульгенция, таких у нас нет. То есть, там, если я размещу объявления, то меня точно так же будут проверять. У меня есть замечательный отзыв, который мне влепили, потому что я не захотел продавать электросамокат за полцены мамочки, у которой есть циро детей. А обмен на гитару не интересовался. Я не умею играть. Блин, просто это, по-моему, стало уже мемом, потому что количество людей, которые предлагают поменять тебе на гитару или еще на что-нибудь, это, конечно, просто песня. Потому что я тут недавно макбук продавал на Авито, и как раз-таки мне пришел чувак, я первым делом, знаешь, так огромным капсом написал, типа, никакого обмена, никаких скидок. Короче, мне первым делом, чувак, такая, а обмен наймок-то не интересует. Я такой, блин, чувак, ну ты чего? Но вообще, опять же, кроме социальных, если всех этих историй убрать, давайте про техническую часть. Вот очень интересно, что Авито, на самом деле, с годами очень сильно менялся. То есть, ну я как пользователь Авито там с очень большим стажем. Могу сказать, что он и визуально менялся, и технологически менялся, и очень многие вещи, буквально, знаешь, там, например, когда сейчас вводишь, например, макбук, он тебе берет, тебе целую базу выдает параметров, который раньше тебе просто вводишь условно на компьютер, вводишь какое-то описание, и все. А теперь он тебе предлагает вплоть до какую видеокарту внутри там выбрать из выпадающего списка. Такого раньше не было. И вот как вы приходите к таким фичам? Как вы вообще вот придумываете, что вот так вот хорошо бы сделать? А вот так, блин, вот так лучше не стоит. Смотри, вот за категории параметра объявлений отвечает у нас один, прям отдельная команда, большая и технологичная, называется инфомодель. Они пытаются свести, ну, некоторый такой вот сервис, который позволит тебе, тебе как продукту, как продуктологу, самому там в визуальном редакторе накликать потенциальные параметры для того, для какой-то категории товара. Обязательные, необязательные. Туда же пошли, допустим, для машин очень большое количество фильтров, которые мы доставали из огромного количества автокаталогов, там, совместимости по запчастям и прочее. Это тоже огромнейший труд, там, не знаю, который тянулся, ну, не знаю, годами, я бы сказал. Там, тот, кто смотрел на эти каталоги, тот в цирке не смеется, там прям совсем все грустно. Там ты смотришь, вот тебе версия Тойота, прям, ну, там, и к ней 8 каталогов запчастей, еще 4 каталога совместимых запчастей. А потом приходишь к Ашоту, и Ашот тебе говорит, да ты что, от ВАЗа пойдет, нормально. Знаешь, бабушка пойдет, да, пойдет до первой сотни километров. Да. Вот. В общем, этой историей действительно занимается вот отдельная команда, а дальше продукты, они уже занимаются исследованием рынка, пытаются проанализировать, чего не хватает пользователям, как расширить вот эту вот сетку параметров, и более того, там, еще классическая история, добавляешь новые параметры, а что делать с теми полутора миллионами объявлений, у которых этого параметра нет, как они будут искаться. Там тоже технически есть там вопросики. Ну, а как вы в итоге решаете такую проблему с, по сути, легаси какими-то там объявлениями, которые вот внезапно вы взяли, составили новую категоризацию, да, и у вас получается так, что, как бы, внутри баз данных появились новые параметры. Да, все остальное не подходит. Ну, у тебя условно появились там параметры, как бы, вот для старых объявлений, вы там просто NA условно ставите, да, там, или какой-нибудь нолик, типа, или вы как-то все-таки пытаетесь что-то с ними сделать? В каких-то случаях именно пытаемся, потому что там многие новые параметры, на самом деле, являются уточнением каких-то старых. Вот, и, собственно, в этом месте вполне можно там и додумать эти параметры, там, на основе предыдущих, там, введенных данных. Какие-то истории у нас были, истории с цветом, когда мы пытались анализировать цвет той же самой машины, чтобы додумать, что же там за цвет такой. Вот, тоже работает. Что, если по фотке? Конечно, конечно. А если сейчас вы сделаны на картошку, как бы, то там же цвет-то неточный, понимаешь? Ой, с картошкой там тоже забавно. Так, подожди-ка, компьютер, вижн, вуэн, когда уже вы сможете определять, что на картинке кошка? Ух, на самом деле у нас был эксперимент, когда мы прям по картинке подбирали, там, категорию товаров и прочее. По-моему, я, кстати, не знаю, мне кажется, он до сих пор работает на мобилках. Если подаешь с мобилки, он тебе чуть-чуть многое пытается распознать с картинки. А до этого еще был эксперимент, когда можно было софоткать товар и поискать его на авито. То есть нравится тебе там, не знаю, Дима и Шлепанса, ты их зафоткал и нашел. Серьезно? Ого. Это как это, как Google Lens практически? Ну, практически, да. Это, кстати, тоже был продукт, если не ошибаюсь, нашего хакатона. Вот, ребят поэкспериментировали, запустили, сделали, но, по-моему, не полетело. Количество вот этих поисков было там что-то в районе там нескольких тысяч на всю страну в сутки. Ну, то есть оно очень-очень маленькое. Да. Ну, просто здесь может быть такое, что фича, например, как-то, ну, не знаю, просто не зашла людям, потому что она, ну, например, по какой-то причине, да, она могла быть обскюрной внутри. Или не рекламировали никак просто. Или не рекламировали, или еще что-нибудь такое, как бы. Потому что иногда так бывает, что типа фичу ради выкатывают, но она где-то сидит там, вот, там, за пятью слоями там просто, и ты до нее просто не доходишь, и поэтому не знаешь, что она вообще есть. Слушай, ну, вот, не я ее запускал, боюсь, не вспомню многих деталей. Эксперименты были, кажется, что общая там, вот, там, полезность этой фичи для пользователя-то по-разному смотрели. Там, те же самые АБТ-тесты проводили, там, и с рекламой их обычно тоже проводят. И кажется, что ничего полезного прям не нашли. Ты затронул страшно интересную тему. Какие еще фичи ловить, тестировались, но не пошли впрод, вот эти, по той или иной причине? Уй, я многие прям, на самом деле, не вспомню. У нас проводятся в параллели, там, сотни экспериментов, вот, каждый день. То есть, вот, прямо сейчас открыть, там, список АБТ-тестов. А это как в виде каких-то хакатонов, или как это происходит у вас? Или просто, чуваки, давайте сделаем. Смотри, тут, ну, может, интересно. Есть продукт, продуктолог, продукт, который занимается развитием какого-то направления, какого-то аспекта авида. Допустим, есть продукт, который отвечает за категорию автошки. Они могут подумать, а что будет, если мы сделаем интеграцию, допустим, с автокредитом, с таким-то брокером. Вроде есть понятный импакт, но непонятно, как на это отрегируют пользователи. Давайте запустим как раз АБТ-тест и проверим, как будет. То есть, не каждый АБТ-тест это какая-то громадная фича, но нередко АБТ-тест это какие-то небольшие, очень локальные фичи. Там, не знаю, самая простая история, это перекрашивание кнопок. Вот, регулярно так делаем. Это как в бойцовском клубе сделать эту пентаграммку василькового цвета, да? Примерно такая же история. Не, ну, почему? Знаешь, эти кнопки очень сильно влияют, я тебе могу сказать, Дим, прям, ты даже не представляешь. Там, например, выяснили в свое время, что самые нажимаемые кнопки как бы в письмах там везде это рыжие. И вот у тебя вообще, ну, у тебя вообще вот как бы цветовая гамма твоих, вот там, знаешь, типа интерфейса, маркетинговых материалов, гайдлайн, у тебя вообще, ну, типа вообще ни разу, ни копейки рыжего нету, да? И ты такой пытаешься поставить, вот так, знаешь, там просто вкрячиваешь эту рыжую кнопку и реальная конверсия повышается такой, да блин, черт, и пытаешься что-то с этим делать. Да, ты до этого полтора года экспериментировал с продуктом, там, думал, что ж тебе нравится, а? Как вы увидите эту точку окупаемости? Да, все так. Из интересных экспериментов могу вспомнить классный эксперимент, он впрод, слава богу, не пошел, но он дал нам очень классные инсайды. Попробуй заценить. Мы искусственно замедляли на разные странички наши, авитошные. Это для чего? Чтобы пользователь бесился или что? А ты прав. Мы хотели понять, с какого момента пользователи начнут настолько раздражаться, что это прокрасит наши метрики. Была какая-то обратная связь с пользователем в этот момент или как? Мы собирали такую тонну технических метрик с этого момента, к примеру, как быстро появился первый байт прилетел в пользователя, как быстро трясовалась страничка, как быстро загрузились все картинки. Мы заменяли самые разные странички на разное время и получили идея в чем? Все хотят, чтобы все работало быстро, летало. Но вот насколько быстро? Насколько тебе быстро, тем и важно, чтобы плойка загрузилась? Ты знаешь, я недавно думал о том, что я сейчас вообще в другой стране и здесь интернет не самый лучший и у меня периодически некоторые совершенно очевидные вещи грузятся медленно. Ну или там плохо, или, например, какое-нибудь видео в Твиттере, например, плохо загружается. И ты сидишь и такой, я настолько привык к 500 мегабитам дому и 100 мегабитам на улице у условного оператора, что когда здесь этого нет, это тебя начинает раздражать. Ты такой, блин, какого фига оно так плохо работает? Поэтому у меня сейчас это реально больной вопрос. Понимаешь, если я сейчас зайду на Авито и начну, например, смотреть телефоны, а у них, например, картинки не будут грузиться в каталоге, я буду прям беситься из-за этого. Ну, мы в целом в тот момент смотрели в первую очередь на российскую аудиторию, ну да, мы учитывали и там регионы, и там тип сети, 4G, 3G, 2G, не дай богу боже, там Wi-Fi и так далее. Цель, как правильно сказал, понять, когда пользователь начнет раздражаться, то есть в какой момент времени мы начнем наших пользователей терять. И вот эта вот точка под каждую страничку там получалась самая разная. Из интересного, к примеру, вот попробуй догадаться, сколько времени мы могли отвечать, не потеряв пользователей на главной страничке? 5 секунд? 10? Вот после 10 секунд мы начали замечать некоторое ухудшение, небольшое, вот такое. То есть 10 секунд для людей нормально, в принципе, да? На главной странице им было нормально. Мне кажется, это вообще отрисовка первых пикселей, типа, или типа там части интерфейса или чего вообще? Вот 10 секунд. Вот, по-моему, это шла про сам layout без картинок. То есть я все подгрузилась, картинок еще нет. Да, чисто народу на картинке надо наплевать, а вот когда интерфейс 10 секунд не появляется, я уже думаю о том, что RKN опять что-нибудь забанил, например, Avid. Ты знаешь, мне кажется, что здесь скорее вопрос в другом, что пользователь скорее всего, особенно если он сидит на плохом интернете, например, то он привыкает к тому, что что-то может работать не очень хорошо. И он в первую очередь винить не сайт, а типа, что у него дома плохой интернет, компьютер не работает, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Твора телефон менять, а он как раз пришел за новым айфоном там искать его, да, и вот это все. И мне кажется, что... тебе сообщение на обмен на гитару интересует. Да, 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 я просто представляю себе эту картину, знаешь, как сидит чувак, ждет, когда у него картинки на главный Авито загрузится, а с вами стоит гитара, и он такой грустный. Напишу Тимуру, да, да, а все это время это был АБТС, который даже в прот не пошел, вот так вот, понял? Блин, вот мы и раскрыли всю тайну Авитошную. Хорошо, Паша, расскажи, что еще интересно, вот я так понимаю, что у вас периодически делаются всякие хакатоны, ну, как у любой крутой технологичной компании, и вы тоже придумываете различные прикольные фичи, штуки и вещи, ну, которые могут вообще никогда в жизни не пойти в прот, ну, может, вы что-то прикольное придумывали, ну, о чем стоит рассказать? Слушай, давай, как я тебе суперкратко по форматах хакатона, это возможность для инженеров покодить что-нибудь, что им хочется, вот вообще любая идея, связанная с Авито, не связанная с Авито, кто-то там, не знаю, пилил open source какие-то продукты, кто-то там, не знаю, там, конкурентов Авито делал, ребята один раз там, у нас был классный хакатон в поезде, мы сняли поезд и поехали из Москвы прямо до Сочи и потом обратно, и всю дорогу туда-сюда, там, в вагонах, вот у нас двое суток горели, причем интернета не было из классного, то есть, понятно, ну, вы локалку какую-нибудь внутреннюю сделали? мы там притащили серваков, сделали внутреннюю Wi-Fi сеть, вот даже какой-то внутренний peer-to-peer мессенджер, ну, короче, как 90-е, давно забытый, да, это такая лантусовка в поезде, да, и там ребята, кто-то там просто сделал игрушку там от скукоты, мы там придумывали интересный способ защиты от парсеров на уровне, знаешь, как Cloudflare делает, когда у тебя появляется такой ползуночек, прежде чем тебя зарядеректить на основной сайт, знаешь, что в этот момент делает Cloudflare? так, ну, если просто криптомайнит, ну, ты серьезно? это аналогия, на самом деле они просто вычисляют какую-то сложную математическую функцию, для чего это сделают, для того, чтобы когда бот заходит, ты заставляешь его вычислить сложную математическую функцию, он либо вообще не может, либо тратит на это кучу времени и ресурсов, греет воздух, и, соответственно, пашни становится дорогим. Типа считается, что у пользователя таких проблем будет, потому что он это один раз сделает, да, боту надо это сделать миллион раз, типа в сутки. Да, и вот, собственно, потратил, ты раньше тратил на условный парсинг один доллар, ты тратишь 150 долларов, потому что все остальное время, все 149 долларов ты тратишь на вычисление этих математических функций. А это вообще большая проблема для агрегаторов объявлений вроде Авито, что у тебя кто-то берет и просто забирает твой каталог, по сути, парсит его? Слушай, да, это большая проблема, и я постараюсь без лиц, то какой-то период времени у нас даже была костевая войнушка с одним из таких парсеров, один-другой альтернативный сайт объявлений аккуратно пытался доставать у нас контент, прикладывать к себе. В основном он занимался вот это в категории автошки, и мы, и пытался вырезать наши... Парсер назывался сайт на букву А, я наверняка. Давай не будем тыкать пальцы. В общем, там идея в том, что надо было вырезать наши ватермарки с картинок, он начинал их вырезать. Наши ребята начали делать ML-модель обработки картинок так, чтобы их ML-ка не могла их вырезать. Они со своей стороны, соответственно, делали еще одну ML-модель, которая распознавала наши. И мы вот таким вот образом друг с другом бодались, по-моему, около нескольких месяцев, когда одна команда ML-щиков против другой команды мальчиков, то, кого заборет. Почему просто не ставить ватермарки вообще по всей картинке? Тогда пользователи будут ныть, что типа блин, я тут загрузил свою Porsche, они тут просто миллиард надписей, ничего незаметно, непонятно, это вообще что? Зато видно, что она не бита и не крашена. Ну как видно? Кроме буквы там можно ничего не увидеть. Буквами закрыты просто. Ну вот как раз-таки, да. Но вообще интересно очень как бы вот смотри, вот ты как раз-таки у нас занимаешься, я так понимаю, что ты умудрился поработать, судя по твоему, твоим ответом, еще и продуктологом и умудрился поработать еще и соответственно таким условным бэкэндером, короче, и SLM. Как так получилось, что ты смог перескакивать внутри Авито типа в разные места, а не сидеть в рамках своей функции? Знаешь, на самом деле сейчас прозвучит страшно, по-моему, я ровно этим занимался и сидел в рамках своей функции. Компания вокруг меня просто менялась. То есть тебе реально как бы по сути разрешали совершенно в разных направлениях посидеть и поработать там и быть почти что продуктом, и там фичи имплементировать, и SLM заниматься, то есть как бы получается, что ты вроде как сидишь на одной позиции в одной функции, но занимаешься совершенно разными вещами. сложновато ответить тебе очень коротко. Когда я, собственно, начинал в Авито работать и занимался в основном такими продуктовыми вещами, как раз Авито был в этапе трансформации от команды, по-моему, из 80 инженеров до этой команды бахина из 1600. Для того, чтобы так просто вырасти, это просто невозможно. Там внутри происходило просто какое-то невероятное количество изменений. переделка на команды, уход от вертикальных команд в стороны горизонтальных команд. Один раз разбили, плохо переделали, второй раз разбили. Когда появляется большое количество команд, нужно как-то иначе процессы выстраивать, взаимодействовать друг с дружкой. В принципе, основные подходы. И так вышло, что как раз после продуктовых фичей сначала была одна команда, мы занимались одной целью, ее делали. Цель достигли, что делать дальше? Дальше будет логичное развитие другое. А вот история с продуктологом, это внутреннее техническое предпринимательство. У нас проходит сейчас такой некоторый, пока в экспериментальном формате. Компания предлагает, условно говоря, пытается развить внутрью культуру стартапов. То есть, когда внутри придумываешь какую-то интересную идею, даже не связанную напрямую с совета, ты можешь пойти к мудрым продуктологам, к мудрым аналитикам, которые с самого топа упора против них завалидировать. Тебе дают ментора, тебе дают курсы, тебя сильно быстро прогоняют по всем основным этапам, и там ты проходишь несколько продуктовых гейтов защиты. А вы такие уже, которые прям выстрелили? Ну, прям выстрелили нет, но есть ребята, которые прошли все гейты, и вот сейчас в периоде становления с инвестициями, с командами, со всем. Блин, это вообще очень круто. Я могу сказать, что на такое идет очень маленькое количество компаний, и в основном как раз такие крупные компании, они зарубают подобного рода вещи, и говорят о том, что типа, блин, трать, пожалуйста, свое время, вот типа на нас, на наши продукты, на работы, да, они вот на свои вот эти финтифлюшки, как бы, а если хочешь на финтифлюшки, то давай-ка уходи отсюда, вот, и я могу сказать, что это очень круто, вот, я, если честно, мало очень компаний, особенно в России, знаю, которые на такое идут, это прям круто. Короче, идите работать по МИТ, и возможно, ваш стартап взлетит, и вам даже помогут, господи, вот, но вообще, смотри, классно, что опять же, у тебя получилось работать в таком количестве разных функций, я вот чего еще хотел тебя спросить, что ты можешь рассказать вообще про то, как работают ваши команды, потому что создается впечатление, что вы реально занимаетесь вообще абсолютно всем, то есть, как бы, ваши команды, они, как бы, все-таки чуть больше сфокусированы на какие-то свои вещи, или тебя могут вообще дернуть на чего угодно? Вот, вариант, когда тебя могут дернуть на чего угодно, это как раз первый этап, когда были вертикальные команды, вот, были, условно, команды бэкэндеров, бэкэманды фэртендеров, и вон там сбоку сидят команды тестировщиков, вот, отдельно там продукты сидели, там тоже там в отдельной кучке, потом взяли историю с горизонтальными командами, как из лучших домов Лондона и Парижа, там, практика Гугла и прочих, это когда собирается команда, там, бэкэндер, фэртендер, аналитик, продукт, и этой команде дают в ответственность какой-то аспект работы, там, это аспект, допустим, опыта покупателя, аспект опыта продавца, аспект, там, истории развития доверия между Авито и пользователем, они там, не знаю, аспект доверия между пользователем, между покупателем и продавцом, там есть такая команда, и вот эта команда уже внутри должна содержать, иметь в себе все необходимые, там, инструменты, все необходимые квалификации для того, чтобы, там, свой аспект раскачивать, делать его, там, классным. Блин, на самом деле очень круто, как бы то, что вы в итоге пришли к этому, потому что я все это время, вот, сколько я не работаю в крупных таких вот тоже цифровых сервисах, там, большие, маленькие, такие, у всех все-таки все еще вертикальные вот эти команды, которые сидят, бэкэндеры занимаются бэкэндом, там, типа, фронтендеры, фронтенд, там, и тебя реально могут дернуть вообще на что угодно, могут тебя, там, заставить кнопочки кодить, лондос рекламный, там, или так далее, и люди реально иногда выгорают родно из-за этого, потому что тебе приходится заниматься какой-то дичью, которую ты вообще не хочешь, вот, а ты хочешь, блин, прям внутри сервиса, там, условно, как-нибудь админ посидеть, делать, да, и, как бы, тебя берут, говорят, иди лондос делай, короче, и ты такой, блин, не хочу, не пойду, вот, ну, классно на самом деле, смотри, Паша, на самом деле, очень круто, что ты рассказывал такую кучу всего, я могу сказать, что, если честно, опять же, у меня, я вообще периодически, когда разговаривал с ребятами из Авито, у меня создавалось очень впечатление хорошее от того, что, ну, вообще сервисы команды очень работают осознанно, вот, потому что мы в свое время делали для Клабхауса тусовки, соответственно, с ребятами из Авито, и нам прям, знаете, прям такой sustainability, прям, вот, чтобы все эффективно, чтобы все было классно, все было круто, и, чтобы команды, типа, там, тоже не выгорали, чтобы у всех все было хорошо, и поэтому, в принципе, создается очень классное впечатление, вот, так что, если кто-то хочет идти работать в Авито, опять же, это, мне кажется, довольно интересная, хорошая работа, вот, в любом случае, Паш, спасибо тебе большое, вот, много чего интересного рассказал, единственное, что я помню, что я где-то читал, о том, что на одном из хакатонов, вы что-то там делали для VR, можешь рассказать? У них стало интересно. господи. Да. Ну, подожди-ка, вот, там, глава одной экстремистской компании, очень сильно верит в VR, мне поэтому тоже очень интересно. Его сотрудники не очень в него верят. А вот сотрудники не очень, да. Это тоже на один из хакатонов, ребята притащили Oculus Quest шлем, вот тот самый экстремистский, тогда он еще не был экстремистским, все в порядке, это важно, мне кажется, сделать, как ремарку, и попробовали под него что-нибудь сделать. Авито в VR как-то вот сам по себе сложная концепция, ну, там непонятно, когда за коней запрягать. Они попробовали попытаться представить в VR серваки, машины, микросервисы, вот это все, то есть общую техническую архитектуру, вид там вот этих блочков, вот этих вот связей, и возможность, не знаю, выкатить свой сервис, выкатить какое-то изменение, правку тоже из VR. Я думал, что это буквально симулятор админа будет, где тебе нужно рестартнуть сервак, и ты буквально подходишь, и такой рукой рубильник, нажимаешь, сервак рестартится. А знаешь эту старую байку про рестарт сервака через CD-ROM? Нет, расскажи. Расскажи. Ух, тоже где-то родом из двухтысячных, вот админа нужно было, регулярно рестартить сервак, он просто зависал, но чтобы там попку не поднимать слишком часто, он просто привязал карандаш к другому серваку, один поставил напротив другого, и удаленной командой открывал CD-привод, тот карандаш он наживал на кнопочку рестарт, да. Вот это, я понимаю, смекалка, вот это правильное инженерное мышление, короче, я надеюсь, что вы серваки, конечно, не так перезагружены, все-таки. Ты был когда-нибудь на больших, больших дата-центрах? Нет, я видел все время фотографии, у нас куча друзей работает там, типа, но мы вот наслышаны, но сами туда не ходили ни разу. Как-нибудь напросись на экскурсию, когда тебя обнюхает сначала одна собака, а потом ты пройдешь три поста охраны, через кучу рамочек, и увидишь там стены толщиной в полметра в метр, с откачкой кислорода из комнаты, если вдруг чего, и подумаешь, блин. Ты увидишь, что там два сервака стоят друг против друга, и одного сервака. Ровно так. Ровно так. Господи, на самом деле, это классно, конечно, и я думаю, все-таки надо заходить обязательно, вот. Но в любом случае, опять же, нам очень понравилось, на самом деле, что у вас такая вот хорошая, добрая атмосфера в Авито, и будем надеяться, что, в общем-то, народ к вам тоже пойдет работать, потому что даже я уже подумал, блин, может, пойти работать в Авито. В любом случае, Паш, спасибо тебе большое. У нас есть удаленка, ты залетай. Вау, хороший предложил. В любом случае, спасибо тебе, Паша, очень круто было, на самом деле, очень интересно, и будем надеяться, что еще как-нибудь сможем тоже встретиться, вот. Да, спасибо. Ну что, господа, мы снова в эфире, здравствуйте. Привет, привет. Тимур забыл микрофон включить. Класс. Да, Тимур классный. Ну ладно, ладно, чего ж вы сразу попадаете меня. Ну в любом случае, короче, ребят, на самом деле, довольно прикольная, интересная получилась интеграция. Я парал шутку про сервера, которую надо выключать. Моя шутка, если что, так что она мне еще больше нравится. Слушайте, ну в любом случае, опять же, мы будем очень надеяться, что такие интервью будут полезные, в том числе, будут полезные для людей, которые работают в этих сферах, потому что к нам будут приходить ребята, которые отвечают далеко не только за техническую часть, но и в том числе за всякие продакт-темы. И, как бы, в принципе, ну я думаю, что, опять же, не только будет интересно, но может быть, вы захотите там что-то почитать или еще что-то такое. У нас есть, если что, в описании подкастов, шоу-ноутах, ссылки на блоги Авито, где они очень много разбирают крутых, интересных кейсов. Вот. Слушайте, ну давайте, наверное, потихонечку передвигаться в сторону следующих новостей. Опять же, новость, которая, что называется, Just In, ну, прямо из печки. На момент... Последних часов. Да, на момент записи подкаста, конечно, не Just In, но сделаем, так сказать, скидончика на то, что мы пишемся уже третий час подряд. Блин, так что, Димка, надо тебе сделать, знаешь, какой-то такой, типа, колокольчик, знаешь, такой, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Компания, которая делала Batman Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Knight, и вот сейчас сидит и пишет изо всех сил игру под названием Suicide Squad Kill the Justice League. Короче, основатели Rocksteady Сэфтон Хилл и Джейми Уокер решили покинуть свою студию, они написали об этом на сайте, соответственно, Rocksteady, причем они не говорят по каким причинам, ну, то есть, видимо, какие-то были причины, но понятно, что они останутся в игровой индустрии, куда они пойдут, не ясно. Место двух этих основателей... Будет забавно, если они сделают студию новую и им поручат ремастер Arkham Asylum, как в случае с создателем Ведьмака. Да, место Хилл и Уокер займет Нейтан Барлова, который третий сооснователь компании Rocksteady, и он обещает, что якобы Suicide Squad Kill the Justice League выйдет в лучшем виде, потому что она уже практически готова и проходит там последние правки и изменения. Что я могу сказать по этому поводу? Когда основатель компании спустя 18 лет работы, внезапно по каким-то своим непонятным причинам Он главный креативный директор еще всех игр Rocksteady, это важно, Севтон Хилл, это не просто чел, который менеджер, это геймдизайнер, он был геймдиректором вся Хархамов, включая, кстати, Suicide Squad. Вот, основатель компании спустя 18 лет вместе со своим дружище, с которым они в общем-то и основали эту компанию, внезапно такой решает уйти, а у них при этом еще последний проект не сдан. Ну, то есть было бы логично, если он, например, выпустил Suicide Squad Kill the Justice League, да, и такой типа, вот, все, отлично, игра супер-пупер шедевр, могу уйти спокойно на покой и ушел, да? Это было бы понятно, но когда ты уходишь прямо вот перед релизом проекта, я напомню, что игра перенесена на следующий год, это как-то странно, и, честно сказать, The Rocksteady уже можно начать переживать прямо сейчас. Представляешь, сейчас выходит расследование Шрайера, в котором выясняется, что Сестон Хилл и Джейми Уокер занимались гэнг-бэнгом в секретарш в течение 10 лет, каждый, каждый год на вечеринках устраивали просто безумные оргии. Знали ли вы, что в Justice Leaks будет специальный отдельный режим с изнасилованиями? Да, да, да. Очень прям один в один. Понимаешь, и выяснится через 5 лет, что они ушли, потому что, типа... Их попросили уйти. Что их попросили уйти, потому что, если все вскроется, это будет пиздец. Я бы не удивился. Я бы тоже не удивился, мне кажется, что игровая душа... Ну, я кажется, все гораздо проще, и, собственно, этот Suicide Squad получается очень странным, замученным долгостроем, активная фаза разработки которого пришлась на все эти притрубации внутри Warner Bros., а я напоминаю, сейчас внутри всего большого Warner Bros. идет огромный передел всех активов, и увольнение людей, и нанимание людей, то есть там сейчас идет огромная реформа, и мне кажется, они просто махнули рукой, им надоело играть в эту политику, и они решили просто уйти где-туда, где могут делать игры. Или они такие, знаешь, подходят к руководству Warner Bros., говорят, блин, нам нужно еще больше денег на Suicide Squad, мы классно, они говорят, нет, чуваки, у нас как бы сейчас плохо все с киновселенной, типа с деньгами, давай как бы, не, давай, видеоигры как-нибудь отложим. Он говорит, ну мы не успеваем доделать игру. Ну что вы сделаете, увольте, что ли? И эти такие пошли и просто назло за что сделали. Слушай, я не удивлюсь, если так и было. При этом не все так плохо у Warner'ов, то есть не надо думать, что Warner'ы там, у них там какие-то истории. Нам еще Тимур расскажет про их недавний успех подробнее, я думаю, но вообще, если мы посмотрим на киновселенную, в киновселенной все, в общем-то, хорошо. Во-первых, мы недавно буквально говорили о том, что DC, точнее Warner'ы искали для DC вселенной своего Кевина Файги. И если помните, они пытались взять к себе чувака, который там занимался кучей разных кинофраншиз, и в итоге этот чувак типа к ним думал идти, но так и не пошел. И они в итоге нашли замену этому чуваку условного такого своего собственного Кевина Файги. И им оказался самый неожиданный человек, потому что на него не ставил вообще никто из инсайдеров, им оказался Джеймс Ганн. Точнее два человека. Да, вообще Джеймс Ганн и Питер Сафран. Питер Сафран это продюсер, который продюсировал собственно недавний отряд самоубийц, а Джеймс Ганн, его в представлении не нуждается. И Аквамена. Да, это в общем-то очень мощный режиссер, который вообще поднялся на Марвеле, но определенный момент Дисней совершил хуйню, когда решил Ганну уволить за очень старые твиты, и он ушел абсолютно спокойно к DC, снял там ну такую спорную экранизацию в общем-то Суисайд Склода, зато сделал охренительного абсолютно миротворца, которого можно назвать абсолютным успехом в плане вообще всего. Мне очень понравился миротворец. И ко всему вдобавок недавно там в одном фильме в Черном Адаме появилась еще и Камел Кавилла, где он играет Супермена, было официально объявлено, что Кавилл действительно будет Суперменом. И почему это важно? Потому что именно на фоне этих новостей Ганна и Сафрана собственно представили. Вы опять хронологию и логику событий путаете. Дело в том, что Кавилл попал туда, потому что научились довольно позитивные подвижки внутри Warner Bros., одной из которых стал приход Джеймса Ганна туда и по этой причине, потому что там все хорошо. Знаете, как говорится, первый, второй, третий, четвертый этап, седьмой этап Кавилл вернулся туда. То есть, типа, не курица и яйцо, понимаете, как бы здесь разные причинно-следственные связи. Самое важное во всей этой рокировке это то, что фактически сейчас Warner очень сильно режут самого главного врага своей киновселенной, это бюрократию, потому что я напомню, что у Снайдера огромные проблемы с его Лигой Справедливости возникали именно на стадии согласования съемок. В процесс лезло 20 продюсеров, 30 директоров и так далее. Сейчас схема будет такая. Джеймс Ганн, Питер Сафран, они занимаются киновселенной DC и отчитываются напрямую боссу вообще всего холдинга Дэвиду Заслу. В этой ситуации наверное у киновселенной DC появляется какое-никакое будущее, потому что во-первых Ганн действительно классный. Я могу сказать, что мы видим на примере новой фазе Марвела Маленькая ремарка как человек, который посмотрел Черного Адама, я сейчас тебе объясню, что опять же как бы здесь вы немножко не понимаете хронологию событий, потому что реально Ганна не просто сделали, вот они сейчас пришли и сказали, что типа Ганн будет главным, судя по тому, что происходит в Черном Адаме, главным его сделали полгода назад, наверное, или даже год назад, потому что явно есть к этому предпосылки, сейчас я объясню, в чем прикол, но на самом деле опять же, как бы Макс правильно говорит, что как бы вселенная DC сейчас чувствует себя чуть получше, чем полумертвые пациенты, как это было буквально еще пару лет назад. вот знаете, очень классно вести подкаст, сколько, 6-7 лет, сколько мы его ведем, да? Да. Я помню все эти тейки о том, что ну часто с релизом Аквамена вселенная DC себя чувствует получше, ну часто с выходом Бэтмен против Супермена вселенная DC чувствует себя получше, ну часто с выходом Снайтерката вселенная выпустит себя получше. Ты, чувак, давай его сначала, смотри, ты выпускаешь ряд событий. Джокер вышел, она сейчас-то получше выглядит, да, давай говорить честно, не к этой фильмы нормальные, большинство головок. Джокер заработал дохуя денег, Джокер очень хорошо выстрелил, настолько, что они теперь собираются отдельно от вот этой DC вселенной, отдельно от нее, делать мрачные фильмы про злодея. А Бэтмен типа ни при чем. На столько, чувак, Бэтмен вообще похуй на него, понимаешь, здесь вопрос в том, что у них выстрелил Джокер, они такие так, бля-бля-бля, что делать, что делать, ну естественно нужен Бэтмен, потому что Джокер это без Бэтмена, как? И в итоге они тебе сделали с Мэттом Ривзом Бэтмена, они сейчас тебе сделают про Пингвина фильм, короче, и будут смотреть, они вот посмотрим, что как будет идти, Джокер 2, если ты помнишь, тоже у нас в ближайшее время должен выйти. Тоже будет полным галоном. По поводу новой вселенной, вообще, новой DC-вселенной, ну многие же думали, что как она будет выглядеть, вот у тебя есть типа Бэтмена с Беном Аффлеком, вот у тебя есть с Галь Гадот, соответственно, Чудо-женщина, вот у тебя есть Аквамен, короче, вот они вместе совмещаются, вот у тебя Бэтмен против Супермена, вот у тебя, короче, Джастис Лиг, ну Джастис Лиг, как бы, навернулся, с ним случилось то, что случилось, потом они сделали, соответственно, ремейк, и вот получилось то, что получилось, в общем-то, хорошая, вроде бы, менее завершенная история, но многие люди хотели бы, чтобы она продолжилась, и я думаю, что никто не ожидал, что продолжать свою историю они будут не со стороны Джастис Лига, а будут они продолжать со стороны вселенной, которую зародил в итоге Суисайд Сквад, потому что... Новый Суисайд Сквад, который второй. Новый Суисайд Сквад, да, я посмотрел Черного Адама, ходил в кино, соответственно, в Казахстане, могу сказать, что это был довольно забавный опыт, потому что классный, ну, такой хороший кинотеатр, как бы все было прилично, все было приятно, мне понравилось, что трейлеры шли все на русском языке, как бы изредка были казахские субтитры, и потом, когда начался фильм, первое время немножко отвлекало то, что казахские субтитры появляются внизу, и ты понимаешь, что ты... Знаете, это все равно, что субтитры на китайском, ну, то есть они типа есть, или на вьетнамском каком-нибудь, но ты ничего не понимаешь, ни одного слова практически, и ты такой типа в какой-то момент начинаешь их отфильтровывать как белый шум, ну, потому что, к сожалению, я не знаю казахского, я как бы просто смотрю и не понимаю ни слова, что написано. Ты пока не знаешь казахского? Ну, пока не знаю, вот, и в итоге в какой-то момент ты просто перестаешь их воспринимать, ну, ты видишь, что есть какие-то там буквы, как бы, но ты забиваешь на это. Сразу видно, что Тимур не из тех людей, кто смотрит экранки с субтитрами на корейском. Да, я не из тех, вот. прикольно, что он полностью в русском дубляже, соответственно, ты, ну, смотришь фильм, как будто ты в обычном кинотеатре в Москве где-нибудь, условно. И, что могу сказать, что я шел на Черного Адама с двумя мнениями. Первое, я смотрел трейлер, который мне понравился когда-то, ну, типа, несколько месяцев назад. Второе, я почитал все отзывы о том, что фильм полная срака, говно, моча, просто пиздец, 40% на метакритике. И, ну, я шел так очень осторожно, понимая, что пиздец, сейчас будет просто 40 полный, это Дуэйн Джонсон, Дуэйн Джонсона помог погонять. Прежде чем ты начнешь про фильм, а можно вопрос, а вот в, вообще во вселенной DC Черный Адам, это, блядь, вообще кто? Смотри, там очень хорошо, это, по сути, такой оригин фильм. А тебе рассказывают, это? Тебе все полностью рассказывают, прям, прям, сука, по полочкам тебе раскладывают, вот. Смысл в том, что, как и у Марвела, ну, в общем-то, DC... пожалуйста, мне сравнение с Марвелом, потому что... Я сейчас тебе, сейчас все тебе сделаю, короче, смотри, смысл в том, что и у Марвела, и у DC, уже в какой-то момент, если ты не ведешь хронологию комиксов, ты в какой-то момент просто не знаешь, какой герой, где, когда раньше у кого появился, кто у кого что спиздил, Ну, можно сопоставить, ну, то есть, я просто для себя, как обычно я смотрю марвеловские, там, или DC-шные фильмы, да, вот, например, есть Супермен, да, там, условно, да, там, у DC, соответственно, у Марвела, это там, ну, предположим, Тор, да, например, есть там, типа, Бэтмен, это у Марвела Железный Человек, да, то есть, вот, типа, умные миллиардеры, ну, и так далее. Не совсем, не совсем, как бы, потому что, ну, плюс-минус, там все немножко более комплексно получается. Смотри, там есть персонажи, которые прям вообще напрямую один в один с Марвелом, прям, прям, блять, вообще один в один. Есть персонажи, которые не совсем, потому что, например, поскольку я плохо знаю всех персонажей Марвела, я уверен, что кто-то есть похожий на Блэк Адама стопудово, но в киноселенной такого персонажа нету, потому что, что это за персонаж? По сути, это персонаж из древних, из древних шумерских времен, который получил божественную силу от того же самого Совета Магов, который наделил божественной силой Шазама, Здрасте, приехали. Так это Муннайт этот, как его, Муннайт? Ну, примерно да, но нет. Вот. Я объясню почему, потому что блокадом сопоставим по силе с Суперменом. А, ну, как бы, Муннайт этот такой, типа, ну, как бы, прикольный чувак, но не Супермен, конечно, вообще ни разу. Вот. И смысл в том, что его наделили как, типа, достойного чувака, я не буду там рассказывать сюжет, чтобы не спойлерить. Ну, еще бы он в джестале аскорпионов играл. Ну, короче, его, как достойного чувака, типа, наделили суперсилой для того, чтобы он там сражался с, там, с людьми, которые там, типа, порабощают других людей. Ну, в общем, короче, чтобы он выполнял праведную цель. Вот. Его наделили божественной силой. То есть, его, по сути, скажем так, оригин его силы тот же самый, что у Шазама. Если что, тут конкретно в фильме увязывают вот эту вселенную с Шазамом. Если что, Шазама продюсировал как раз тот самый чувак, вот этот Шафран, который вместе с Джеймсом Ганном теперь, ну, возглавляет вселенную DC. Да, понятно. Вот. Я просто к тому, что, опять же, они уходят от Снайдеровской вселенной в сторону вселенной, которая создавала, по сути, вот Шафран с Джеймсом Ганном. Поэтому в Черном Адаме встречаются почти все герои, более или менее значимые, из актерского состава отряда Смубит и Миротворца. То есть, там есть прям куча героев оттуда. То есть, если вы смотрели и Миротворца и Су-Сайд Схода, вы увидите просто много героев, которые были там. И они все плавно, очень аккуратно и очень грамотно и органично вписаны в сюжет. То есть, настолько, что ты понимаешь, что ребята реально теперь решили строить свою вселенную. Да, наконец-то. Это попытка номер четыре, наверное, или какая уже? Здесь у них прям хорошо получилось. И смысл в том, что по поводу самого фильма. Ну вот у тебя есть типа затравка, вот у тебя есть супер-пупер-герой, он в современном условном Ираке, который называется тоже там Мурзикстан, ну там по-другому, он называется Кандак. И это такой типа условный Ирак. Условный такой Багдад, более-менее технологичный. И смысл в том, что здесь, опять же, затравка тоже как бы очень-очень много параллелей с Марвелом. Здесь есть затравка немножко на Ваканду, потому что в этом Кандаке добывается минерал, который есть только здесь, который называется Этернум. И это типа полумагический такой камень, его, естественно, используют в технологиях, но они, эти технологии, захвачены типа боевой группировкой местной ЧВК такой. И типа они их используют только для себя. Всех людей держат вообще как бы прям в черном рабстве практически. все работают там на шахтах, все бедные, в общем, все очень плохо. И вот здесь начинается какой момент? Дело в том, что черный Адам просыпается там по ряду причин, короче, от своего сна, которому он лежал там, блин, четыре тысячи лет, условно. И, соответственно, чувак, который вообще ни хера не понимает, буквально смотрит на города и такой, чё, блядь? Ну, то есть, представляешь, четыре тысячи лет назад жил. Ну, понятно, тут на тебя воины с копьями бегали, а тут полеты. стреляют с автоматов, вот. Но при этом он говорит, твоя магия слаба. Класс. Вот. Ну, вообще, я скажу так, что Дуэйн Джонсон, естественно, играет Дуэйна Джонсона, но здесь он, знаешь, есть несколько видов Дуэйна Джонсона, вот, в фильмах. Здесь он играет Дуэйна Джонсона, который вот только так твоя магия слаба. А, короче, да. Ну, вот. Ну, он такого, не просто скалу, а, знаешь, такого, типа, очень мрачного Дуэйна Джонсона. Несмотря на... Говорит вот так. Примерно так, короче. Смысл в том, что, несмотря на то, что фильм 12+, количество оторванных конечностей, вытекающих глаз, распидорашенных черепов, вырванных позвоночников... Ну, это всё за кадром, я думаю. Нет, там прям, сука, показано всё. Да, ну, я тебе говорю, все сидели и охуевали. В зале было куча детей, которые в какой-то момент просто все такие, мама, мама, что такое? Ты серьёзно? Все просто ржать. PG-13, come on. PG-13. Там просто пиздец местами на экране происходит. Вплоть до того, что там есть момент, когда чуваку стреляют в живот, летит кровища, он падает на пол, у него лужа крови, он держится, и прям очень нейтралистично, и все такие просто, блядь, чё, серьёзно, 12+, и дети такие, блядь, и я прям вижу, как реально детям очень было некоторым некомфортно, а некоторые такие, мам, мам, что такое, почему? Ну, то есть, прям там реально дети сидели лет 10 даже, там такие мелкие прям совсем, и детям было не очень круто, потому что там прям реально натуралистичные были довольно такие хуёвые моменты, вот, но в чём прикол. Что зацелиться над этим, братан, не похуй ли на это? Ну, здесь это было, так скажем, странно, но с другой стороны это хорошо сыграло в фильму, потому что ему, так скажем, в плюс, потому что у тебя Дуэйн Джонсон, которого ты привык видеть, знаешь, в таких приключенческих фильмах около диснеевских, Пола Джуманджа такой, да, и тут он берёт такой, ну, нахуй, на, оторвал это, там, тычь, 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 подошёл такой к чуваку, фаталити, его там просто, знаешь, хуярит его током, чувак такой, о-о-о-о, и у него, знаешь, стекает всё, мозги вытекают из глаз, ты такой, блядь, всё происходит на экране сейчас. Ну, то есть он злодей или кто он такой? Ну, смотри, это такой серый герой, который, который будет злодеем в новом Шазаре. Нет, к нему приходят все герои местные, потому что в какой-то момент начинают приходить герои, типа, из местного такого Джастис Лик на минималках, вот, и ему говорят, типа, бля, чувак, нельзя убивать людей, ты же герой, он такой, а кто сказал, что я герой? И как бы начинается вот такой вот диалог, и опять же куча серой морали. Можно вопрос сразу, а в чём сюжет? Ну, то есть он проснулся, вот ты меня немножко прорвал, короче, я сейчас вот хотел рассказать как раз, в чём сюжет? Что вот он, типа, просыпается, вот тут тебе, типа, как бы главенствующая такая группировка преступная, которая там захватила страну, и все люди его воспринимают как тот самый герой, который жил 4000 лет назад, он проснулся, он нас освободит, он реально начинает всех освобождать, но освобождает всех как каким образом? Ну, там, типа, людей распидорашивает хоть и с автоматами, хоть и с гранатами, ну, типа, условно, плохих чуваков, но он их распидорашивает. И вот местный Justice League на минималках летит в этот самый кондак, на супер самолёте, под предводительством местного доктора Стрэнджа, которого зовут доктор Фэйд, его играет Пирс Броснан, и он, ну, это типа, натурально доктор Стрэндж местный, вот, прям вообще стопроцентное попадание. Берёт он с собой местную шторм, и берёт он с собой местного такого, знаешь, собирательный образ, что-то среднее между Дэдпулом, Человеком-муравьём и Спайдерменом. То есть, это взяли три образа из Марвела, совместили в один, и получился вот один персонаж. Вот. И всё это происходит каким образом? Они приходят и говорят, типа, чувак, бля, нельзя никого убивать, ты же, типа, не герой. Он такой, да мне похуй, и всех там пидорит. И в какой-то момент они начинают сражаться против него, но потом выясняется, что им нужно объединиться. И, естественно, начинается момент, когда, типа, чувак такой, типа, бля, ну, может быть, действительно не всех надо убивать. А герой начинает понимать, что иногда есть сложные моменты, когда, типа, блядь, придётся кого-то убить. Вот. И, как бы, вот такие очень много серой МРФ. Потом миллион вот это поворотов. И дальше, соответственно, всё, как бы, заканчивается тем, что, как бы, ну, там, ряд есть трагичных моментов, нетрагичных моментов, но в итоге все подружились, все пришли к какому-то общему согласию и получил всё круто. Параллельно всё это сдабривается, первое, очень большим количеством камео из, соответственно, вот, вселенной, которую построил, по сути, Шафран вместе с Джеймсом Ганном. То есть, это с Шазамом, плюс, соответственно, Миротворец и Суисадз Квот. И самое главное, всё это, как это всё это выглядит. Я скажу тебе так, что, несмотря на то, что в ряде моментов фильм выглядит немножко вторично по отношению к Марвелу, потому что ты видишь условно Доктора Стрэнджа, который там искажает пространство и прочее, но с другой стороны ты понимаешь, что все эти герои, они были у DC и Марвел, они давно были, и сказать, кто из них, типа, кто был первый, уже очень сложно, кто у кого чего спиздил. И как бы, ну для условного зрителя, который пришёл в кино после всех этих Марвел фильмов, ну, они будут говорить, типа, бля, вы всё спиздли у Марвел. Вот. Но я скажу так, что если бы этот фильм всех героев полностью поменять на Марвел, у тебя бы просто все критики ссали бы кипятком и говорили, это, сука, нахуй лучший фильм Марвела просто за последние 10 лет. Ну, условно, после Мстителей, вот, финал, да. То есть всё то, что выходило после этого, всё полная параша, а вот это просто ебануться, это, сука, лучший фильм. Потому что это хороший боевичок, ни на что особо не претендующий, при этом с кучей крутого экшена, с хорошим местами графоном, чего Марвел уже в последнее время не может похвастаться, с довольно классными, хорошо прописанными персонажами, и самое главное, настолько прикольно сделанные персонажи, что это то, чего не хватает Марвелу. Когда у тебя персонажи показывают очень мало времени, малый реплик, но его так хорошо представляют, и так хорошо подают, что ты его запоминаешь, ты ему сочувствуешь, ты начинаешь понимать как бы его там фабулу, его мотивацию, его характер, его взаимоотношения с другими персонажами. Настолько это хорошо сделано, что, например, я вспомнил фильм вот этот «Вечный» у Марвел, я больше половины персонажей вообще не помню, кто, чего, как всё закончилось. Я вообще никого там не помню. Я вообще нихуя не помню. А эти все персонажи прикольные, ты их всех сможешь запомнить. Они реально все классные. Ну, короче, ты хочешь сказать, что критики обосрались, потому что «Метаскоро» у фильма 41 из 100. Но, если ты посмотришь на IMDb, который люди делают, и самое главное, что есть куча статей уже о том, что в США опрашивают, ну, типа, такие условные экзитполы, типа, что там люди думают по поводу фильмов, в целом все довольны фильмом. Фильм получился реально успешным среди зрителей. Его многие шли, не знали, что там будет, но внезапно он оказался хорошим. То есть, это такой хороший, добротный боевичок, от которого ты реально ничего не ждешь. Это знаешь, вот как ты в свое время, например, мог пойти посмотреть первую серию «Пацанов», ну, какой-то очередной сериал про супергероев, как бы, ты ничего не ждешь, а он внезапно охуенный. Здесь ровно то же самое. Ты ничего не ждешь, а он оказывается классный. И в итоге «Черный Адам» оказался хорошим. Он действительно хороший фильм, и самое главное, там так круто вот они вернули всю эту историю с киновселенной, что ты такой «О, прикольный, я этих знаю, этих, этих, этих». И ты понимаешь, что они сейчас туда засунут и Шазама, и Генри Кевилла Супермена, короче, и вот всех чуваков из Миротворца. И они, вот ты понимаешь, что они впервые после Justice League, который был проблемный, короче, и у него сейчас непонятно, какая будет судьба, но они нашли путь, как оттуда вывернуться и сделать, по сути, новый виток, который может оказаться в итоге очень удачным. И я думаю, что у них получится, потому что, ну, типа, прям реально пока получается хорошо. Короче, тебе понравилось, я тебя понял. Да, я... Твердое 7 из 10, прям твердое 7 из 10. Я подожду, потому что сейчас вот по трейлеру и по тому, что ты рассказал, это производит впечатление дженерик фильма про супергероя. Ну, то есть, ничего такого прям выдающегося ты не рассказал. Ну, короче, мне понравилось. То есть, может быть и правда. Вопрос к Санебойскому подкасту отправил нам 150 рублей. Парни, как уже прошедшие через это, при переезде на турецкий аккаунт PlayStation и покупке там Плюс, смогу ли я играть в те игры, что я накопил по подписке на основном аккаунте за все последние коды? Смотри, подписка на основном аккаунте, когда она у тебя закончится, все те игры, которые ты будешь качать из Плюса, они будут иметь замочек. То есть, скачать их тупо ты не сможешь из своей библиотеки. Но если игра есть в условно турецком сторе и в турецкой подписке, ну то есть, предположим, там, не знаю, какой-нибудь там Uncharted, как вариант, то тогда даже с замочком ты можешь спокойно ее скачать. То есть, а если игры нету, то есть подписку ты оформлял позже, скорее всего, то нет, там будет замочек висеть. А вот играть в игры, ну на основе Маке, ты можешь спокойно как бы в те, которые добавлены в подписки турецком, это вообще не проблема. Ты просто делаешь два аккаунта и все. Слушайте, говоря про еще кино, давайте мы уж отбомбимся с кино новостями, тут очень странная новость пришла от Диснея. Вообще, тут еще Дисней на неделе показал трейлер нового Человека-Муравья и IGN, это вот мы с Димой обсуждали, повесил заголовок, типа, Марвел превращается в Звездные войны, это типа позитивный тейк, но это не так, но описание очень точное, очень точное, просто не в том ключе. Я посмотрел трейлер, мало того, что видно, что он весь снят на зеленом экране, так еще и кроме всего прочего. Ты, подожди, какой трейлер посмотрел? Про Квантоманию. А, господи. Ну вот, ну просто Макс про него начал, я быстренько хотел договорить, что вот этот вымученный, вымученный пуш того, что, а вот у нас там есть Канг завоевать, он охуительно крутой злодей, он так обосрато выглядит, потому что вот я видел, вот во всех остальных местах его тоже пушили, и ты такой, блядь, ребят, ну после Таноса, ну это выглядит, ну так жалко, ну просто так жалко. А это Тимур Татарстанос. Значит, тут, короче, история в том, что на фоне всего вот этого вот, да Марвел, это новые Звездные войны, как дела у Звездных войн? Короче говоря, сначала расскажем новость, да, значит, Линда Лофф, Дэймон Линда Лофф, да, это очень известный сценарист тем, что хуй пойми, что он пишет, на самом деле у него есть очень хорошие хранители для HBO, но вообще это человек, который умеет нагнать тайну и не всегда умеет ее, собственно, размотать. Остаться в живых, Лост. Да, есть у него такая проблема. Я не согласен, я считаю, что во всех неуспехах Лоста виноват исключительно Джей Джей Абрамс, потому что Джей Джей Абрамс... Который тоже работал над Звездными войнами. Джей Джей Абрамс успел обостраться с Звездными войнами, а Длинделлов еще пока нет. Но у него есть шанс! У него есть шанс обостраться, да. Да, Дисней дал ему новый фильм по Звездным войнам, который будет происходить после девятого эпизода. То есть вместо того, чтобы забыть девятый эпизод просто как страшный сон, спрятать, закопать его, боссать его труп, сжечь его там, я не знаю, что с ним сделать, вычеркнуть нахер из канона по-тихому, мы сделаем вид, что у этого фильма есть продолжение. Ну, слушай, это не прямое продолжение. Все-таки Голливуд и Портеру пишут, что новый фильм по Звездным войнам будет рассматриваться как одиночный фильм и события развернутся после The Rise of Skywalker, но это не продолжение истории Рэй. Персонажи будут совершенно другие. Хотя тут же пишут примечание, что не исключены камео. Ну, естественно, это Звездные войны, как бы, камон. В 500-ый раз показать Бэби Йоду, в 8-миллионный раз показать призрака Люка Скайуокера, пока Марак Кэбелл еще жив. Чувак, ты же понимаешь, на какой планете будет начинаться фильм? Ну, Татуиня, все за глупые вопросы. Там все будет происходить. Планеты нету, потому что в городе Татуиня есть еще Ход. Ход. Да. И Курсант. И Курсант. А, ну, вообще... Ну, на Бу еще есть так-то как бы... Это что ты уже какие-то... Что Бу? Ты сейчас скажи, великого ситха вернуть обратно? Да, да, еще на Мустафар слетать, там, на хайр-граунде постоять. Но проблема в том, что вообще со Звездными войнами все очень странно, потому что вот прямо сейчас, прямо сейчас идет сериал Андер. Это охуенный. Кроме шуток, я сейчас не стебусь, это охуенный тейк на Звездные войны. Я не стал смотреть Андер, потому что мне дичайше не понравился Оби-Ван Кеноби, мне просто был сранен. Так вот, чувак, это два противоположных настоящих произведения. Это вот гигантские вещи на спектре, понимаешь? Вот где-то, где-то очень слева в говне находится Оби-Ван и этот, как его называется, Боба Фетт. Боба Фетт и Боба. И там где-то вторая половина нормы, когда Мандалорец появляется. На серединке где-то находится Мандалорец, и вот там вот, где-то за облаками находится Андер. Потому что Андер это сериал, который мало того, что он просто дает Звездные войны с неожиданной, реалистичной стороны, там люди трахаются, у них есть какие-то интриги, настоящие в смысле интриги, какие-то свои переживания. Там еще и Уор Звездных войн прикольно применяется в разные моменты. И ты смотришь, как шоураннеры используют всякие троупы типа там лайтсейберов или еще что-то. И думаешь, а хули вы в фильмах до такого, блядь, не догадались? Вот серьезно. Такие примерно эмоции от Андера. Потому что Андер это прям неожиданно. У Андера есть только одна проблема. Она субъективная. Знаешь, какая? Если оттуда нахуй вымарит Звездные войны, шоу ничего не потеряет. Но это сай-фай, да? Это такой арт-хаус, понимаешь? Это такой сай-фай, немного триллер, на минималу. Понимаешь, что у тебя буквально начинается с того, как чувак случайно убивает... Что там и поебиоды нет, да? Чувак там начинается с того, что чувак случайно в драке убивает, короче, охранника, ударяет его об стену и тот у того, как просто башка разморжена. А другой охранник просит его, пожалуйста, не убивай меня, не убивай. Как бы я тебя... В лоб прям. Короче, нет. Начинается вот с этого Андер. Андер, Андер... Это не похоже на Звездные войны. Да, именно это охуенно. Андер это именно то, что я хотел от вселенной или паблик-команда. Это идеальное продолжение в том же ключе. Очень советую вам всем. Get that back to soldier. Ну, короче, ни хера не верю в Дэймона Линделофа, но очень хочу, чтобы создатели Мандера дали полнометражный проект. Они реально заслужили. Ему уже дали. Называется, знаешь как? Сгой-один! Но я вообще тебе говорю, чтобы им еще один фильм дали сделать. Вы помните, когда мы обсуждали изгой-один, все его абсолютно хуй сосили и в твиттере. Я говорил, что он очень крутой. И критики. А мы с вами в итоге сошлись на мнение, что это не самый плохой фильм по «Звездным войнам». Да. А теперь считается, что это один из лучших фильмов по «Звездным войнам». Просто на тот момент восьмой и девятый эпизод еще не вышли. Не вышли, да. И мы еще испытывали надежды, а ретроспективно, я согласен, из всех фильмов Диснея полнометражных это лучший с большим отрывом. Я даже скажу больше. Вот тот практически отвратительный фильм про Хана Соло, который просто Соло, по-моему, назывался, в принципе был не очень плохой. Он смотрибельный. После девятого эпизода я могу его пересмотреть. Все, что угодно, не плохая. Так что у меня, наоборот, большие надежды на Линда Лоффа. Я считаю, что он как бы может снять... Ну, может, не значит, что будет, да. Он может снять нормально. Но есть один нюанс, который вот здесь «Голливуд-репортер» прям четко пишет. Что вот этот фильм про «Звездные войны», он планируется одиночным, но в случае его успеха готовы мазки для новой трилогии. Ну, то есть, если вдруг выстрелят, то замечательно будем снимать второй и третий фильм, да? И дальше. Фильм на ранних стадиях появится на экранах не раньше декабря 2025-го. Если такими темпами вообще появится, я понимаю, что... хотите вам просто супер-рецепт для «Звездных войн», чтобы точно выстрелил? Давай. Берешь, делаешь главным героем джедая Тома Круза. Так. И все. Нет, нет, ты не понимаешь... Ты не понимаешь... Это, знаешь, чем закончится, Тимур? Тем, что он будет... Он будет управлять силой без спецэффектов. Он специально пойдет в храм джедаев, откроет себе силу и будет двигать камни телепатии в кадре, зная Тома Круза. И построит реальный Тай-файтер, да? Да, да, да. И научится на реальном X-Feed не летать. А потом, да, документалка. Как Том Круз учился летать на Тай-файтере, да, и там в космосе... Но, но, но... Как будет в реальности? Как будет в реальности? Знаете, вот единственный способ для Диснея не обосраться с «Звездными войнами». Единственный способ. Давайте подумаем логично. Ну, то есть, наверное, стоит там, типа, как-то переделать франшизу, взять там новых каких-то персонажей. Нет, не получится. Они уже с этим обосрались. То есть, второй раз не получится переделать. Как сделать так, чтобы не обосрались? Очень просто. Берешь новую надежду. Четвертый фильм «Звездных войн». Какого он там года? В 79-м? Делаешь ремейк. Делаешь ремейк. Просто дословный ремейк. С новыми актерами. С новой, там, типа, графикой. Но просто дословный, блядь, ремейк. Потому что Голливуд это делает постоянно. Берешь, переснимаешь четвертую часть. Все там ваху и такие, блин, это то же самое кино. Критики ставят единицы, а народ все равно пойдет. Ну, то есть, пойдет, будет ставить десятки там на МДБ. Все будет круто. Так вот. И дальше у Диснея задача не обосраться с пятым эпизодом. Это будет сложно. Короче, в любом случае мы верим в «Звездные войны» Дэмона Линделова, беливим и думаем, вдруг что-то получится. Маверик Грей занесла на 5 долларов, Димочкина сладенькая, немного, но от души. Спасибо тебе большое. И Ильич отправил на 300 рублей. Первый мой донат. Парни, неделя в Турции, три недели в Боснии. Ждал визу в Австрию к сестре. В итоге отказ. Пожелайте удачи в дальнейших скитаниях. Вы лучшие. Спасибо вам, Тимур. Стоит ли в Казахстан ехать? Слушайте, Казахстан хороший. И я говорю, что это страна, от которой ты ничего не ожидаешь, а она оказывается очень крутой. И прям здесь все очень хорошо, здесь очень пригодно все для жизни. И в принципе здесь совершенно спокойно можно задержаться, особенно если у вас удаленка, вообще легко. И послушай, наш спешл, где Тимур переезжает, он там полтора часа рассказывает, что стоит. И желаем тебе удачи в дальнейших скитаниях. Я, кстати, хотел сказать про визу. Мне тут тоже выдали паспорт испанца. И короче, у меня жене дали визу на 5 месяцев, а мне на месяц. Вот так. При том, что у меня до этого стояли три визы подряд испанские. На год, на два и на три. И короче, они мне дают теперь типа на месяц. И они мне еще паспорт отдают соответственно в Москве, я в Казахстане. И они мне дают паспорт на два дня позже срока, ну типа срока визы. То есть они мне дали что-то типа там с 5 октября отдали 7 октября. И ты такой типа так, какие отлично. На сколько? А, на 2 энтри, ну то есть типа можно два раза по ней въехать и виза всего по 4 ноября. Вот. И я такой, ну охуительно. Спасибо, ребят. Спасибо, пацаны. Короче, это было очень грустно и печально, поэтому мне придется подаваться теперь еще раз. И вот интересно, то, что у тебя есть маленькая месячная виза, которая еще и не открыта, как бы, ну... Дадут, не дадут, что дадут, да. Алексей Ка отправил нам 150 рублей, кстати, упоминаю «Звездные войны». Сейчас ведь вышел мультсериал по Осоке «Звездные войны. Сказание от джедая». Осоки. Осоки, да. Гляньте, хочется сравнить с бракованной партией. Что такое бракованная партия? Бэт Батч, это сериал, фактически это пересказ из Репаблик Команд с другими персонажами. Проклонов? Да, но я могу сказать, это проклонов спецназовцев, которые типа, отсюда и бракованная партия типа Бэт Батч. Но вообще, это Филони, Филони клёвый и надо посмотреть. Всё, что Филони делал в «Звездных войнах», пока что было гораздо лучше того, что творит большой Дисней. То есть, в этом плане, спасибо, что сказал. Я забыл немножко. Сказание «Джедая» ты не смотрел? Ну, он только вышел. А, я понял. А что в следующем подкасте? Он буквально сегодня начнёт выходить. По-моему, все шесть серий должны выйти сегодня. Ладно. Слушайте, я тут посмотрел фильм старый 2013 года. Называется «Связь». В оригинале он называется «Cohérence». 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 Как-то так. Короче, история в том, что, если уж правильно переводить, то это «Cohérence» — это такой физический термин, который обозначает соединение разных запутанных квантов, например. Квантовая запутанность — это связность. Когеренция. Вов вспомнил. Когеренция это называется. Когерентность. Да. Короче, его скорее стоит переводить так, потому что это sci-fi. И история в следующем. Во-первых, фильм малобюджетный. Прям очень сильно малобюджетный. Он, по сути, происходит внутри одного помещения. История в следующем. Старые друзья собираются у одного из них дома. Их там, по-моему, шесть человек или что-то около того. И сидят, бухают, едят, разговаривают, у кого как жизнь прошла. Ну, то есть, такая типичная... Я это называю посиделки у Тимура. Обычно вот так происходит. Собираешься у Тимура на кухне и сидишь, пиздишь, зажить, что называется. Кто чем занимается, у кого там, типа, как в личной жизни сложилось, у кого сработали, кто там новую нашел, значит, кто машину купил, кто там, типа, наоборот продал, ну и так далее, и тому подобное. Вот они сидят, значит, в этой... в этом помещении и, значит, у них такой, типа, ну, диалог происходит, скажем так. Ну вот. И из их разговора становится понятно, что в этот момент в мире происходит некое атмосферное явление. И это атмосферное явление это комета, которая пролетает над землей, там, раз в сто лет или типа того. И выясняется, что у одной из девушек у нее брат занимается квантовой физикой. И он, в общем-то... А, нет, у пацана брат, значит, занимается квантовой физикой. И вот он, ему оставляет записку, что, мол, если вдруг во время пролета кометы начнется какая-то херня, ты лучше мне позвони в первую очередь. Так вот, во время пролета кометы наступает следующий образ... Следующая вещь. Выключается полностью свет во всем доме. Они выходят на улицу и видят, что свет выключился не просто во всем доме, а во всем квартале. И единственный свет, который горит, это вот в соседнем доме, там, ну, где-то там метр в ста, условно, от них, да? Они пытаются включить у себя дома... Как он называется? Генератор. Да, генератор, у них ничего не получается, и в итоге двое из них решают пойти сквозь темноту, значит, дойти до соседнего дома. Когда они туда приходят, они обнаруживают, что этот соседний дом полная копия того, из которого они только что пришли. они заглядывают внутрь в окна и видят самих себя. Ну, понятно, как геренция, в общем-то, в этом плане и чувствуется. Соответственно, весь сюжет фильма сводится к тому, что во время пролета кометы мир раздваивается, там, расстраивается, расчетверяется и так далее на очень много разных реальностей, во всех из которых они есть. И единственный способ пережить этот пролет кометы, это остаться, скажем так, в том самом доме, в котором ты находишься, ну, в твоем изначальном доме, скажем так. Но прикол в том, что когда они выходят в темноту и идут к соседнему дому, они, по сути, делятся, и никто из них не знает, кто из изначального дома, а кто, типа, пришлый. И в этом фильме настолько сильна атмосфера паранойи, когда ты не знаешь, кто с тобой рядом находится, твой друг, приятель, он настоящий твой друг, приятель или копия из параллельного мира, условно говоря. Что вот эта атмосфера паранойи, она там играет очень, очень клевую вот штуку. То есть этот фильм смотрится только ради этого. С точки зрения сюжета, ну, я могу сказать, что местами, конечно, мне не очень понравилась концовка, то есть она довольно странная. Но в целом, если вы любите вот такие камерные... Актеры, кстати, очень хорошо играют, мне прям очень понравилось, как они прямо отыгрывают. Такие камерные фильмы, в которых все место действия... Это, знаешь, очень часто бывает, например, в британских фильмах, потому что в британских фильмах традиционно у BBC нет ни хера денег, поэтому давайте мы всю драму запихнем исключительно в игру актеров. В две комнаты, да. Да, и в две комнаты все дело происходит. Вот здесь примерно то же самое, то есть тоже, как бы, никакого там супер-пупер фантастики там не будет, но вот такая история, она довольно жутковатая и прикольная, мне прям очень понравилась. Фильм старый, 2013 года. Если, как бы, вам хочется посмотреть что-то похожее, то я вам очень сильно советую. Мне прям очень зашло, и прям вот идеальный вариант просто. Немного, знаете, что напомнило? Может, помните ужастик Карпентера, который нечто? Да, да. И там был момент, когда они не знали, кто из них человек, а кто монстр, и проверяли по крови, типа, по капле крови, типа, капали его из пробирки, типа, чтобы, если монстр, то он боится огня, такой, помнишь, на этот момент? Вот эта атмосфера паранойи в Когеренции присутствует, то есть, прям вот эта вот эта мякотка сама, но при этом никаких монстров там нет. Мне больше интересует то, ну, хорошо, есть некий ты из параллельной реальности, а почему надо его бояться? А это объясняет один из персонажей. Дело в том, что один из персонажей, он такой запойный алкоголик, скажем так, и он объясняет это следующим образом. Если я здесь сейчас трезвый, то значит, кто-то из моих двойников стопудово бухой, а раз он бухой, то он агрессивный, а раз он агрессивный, то он к нам сейчас придет и будет нам пизды давать. Поэтому мы должны действовать наперед. То есть, автоматически люди думают о том, что они хорошие, а их как бы плохая часть, плохая, плохой Тимур, условно говоря, из параллельной реальности сейчас придет и отпиздит нас всех. Понял идею? Это чем-то в итоге подкрепляется или это чисто так? Ну, я не буду тебе спойлерить, но там есть моменты, когда ты понимаешь, что в какой-то момент все настолько сильно запутывается, что без таймлайна и какого-то объяснения на Википедии ты хуй поймешь, что происходило в этом фильме. О, Кагиринс Эндинг Эксплейнт, понятно. Короче, я тебе советую и вообще всем советую, но сразу учтите, что фильм реально малобюджетный, то есть, в нем играют малоизвестные достаточно актеры и он вот такой вот очень камерный. 2013 год. кстати, просто для этого, для интересного факта, режиссер фильма это арт-директор Гора Вербинский в «Пиратах Карибского моря» и «Ранга». Это мне ни о чем не говорит. Ты что, Гора Вербинский, что ли, не знаешь? «Пираты Карибского моря» и «Ранга», он арт-директор, это его режиссерский дебют. А, ну, я могу сказать, что вот Тимур очень любит говорить, что, например, А24 снимает очень клево, типа, классно и замечательно, там, выставлен кадр, даже если фильм говно, но все равно, там, типа, очень классно сделано, поставлено, там, операторская работа, режиссерская и прочее. Так вот, в «Кривенции» этого нет, потому что он снят в стиле документалки, ну, то есть, как бы, там нету за то, что зацепится взглядом, поэтому на это можете не рассчитывать. Кто там арт-директор, вообще похуй в этом фильме? Нет, просто я не смотрел этот фильм, он достаточно известен в среде киноделов, я просто добавлю под конец, если вернусь, он популярен в среде киноделов, мне его приводил пример, режиссер нашего фильма, он им очень вдохновлялся, потому что он снят буквально за еду, у него бюджет 50 тысяч долларов, это звучит страшно, но на самом деле это личные деньги режиссера, которые он потратил на аренду оборудования. Нам, кстати, хорошо вспомнили в чате, что есть фильм «Детонатор», да, «Праймер», он тоже похож на эту историю, но только там «Путешествие во времени», это немного другое. и, собственно, этот пример очень хорошо приводит, когда, типа, если ты хочешь получить пиздатый фильм на голой жопе, «Связь» — это хороший пример такого подхода. Ну, хорошо. Неглавный еврей занес нам 18 шекелей, посмотрю завтра в записи, опять пропустил стрим, ну вот. Эх. А сиптим, жалко, спасибо. Евгений занес нам 4 доллара, парни, с возвращением вас, очень радостно слышать вас снова, за время Заварухи слушал вас в Черногории, Сербии и в Израиле, теперь пошел работать в параллел с Релокейтом на Маврикии, откуда я вам и передаю привет. Блин, вот это круто, конечно, как можно вообще оказаться на Маврикии, почему Релокейт туда? Ну, Маврики — прикольно. Поздравляем тебя, кстати, да. Алексей Каза отправил на 150 рублей, пока не забыл, на Рекси вышел фильм-сериал «Школа добра и зла», просто офигенно красиво, очень напоминает Курелло Диснея в «Гарри Поттере», плюс там играют в «Орн Фишборн», «Шарлиз Терон», мне понравилась «Джоэль» и так далее с «Драконом». Да, я тоже увидел, на самом деле хочу посмотреть обязательно. Все? Да. Слушайте, я хотел рассказать чуть побольше, потому что в прошлый раз так, знаете, очень скользко рассказал по поводу своего перехода на MacBook M1 Max, и хотел рассказать в первую очередь с позиции, как бы, во-первых, профессиональной, потому что, ну, я умудрился за последнее время поюзать на нем и видеоредакторы Final Cut Pro, и там, редакцию различных, соответственно, документов, у меня все Photoshop, Lightroom, короче, там, всякие Word, Excel, и все-все-все-все работает идеально, отлично и хорошо, то есть я в плане того, что насколько некоторые люди думают о том, что вдруг на M1 что-то будет плохо работать, я пока не столкнулся, у меня пока, в общем-то, все более-менее хорошо и нормально работает из моих старых Legacy программ, в том числе даже, например, трактор DJ Studio, на котором я свожу Mix и вот завтра тюнс, он тоже оказался работоспособным и довольно хорошо пашет, вот. Кстати, я хотел сказать, что этому всему довольно-таки классно помогает то, что как раз вот эти все цифры о том, что макки на M1 продаются, как горячие пирожки, это очень сильно способствует тому, что многие начали идти и реально обновлять свои программы под M1, в том числе огромное количество программ есть, которые изначально затачивались под iPad, под iPhone, их быстро перелопачивают, быстро переделывают под Mac, ну, то есть, как бы, так скажем, с не очень большим вложением усилий, их перелопачивают, и они выходят в итоге на Mac. Вот, скажу даже больше, что, например, я подумал, так, ну окей, вот у меня с собой Switch на iPad, во что поиграть-то, вот, у меня вот есть два контроллера, у меня, соответственно, ну, соответственно, моим главным контроллером вот является DualSense, который я взял с собой из дома, вот, и в чем прикол, что я накачался игр из этого, из Apple Arcade, и могу сказать, что, несмотря на то, что Apple Arcade сделал такой солидный shift в сторону игр, так скажем, более вовлекающих, ингейджащих за последнее время, и они, например, их все время туда-сюда телемпает, то они выпускают какую-то поебень типа Треврят, то они выпускают старые игры, которые раньше были платными, они теперь делают типа плюс-версию, из которой вырезают всю рекламу, вырезают все монетизации и вообще всю премиальность, и просто делают ее полностью бесплатной, ну, то есть, по сути, она доступна по подписке, что вполне, в общем-то, неплохо, потому что, например, вот недавно они выпустили довольно крутую игру, если вы вдруг не играли, мы про нее много тоже говорили, называется Грис, это довольно клевая такая вот аркадка, индюшатина, они сделали, опять же, Грис плюс, который, ну, это тот же самый Грис, который просто бесплатный, вот, ну, и вот так вот они в последнее время делают, ну, я накачал, по-моему, естественно, всяких Фантазионов, там, Oceanhorn, там, этот, Шаул Найт Дик, всякие, Пасли, Сокосов, Ванни, Отлендерсы, Альба, там, соответственно, The Last Campfire, Builders Journey, про Лего, короче. Я в него играл, а я в него Пластейшни, по-моему, играл. Короче, я накачал миллион просто различных игр, которые, по сути, с iPad, включая Planescape Torment, прям версию с iPad, и они все идеально работают на Mac, вплоть до того, что, ну, многие же из них оптимизировались под довольно хорошее разрешение iPad, который, например. не Planescape Torment, а Tides of Numenera, наверное. Нет, Planescape Torment именно. Planescape Torment, это игра 96-го года. Но это не повод. Я к тому, что игра 96-го года, это не повод. Короче, я просто к тому, что все эти игры, которые выходили на iPad, а с большой долей вероятностью, они пойдут на M1 Mac, и вы можете просто их скачать и просто туда поставить, и они будут совершенно спокойно, без всяких багов, без всяких глюков, просто идти. Соответственно, тачпад будет эмулировать нажатие по iPad, что довольно хорошо работает. Но это касательно игр вот такого рода. Ну, я решил, естественно, углубиться дальше и подумать, типа, так, окей, хорошо, что мы можем сделать, блин, еще на Mac'е такого, ну, как бы, соответственно, с мощным GPU, с мощным GPU и так далее. Ну, я пошел, поставил себе Parallels, поставил на него, единственное, на данный момент, ну, есть две возможности, можно поставить Windows 10 Arm Insider Preview, так называемый, который довольно забагованный, и, в общем-то, Microsoft сейчас ими не особо сильно занимается, а все силы они бросили, как раз-таки, на Windows 11 Arm. И вот она, в общем-то, Parallels практически автоматом, ты просто скачиваешь Parallels, и она просто тебе автоматом накатывает этот самый Windows, и тебе его запускает. Вот. Могу сказать, что внезапно, это то, чего я совершенно не ожидал, но выяснилось, что Parallels и Windows 11 Arm очень хорошо работают на Mac'е, на M1, настолько, что они у тебя просто, по сути, как дополнительный рабочий стол, в котором ты, как бы, просто переключаешься между рабочими столами своего Mac'а, ах, да, у тебя есть еще один рабочий стол, а, блин, так это винда, оказывается, вот. Причем, между ними можно очень круто настроить линковку такую, что у тебя папочки, там, Downloads, Pictures и прочее, начинают дублироваться, то есть, по сути, у тебя позволяет Parallels сделать так, что, когда ты заходишь внутрь, там, папочки Downloads в винде, она просто тебя перенаправляет папочку на Mac'е, причем позволяет еще и считывать, соответственно, файлы в формате Apple File System, то есть, по сути, как бы, делать тебе максимально удобное взаимодействие с файлами. Я хочу сказать, что это дико круто, потому что ты берешь на Mac'е что-то там скачиваешь, допустим, условно, в Safari или там из торрентов, или еще откуда-нибудь, короче, через Transmission какой-нибудь, оно у тебя там качается, закидывается в папочку Downloads, просто свайп вправо, заходишь в винду, а у тебя уже все лежит там во всех этих папках. Очевидный вопрос, а в Fortnite ты не играл? Слышишь, в Fortnite не попробовал. Я скажу так, смотрите, у Parallels есть ряд проблем, как бы, ну, у Windows 11 ARM. Она заключается в чем? С точки зрения игр, в первую очередь, то, что я там тестировал в основном там. Дело в том, что он поддерживает на данный момент только DirectX, причем там 9, 10, 11, 12 пока не поддерживает, но, судя по всем публичным заявлениям, компанией и не публичным, которые у меня там тоже есть, они уже год работают над интерпретацией DirectX 12 в Metal напрямую, и вроде как у них идут дела очень хорошо, и они в каком-то прям совсем ближайшем обозримом будущем анонсируют и с одним из апдейтов это выкатят. То есть, соответственно, можно будет играть во все новые игры в DirectX 12. Поэтому здесь есть еще какой-то дальнейший момент. Дело в том, что вулкан напрямую сейчас не поддерживается, но ряд приложений внутри, соответственно, как бы вот VIN 11 ARM и Parallels, можно поставить, которые используют очень хитровыебанную схему, которая позволяет тебе, по сути, запускать вулкан, который, так называемый DirectX-вулкан-молтон, вот, молтон, это штука, которая позволяет из вулкана переводить в Metal. У меня вопрос, а нативные версии для Mac'а под M1 ты в Steam'е не пробовал запускать? Это я сейчас тоже скажу, короче, но я хотел про Parallels немножко рассказать. Я могу сказать, что я потестировал ряд игр в Parallels'е, и в целом, в целом, ситуация довольно-таки нормальная, но она заключается в чем? Что ряд старых игр работает вообще отлично, суперхорошо, но на некоторых совершенно неожиданных местах может спотыкаться. Например, я сейчас прохожу Bioshock Infinite, который, вот я играю, там условно все на хай, соответственно, играю в разрешении 1080p, ну, то есть, казалось бы, практически любая современная видеокарта может с этим справиться, совершенно все нормально. Но поскольку Bioshock не очень хорошо оптимизирован на ПК, и до сих пор если ты заходишь в Steam'е просто в Bioshock Infinite, ты увидишь там огромное количество вещей о том, что типа игра падает, вылетает. А это был обычный Bioshock Infinite или ремастер, который вот выходил? Ты знаешь, это обычный просто, я не нашел там. Ремастер обновили на новую версию Unreal. Может быть, короче, ну вот я играю типа в обычный, и там все немножко грустновато. И скажу так, что, например, когда ты выходишь на открытое пространство, вообще я заметил, что в целом, в любой игре на данный момент, в которой бы ты ни играл, особенно на Unreal Engine, вот через Parallels на Mac, выглядит это следующим образом. Ты выходишь на открытое пространство, где большое количество объектов вдалеке, и у тебя начинаются прямо тормоза. Ну там, типа было 60 FPS, становится 25 FPS. Просто понимаешь, ты же играешь, по сути, через два слоя виртуализации. Это очень плохо. Такое. Да. И это, конечно, как бы местами прям печально. Причем, это еще иногда приводит к некоторым неожиданным казусам. Например, в Bioshock Infinite есть конкретное место в игре, это когда ты приходишь первый раз к Элизабет, которая там сидит в статуе, да, и игра тупо в одном и том же месте вылетает. И я писал в наш чат, типа, чуваки, вот она вылетает, и там у нас чувак есть один, который хорошо разбирается в геймдебе, он почитал ошибку, говорит, слышу, у тебя там, типа, ошибка exception там в GPU, пойди попробуй, типа, разрешение уменьше или настройки графики уменьше. Я, блядь, сделал на very low и реально прошел этот момент, мне ничего не вылетало. Потом, когда я вышел из этой локации, сделал обратно все на high и все, все отлично, все хорошо играется. Ну, вот это такой неочевидный момент, как бы, что вот такое может быть. Ну, как гейминг у тебя с собой случился. Тебе нативно может и не такое вылезти, поверь. Ну, короче, но при этом я играю, параллельно, сейчас потихонечку прохожу его, который из Epic Games, да, он, например, отлично идет. Вообще шикарно, все очень хорошо, вот, в игре. При этом я играю, например, в Trouver, Trouver тоже довольно хорошо идет, вот. И, то есть, в параллелсе, так скажем, многие игры идут хорошо, а некоторые игры идут, ну, там, средненько, так скажем, да, некоторые вообще плохо идут, или там не запускаются, или еще что-нибудь в этом роде. А пробовал ли ты софт, который не виртуальную, машину тебе делает? А слой абстракции, условно говоря, кроссовер ты пробовал? Пока нет, но вообще пишут, что кроссовер хорошо работает. Потому что у кроссовера есть на сайте огромное количество игр, которые прям, настройки под них прям, скачиваешь, и они работают. это будет, это будет мой следующий этап, короче, я решил потестить тоже кроссовер, просто там нужно что сделать, поскольку кроссовер тоже платный, но мне не хочется платить за него, как бы, много денег, потому что, параллел со Windows 11 Arm, это вынужденная история, потому что мне в том числе нужен Windows под банковские приложения, ЭЦП, там типа с помощью флешки, там и прочие такие штуки, да, ну потому что мне нужен Windows, я не могу с этим ничего поделать. И как бы, а вот просто кроссовер, это чисто воды для игр, и там я хочу взять 14-дневный трайл, засесть, и прям позырить, как это все там работает, но я хочу это сделать, когда у меня еще будет хороший интернет, появится, чтобы, типа, значит, не париться о том, что я выкачиваю игры долго. Тем временем, кто это мог бы быть, отправил нам 150 рублей, Тимур, не infinite, а infinite. Спасибо. И не главный ноябре, занят нам 18 шекелей, все время забывай спросить, выписали мне очки, не знаю, какую оправу взять. Тимур, Дима, какие у вас оправы очков, фирмы, модель, please, sorry за повтор. Я сразу говорю, у меня самое дешевое говно. Я даже не знаю, блять, модели, не оправы, я хуй знаю. Дешевая пара. Я считаю, что модели, говорить это глупо, потому что таким образом ты буквально берешь такую же вещь, как у другого человека. Это, мне кажется, особенно для индивидуальности, когда ты хочешь подчеркнуть свою индивидуальность. То есть буквально, блять, я ходил и выбирал эти оправы под свое ебало. А вот Кадзима так не считает, Тимурчик. Совершенно не факт, что эти же оправы пойдут тебе. Но я могу сказать, что до этого у меня были Эрнель Жиде Зенья, и мне они очень нравились. После этого у меня были Прада, которые предыдущие мои очки. Пару лет вы могли наблюдать меня на стримах на них. А сейчас у меня Том Форд. Причем те самые, которые я рассказывал, что у меня есть клепон, которые специальные линзы, которые, соответственно, дают тебе эффект солнечных очков. Очень красиво, круто работает. Очень удобно. Нам еще, кстати, пишут, что для виртуалок есть бесплатная альтернатива в лице UTM, но там нет поддержки GPU. Ну, там нахуй не нужны. Короче, смотри, пишут дальше. что получается, что у тебя 4 слоя абстракции, а не 2. Ну, там вообще много слоев абстракции. Потому что из x86 в RM, из винды в macOS, из DirectX в Vulkan, и из Vulkan в Metal. Так что много. Да. Ну, некоторые вещи прямо напрямую из DirectX в Metal работают. Так что тут не совсем так уж прям много. Но в любом случае это, да, действительно супер хитровыебанные извращения. Но я собираюсь попробовать тоже кроссовер, потому что говорят, что многие игры очень хорошо идут через кроссовер как раз таки. Причем они поддерживают Steam. То есть там, по сути, запускается такая, типа, обрезанная версия Steam'а такой, типа, в маленькой виртуалке винды. Позволить тебе скачать, соответственно, все файлы эти с DRM'ом и со всеми всеми делами. И, как бы, соответственно, запустить эти игры, как бы, из-под вот этой обрезанной версии Steam'а. А дальше они там нормально, типа, эмулируются. Вот. Потому что я видел, что многие игры прям хорошо идут. И другой момент. Я попробовал действительно нативные игры из Steam'а. Их не очень много, которые поддерживают Mac-версии, но в последнее время становится их все больше. И могу сказать, что многие из них идут прям реально хорошо. В том числе, я, например, попробовал Discollision отличнейший совершенно пашет. Вот. Я пробовал всякие там неочевидные игры, там, типа, этого, там, Half-Life'а, пробовал там этот Eastward, пробовал Superliminal, короче. Ну, то есть, они реально нормально хорошо идут. Все, что ты говоришь, это игры, которые не требуют особо там сильного GPU. Потому что тебе надо обязательно попробовать кроссовер, но говорят, что он довольно сложно ставится. Есть идея получше, пацаны, потому что в пятницу на Mac выходит Razik 8. Ну, посмотрите. Который нативно поддерживает Metal, Тимур. И вместе сразу с DLC. В общем, суть в том, что дальше, о чем я хотел сказать, другой интересный момент. Ну, естественно, у меня стоит куча эмуляторов, которые я хотел, тоже потестил, как бы, в том числе, например, мой любимый Duck Station, который я вообще топлю за него последнее время, как не в себя. Duck Station вообще суперкруто идет, я по... Вот Xenogers еще дальше прошел, там, прям, он хорошо идет. Ну, я же подумал, бля, ну, так у нас же мощный комплектор, давайте поставим мощные эмуляторы, вот. Ну, что я сделал? Я поставил себе Цему, вот, поставил туда Bnet-2, причем Max мне прислал хорошую сборку, которая хорошо пашет. Бля, ну, она вообще отлично идет, шикарней, что просто, как бы, то есть, причем Цемы выпустили совсем недавно на Mac, как раз-таки, вот, из-за того, что, опять же, Mac стал все более-более популярный, Цемы выпустили буквально несколько месяцев назад, вот, версию 2.0, которая была, и вот сейчас вышла 2.0.8, как раз, под Mac тоже совсем недавно. Могу сказать, что отлично идет, очень хорошо, Bnet-60 FPS, 1080p спокойно, я не стал пока экспериментировать, пытаться там, выжать из нее, там, не знаю, 4K, 8K, там, и прочее, вот это все, но пока идет нормально. Единственное, что некоторые шире симмеринги текстур в некоторых моментах, но я думаю, что это, скорее всего, там, какие-то баги, которые можно почитать, вылечить, потому что, ну, сами понимаете, это проблема эмуляции, вот. Но есть другой момент, я попробовал RPCS3, который, типа, простричный, который нативно вышел под Mac, тоже под, причем под M1, он вообще супер шикарно идет, хорошо, но есть люанс. Многие из настроек, которые на ПК работают просто идеально, там, куча кастомизаций, куча всего, на Mac, к сожалению, не запускают игру. Ну, то есть, грубо говоря, ты, например, берешь, запускаешь какой-нибудь Azure OS Res и ставишь там разрешение, например, 1080p, там, они 720p, и какие-нибудь там, типа, unlock FPS, или еще что-нибудь, или еще что-нибудь такое, короче, и игра просто тупо, типа, PPM, вот эти, PPU шейдеры, там, типа, компилируют вот это все, должна запуститься, и она просто черный экран тебе дает, или зависает, прям, полностью эмуляция. И ты такой, блядь, как бы, ну, берешь, делаешь, типа, запустить с дефолтными настройками, все идеально работает. Вот, ну, то есть, прям вообще. Но некоторые игры, как бы, очевидно, работают хуже, чем другие, как вы знаете, например, какой-нибудь Resistance 3, там, периодически баги всякие, там, The Last of Us тоже баги выдает, там, типа, черный экран, там, и прочее. Но те игры, которые прям все пишут, что, окей, оно хорошо идет, вот там, в RPCS3, оно реально хорошо идет и на Mac. Вот, то есть, в принципе, остаться без гейминга, как бы, сложно, потому что все больше, больше и больше возможностей выходит для Mac'а сейчас. Конкретно вот это... Я бы переименовал, точнее, переначал немного твою фразу, потому что игры устаревают, а Mac'и только обновляются. Да. Я бы сказал по-другому, я бы сказал так, что, в связи с тем, что, я вообще тебе скажу даже больше, что количество новых индюшатин, которые в Steam'е выходят с Mac-версиями, просто астрономически выросло. То есть, у тебя просто заходишь, новые релизы, их прям много под Mac. Прям много-много. А что поменялось? Ну, то есть, что, раньше было сложно под Intel программировать, что ли, или что? Или под Apple Silicon внезапно стало проще? Народ не заморачивался, не парился, просто в целом, потому что install base у Mac'ов был категорически... Вот мне тоже кажется, что проблема исключительно в том, что народу просто с Mac'ами стало больше, вот и все. Намного больше стало людей с Mac'ами, причем и не только на M1, но и на Intel'ах тоже. То есть, в целом, там что-то я помню, читал, что количество людей сейчас на Mac'е, в Steam'е, что-то было 3, что ли, процента там, типа, ну, то есть, это уже больше, чем на Linux'е совокупно вместе взятых. Вот. И, как бы, ну, это уже то число, с которым можно считаться, более или менее, как бы, что-то уже под него делать. Опять же, я говорю, индюшатин, который выходит вот сейчас на Mac'е, под Mac'е, на Steam'е уже прям много, прям реально много. Тебе задают несколько вопросов. Во-первых, ECP'е софт же есть под Mac. Ты не пробовал ставить? Есть, но нужно запускать под виртуалку, то есть, нужно отдельную виртуалку ставить с Mac'ом, потому что ECP налоговый или там, типа, ну, любой другой современной бухгалтерской системы требует от тебя полностью, как решето, оголить Mac под хуй пойми кого. Окей. Ну, типа, крипто-про там и прочее. Второй вопрос. Не проще ли играть в игры через облачный гейминг? Когда у тебя хуёвый интернет? Нет. У тебя не настолько хуёвый интернет. Ты вон в этот самый, в ремонт-плей же играешь на Соньке? Плохо, потому что, типа, он иногда работает, иногда нет, иногда вообще не запускается, ну, типа, плохо. Поэтому, как бы, я не знаю, я просто не знаю, вот, например, сейчас из Казахстана, как бы, вот в какой облачный гейминг сейчас ссуваться? Где пробовать играть? Через что? GeForce Now? Ну, как бы, как платить за него? Деньги, как бы, а через что платить? А американский, а GeForce Now или русский? Русский, через Тенге, наверняка в Казахстане есть. Ну, ты вот наверняка или точно? Ты знаешь прям. Я не знаю, я говорю по кукле. Тихо, блин, как бы, о чем я и говорил? Окуительный совет, да, от Димы. Понимаешь, типа, поиграем в облачный гейминг, какой? Я хуй знает, ну, какой ты поиграть, типа, понимаешь? Ну, да, и проведи ресерч, в конце концов, ты же маркетолог. Слушай, я потихонечку провожу, опять же, как бы, вот ресерч, потихонечку пробую разные там истории, разные варианты, поэтому, я к этому приду, опять же, но я хочу сказать, что первый, тебе еще советую, знаешь, что, есть такая софт, называется Play on Mac, был, пробовал, вместо кроссовера. Акстойно работает, очень плохо работает. Я прям пробовал ряд игр, как бы, прям хуево работает, вот, прям, прям плохо-плохо. Короче, в чем прикол? Я все это веду к тому, что, конечно же, я просто даже не упоминаю, это совершенно очевидно, про это уже миллион людей говорили, что переезд с мощного мака, на Core i9, ну, то есть, по сути, интеловского последнего мощного макбука, на мощный макбук на M1, это просто небо и земля. Ну, просто ты прям, как будто через пять поколений, знаешь, как будто с PS3 на PS5 перепрыгнул, вот, и ты такой просто, блядь, ну, это, конечно, очень круто. Вот, то, что касается гейминга, я вижу, что очень много, прям, позитив, очень позитивных есть подвижек, которые прям круто идут, ну, то есть, много нативных игр выпускают, много релизов в системе, куча эмуляторов начинают, вот, буквально, прямо при тебе начинают, RPCS 3, CEMO, сейчас говорят, этот, Юзу, вот, уже, типа, скоро выйдет мак-версия, Рюджин, это тоже, вроде как, мак-версию тоже делают, тут скоро, причем, я уже скачал даже версию, на мак, которую, кто-то там, что-то запилил, на это какой-нибудь, она хуево, она, типа, запускается, но не работает, ну, то есть, короче, но подвижка уже тоже, опять же, есть, и ты понимаешь, что у тебя куча народу, прямо сейчас сидит, и вот мы прям наблюдаем момент, когда гейминг на маке, начинает как-то открывать глаза, и пытаться, иметь смысл, да, теперь можно мышку с мака убрать, сметка, я могу тебе сказать, что, долгое время, гейминг на линуксе, воспринимался так, у тебя есть такс-рейсер, и больше нет вообще никаких, блядь, игр, все остальные надо компилировать самостоятельно, после того, как Valve сделала, вот эту, вот эту свою историю с Steam Deck'ом, там же идет через слой имплементации Linux, по сути, то есть как бы виндовые игры, но не как бы виндовые, гейминг на линуксе, это вполне себе нормальная история, я думаю, что и с маком такая же история произошла, вот и все. Ну, ты знаешь, опять же, вот сейчас, мы буквально, вот за последний год, из-за того, что так хорошо взлетели макбуки на M1, из-за того, что критическая масса маков на Intel'е тоже, как бы, стала довольно большой, совокупно, вот эта вот аудитория, народу, которая сейчас сидит на маках, она впервые начала быть более или менее значимой для разработчиков, настолько, что они начали чесать жопу, и хоть что-то пытаться делать, и ты теперь такой сидишь и видишь, как начинают пачками выпускать эмуляторами, пачки начинают, пачки начинают игры выходить, ты такой, блин, ну, нифига себе, надо же, дожили до этого момента, потому что я помню, в 2008 году, это было вообще, казалось, с фантастикой, в 2013 году, ну, типа, замечательную картинку, типа, гейминг он мак, и там виндовый ноутбук стоит на маке, да, примерно, да, как бы, а теперь, как бы, ты ставишь себе кучу игр, и вот я сейчас поставил настолько много довольно прикольных игр, что я понимаю, что я даже ничего другого ставить не буду, то, что у меня есть во что реально на маке сейчас нормально, адекватно поиграть, как бы, из прикольных, классных игр, landscape torment, пройди, что пройти? landscape torment, ты знаешь, я, если честно, хочу, вот сейчас я бешок инфинит, пройду и этот мутант hero zero, который мне очень понравился, кстати, я вот поиграл пару часов, я прошел несколько миссий, ну, там, пять миссий уже прошел, мне прям реально понравилось, и я подумал, что я все-таки хочу дисколлизиум, все-таки вот вернуться и сделать это, все-таки пройти, ну, может зайдет, ну, короче, в любом случае, как бы, если вдруг у вас, я могу сказать так, что некоторые сейчас сидят и ждут, что выйдет макбуки на м2, там, типа, про, макс, там, и вот это все, но поговаривают, что из-за того, что м2, в общем-то, оказался не сильно быстрее, чем м1, я уже тоже про это говорил, что много сомнений у людей будет по поводу того, что, возможно, он будет не сильно быстрее, чем, вот, соответственно, там, м1 про, там, м1 макс и так далее, но мы, но я думаю, что, скорее всего, анонс будет в ближайшие месяцы, и в этот момент у вас, скорее всего, будет возможность, если он действительно окажется не сильно быстрее, то вы сможете очень по бросовой цене купить себе м1 макс, вот, я скажу так, что, мне очень повезло, я купил супер-гипер дешево, соответственно, макбука на м1 макс, мне помогли мои друзья из BigGeek, я знаю, что у ребят, типа, разные люди к ним по-разному относятся, но мы до сих пор, на самом деле, дружим, и, как бы, мне они очень сильно помогли, они мне умудрились продать его по супер-гипер дешевой цене, то есть, на треть дешевле рынка, вот, и, как бы, я прям дико доволен, потому что, супер-сильно сэкономил, и это оказалось очень крутой мак, я прям, он меня сейчас спасает, потому что одновременно у меня и мак, и винда, и они вместе со мной, и они портативные, и это супер-мощная система. Тебе задают очень смешной вопрос, как правой кнопкой прицеливаются в шутерах на маке? Двумя пальцами, братан. Два пальца по тачпаду, правая кнопка. Слушайте, пацаны, во-первых, ко мне едет моя мышка Asus Rock. Bluetooth? Ну, нет, конечно, USB-шно. Проводное. Будешь через переходник втыкать, да? Переходник в переходник, и 500 слоев абстракции, для того, чтобы еще и Razer этот ебучий синапс, или как там? Да не Razer, это что, у меня Asus Rock. Asus Rock синапс. Так, вот, я играю, смотри, вот на этом, вот, я тебе могу сказать, что я поставил уже, этот, DirectX, как это, DS4 Windows, вот, под винду, соответственно, на Mac'е, он вообще теперь полностью, вообще нативно работает, и через провод, и по беспроводу, очень круто работает, и по проводу тоже, работает. И самое главное другое, что я тебе могу сказать, что Parallels, знаешь, как работает? Ты когда втыкаешь по USB геймпад, меня спрашивают, о, а я вот вижу у вас геймпад, а вам к чему подсоединить, к Mac'у или к винде? Понимаешь? К винде, да, он такой, о, заебись, я подсоединил его к винде, короче, и вообще, я тебе могу сказать, что Parallels, просто мое увлажнение, блин, они настолько охуительную сделали систему, она так круто интегрируется, ну, то есть, настолько, нам пишут, что скриньте, у Тимурс, Mutant Zero, пройдет ее на две трети, эффект Fire Emblem Three House случится. Я надеюсь, что нет, по-прежнему, мне пока нравится. Короче, Mac' клевый, мы услышали, и, в общем-то, я тоже буду, наверное, в следующем году, если с М2 твои прогнозы сбудутся, может, я ургу себе, может, ждите М3, пацаны, чего сразу, значит. Джонс, я взял на М1, как бы, так что, в нем был, Джонс, я на сходке, брал нам 350 рублей на вкусняшки, спасибо, спасибо большое. Слушайте, ну, и давайте, мы под конец, у нас сегодня был объемный, длинный подкаст, очень разносторонний, мы кучу разных тем обсудили, вот, и, наверное, самое время поговорить о статьях недели, они у нас не очень, сегодня большие, но очень интересные. Первую статью хочу посоветовать вам я, она, в общем-то, находится на сайте ДТФ, но, прежде чем вы что-то подумаете, там человек, который работает в индустрии спецэффектов, очень важно, в индустрии спецэффектов, рассказывает о том, как он рисовал взрыв из пасти дракона для дома драконов, того самого дома драконов, который сейчас закончился, закончился на HBO, и у него очень понятная, прикольная статья про то, как вообще работают CG эффекты, и самое главное, что мне нравится в этой статье, он подробно рассказывает, что могло пойти не так, и что вообще пошло не так в процессе создания этих эффектов. Очень увлекательное чтиво, самое главное, написанное простым, понятным языком, и самое главное, вот без этих вот технических перегрузов. Очень советую, и, в общем-то, не только почитать, но и посмотреть, там есть на что. Хорошо. Слушайте, Димка, ты еще добавил довольно прикольную статью. Да, вторая статья история в следующем. Вот вы знали, что, то есть это из разряда, знаешь, типа тех историй, которых ты никогда в жизни не слышал, и такое читаешь, хм, прикольно. Короче, хм, прикольно в этот раз история о том, что марафонские бегуны давным-давно знают, марафон, например, это 42 километра бежать, давным-давно знают, что нельзя пробежать марафон быстрее, чем за 1 час и 58 минут, потому что в 91-м году американский физик, вычислил объем легких человека, темп распространения молочной кислоты по мышцам, максимальная эффективность бега, и идеальный вариант это 1 час 58 минут при всех идеальных условиях, при идеальном спортсмене, который там практически не расходует энергию, кроме на бег, ну, короче, вот вся вот эта история в этом. И мировой рекорд, он составляет 2 часа 8, что ли, минут, ну, то есть примерно. И для многих спортсменов стало таким прям вот достижением прорвать вот это как бы ограничение в 2 часа, то есть 1 час 59-59, хотя бы на секундочку, знаешь, чтобы вот 2 часа ты прорвал, и ты классный. Как они к этому идут? Как тренируются? Как Nike и там Adidas выпускает разные кроссовки с разными композитными материалами? Как они клеят специальные наклейки, чтобы аэродинамика была на ногах, там такие, типа, знаешь, специальные загугленки, чтобы у тебя воздух разрезался специальным образом, и чтоб, не дай бог, там не повредить спортсмена, и так далее. Короче, статья довольно прикольная, я никогда в жизни даже об этом не думал, то, что есть какое-то ограничение, вот типа, вот 2 часа, и все, и никак. 42 километра марафоновская дистанция. Прикольная статья, мне прям понравилась. То есть, как марафонские бегуны пытаются побить рекорд в 2 часа. Вот и все, это все статьи на сегодня. Классная статья. Слушайте, ребят, ну, спасибо вам большое, на самом деле, что вы были с нами, спасибо большое, что нас слушали, что вы нас смотрели, мы потихонечку пытаемся войти обратно в ритм и, соответственно, выходить, и не забывайте, что, в общем-то, нам сейчас немножко бывает это непросто, потому что мы, опять же, находимся совсем в разных географических регионах и даже в разных часовых поясах. У нас сейчас будет много интересных вещей, в том числе, мы говорили, что новый проект у нас тоже там довольно интересный запустится, но он будет такой сугубо профессиональный, потому что, ну, подойдет как раз для людей, которые работают такой около диджитал и такой в IT-тусовке, как бы, поэтому мы про него отдельно тоже потом поговорим, чуть попозже на следующей неделе. Ну и, соответственно, не забывайте, что мы выходим, как бы, сейчас пока на чистом энтузиазме, вот, но ваша поддержка, как бы, нас очень-очень сильно, как бы, поддерживает, потому что, опять же, как бы, как мы говорили, из-за всех пертрубаций нам сейчас немножко сложно бывает с работой, со всеми делами, поэтому подкаст сейчас является для нас ощутимой очень-сильно поддержкой в жизни, ну и кроме, как бы, там денег и вообще, как бы, в принципе, там финансов и таких вещей, как мы говорили, мы пытаемся поддерживать вас, вы очень сильно поддерживаете нас, потому что, опять же, как бы, то, раз в неделю поболтать и как это рассказать, ты немножко как-то, знаете, уходишь в сторону от того безумного просто ада, который происходит сейчас вокруг нас. И, в общем-то, мы как бы надеемся, что наш подкаст тоже вам помогает. Тем более, что мы получаем кучу-кучу писем и комментариев о том, что в общем-то так и есть. Надеемся, что мы немножко помогаем вам. Да, ну и не забывайте то, что у нас есть социальные сети. У нас, собственно говоря, разблокировали нам Твиттер. Спасибо большое. Собачка за втракаст. Теперь просто без всяких подчеркиваний там и так далее. У нас есть Телеграм, у нас есть ВКонтактика и у нас есть, соответственно, Ютубчик. Ну а поддержать нас вы можете на Патреоне, patreon.com slash zavtrakast, на Boosty boosty.to slash zavtrakast, ну и донатом на donationalders.com slash r slash zavtrakast во время записи, собственно, видео-версии этого подкаста. Ну и больше всего мы хотим поблагодарить наших патронов, которые заносят нам больше всего денег на Boosty и на Патреон. И это, конечно же, две черточки, такой вот никнейм, Александр Довыгора, Андрей Извеков, Антон Кузнецов, Антон Зифон, Артем Логинов, Артем Сусак, Донатас, Денис Артюшин, Денис Бондаренко, Дмитрий Болтачев, Дмитрий Коробенков, Евгений Богомолов, Егор Тихомиров, Екатерина Александровна, Женечка Калинин, Замбарь из интелла.ит, Ильин Егор, Лёд под ногами Майора, Лубнёвский, Лубнёвский Дима, Мишин Импассабл, Мятная Рысь, Неглавный Ноябрей, Никита Бескорсый, Никито с пивной насос, Олег Ончки, Пётр Лаврентьев, Петя Третьяков, Сахалинец, Сергей Рыбачок, Станислав Бартунский, Цареубийца Джейми Корк, Алексей Шелепов, Алексей Пазников, Алекс Колов, Алексей Карпов, Алл Вокс, Антон Ленский, Артзен, Артур Галиулин, Дирандин, Дмитрий Мельков, Дмитрий Беспалов, Дрэгонмастер, Дронтозавр, Едлоэс, Егор Ильин, Евгений Петрунко, Ферзиздис, funko-poprasha.com фигурки в России, fx4trader.ru GoodmorningMorgan, Григорий Яфа, Хэдлорелф, Игорь Богданов, Илья Кузнецов, Иван Даниленко, Джек Ванилла, Джаггер Меш, Хелиос, Максим Лебедев, Майкл Кужель, Милойла Айлолу, кстати, каждый раз читаю, думаю, правильно ли я произношу, потому что мне кажется, что правильно, наверное, Майла Айлолу. Ну ладно, короче, напиши, если что. Монтройгер, Мистер Вэллери, Нексен Су, Никита Стрельников, Никита Стрельников на Патреоне, спасибо тебе, братан. Александр Даниленко, Павел Перлич, Роман Космодемьянский, Сергей Гычко, Софар, Степан Бугачёв, Тью Джин, Валерия Неборская, Влад Лиалин, Вячеслав Шанауров, Вайсбёрд, Вайзерс и три завтрашейха, один на Патреоне, два на Бусти, которые посчитали нужным, остаться анонимными. Спасибо вам, пацаны и девчонки, большое громадное спасибо. Спасибо, ребят. Слушайте, ну и мы заканчиваем. Что по поводу ДТКД у нас? Слушайте, ну попробуем выйти в эфир, как бы, соответственно, у нас послезавтра расскажем про всякое интересное, где чего, как побывали. Я расскажу, как был в Бурабае. Очень круто. Из-за одного тебе дам видосов, покажешь в видосике мои. Ну попробуем. Короче говоря, следите за нашими анонсами, ну и не забывайте о том, что у нас на нашем Ютуб-канале выходят всякие стримы, можете вон посмотреть. Я сегодня рассказывал про Call of Duty. А я про Вархаммер. Шестичасовое посмотреть прохождение Call of Duty или трёхчасовое прохождение Вархаммера. Вот так. Ну и небольшой тизер. Мы с Максом, наверное, попробуем записать новый выпуск Кабинета Лора, и он выйдет уже совсем-совсем скоро. Ну а на сегодня это всё. Спасибо вам, что смотрели, и спасибо, что на теле. Давайте до следующего раза. Всем пока. Пока-пока. Счастливо, ребята.